Глава 2. Практика уринотерапии. Введение. Прежде чем начать описание способа введения урины в организм человека, желательно знать, а не находится ли в соприкосновении с ней наш организм раньше. Естественно, в зрелом возрасте, юности и детстве мы избегаем запачкаться за мочу. Окружающие нас люди уже внушили нам, что моча это плохая жидкость, отбросы организма, вообще ругательное слово. Но в раннем детском возрасте мы имели контакт с уриной постоянно, мочились в пеленки, штаны. И это принимается как само собой разумеющееся. Если же обратиться к нашей внутриутробной жизни, то здесь вообще открывается удивительная картина. Человечек плавает в амниотической жидкости, заглатывает ее, открывает в ней глаза. Она окружает нас как снаружи, так и внутри. За счет чего образуется эта жидкость, наибольшее количество которой бывает до 2 литров в 6-месячном возрасте. Ученые считают, что образуется амниотическая жидкость, другое название, околоплодная, совместно организма матери и плода. Плод образует ее за счет выделительной функции почек. Таким образом, маленький человек плавает в растворе собственной мочи. Какой состав имеет околоплодная жидкость? Исследования с помощью меченых атомов показали, что ее состав постоянно и быстро обновляется. И содержит она следующие вещества. Сахар 27 мг процентов. Мочевину 28 мг процентов. Соли до 1 процента со стабильным составом. Органические вещества от 0,5 до 4 процентов. Имеются гормоны, витамины. Присутствуют радиоактивные вещества соли, тория или актиния. Удельный вес околоплодной жидкости 1,7-1,8. PH слабощелочная или нейтральная. Многие ученые, и среди них Аршавский, считают, что околоплодная жидкость принимает участие в питании плода. Это питание происходит как через кожу, так и через рот. Шестимесячный плод сосет большой палец. В кишечнике образуется первородный калмиконий. Радиоактивные вещества и гормоны оказывают активирующее влияние на его развитие. Таким образом, околоплодная жидкость и моча во многом сходны по своему составу. И если растворить в урине сахар или мед, то сходство увеличивается еще больше. Вот и расшифровался тибетский рецепт. Пить для продления жизни мочу с сахаром или медом, который не только питает нас, но и служит средой обитания в внутриутробной стадии развития. Итак, применяя наружно или внутрь урину, мы сознательно ставим свой организм в наиболее благоприятные условия, в которых находились раньше. И за счет этого избавляемся от множества недугов, вызванных неблагоприятными внешними условиями. Это краткий, но наглядный пример показывает, что урину можно применять как внутрь, так и наружно. Способы подачи урины в организм человека. Прием урины через рот. Поступая в ротовую полость, урина санирует, то есть обеззараживает ее, подавляет гнилостные процессы, лечит миндалины. Если ею долго полоскать рот и горло от 1 до 5 минут, то она укрепляет слизистую оболочку рта, прекращает карие из зубов и дезинфицирует миндалины. Очищение миндалин происходит из-за осмоса. Насасывая воду на себя, урина с водой вытаскивает гной, нормализует среду миндалин, что уничтожает гниение в них. Если полоскать минут 30, то урина будет укреплять эмаль зубов за счет перехода микроэлементов из урины в зубы. Лучше всего подобную процедуру проделывают вечером перед сном. Многие люди, серьезно занимающиеся уринотерапией, используют мочу вместо зубной пасты. Ведь урина абсолютно не раздражает слизистой оболочке рта, укрепляет зубы и дезинфицирует ротовую полость. Зубная паста или порошок наоборот сушит, раздражает, жжет. И это мы принимаем за полезное действие. Запомните, лучшего средства для ухода за ротовой полостью, чем урина, не существует. Полоскание урина рта вызывает оздоровление корней зубов за счет эффекта отсасывания. От корней зубов выходит гной и прочая инфекция. Обратно поступают минеральные вещества, подпитка для корней, что в конечном счете приводит к укреплению зубов, избавлению от стоматита. Если стоматит возник от потребления загрязненной пищи, это верное средство. Но если это проявление болезни в толстом кишечнике, то тогда надо воздействовать на него. И стоматит пройдет сам собой. В ротовой полости происходит поглощение из урины люминесцентной энергии, что дополнительно оказывает на организм положительное действие. По пищеводу урина поступает в желудок, при этом она очищает слизистую оболочку пищевода, санирует ее. В желудке урина долго не задерживается, если принимается натощак или перед едой. Но и здесь она оказывает свое благотворное воздействие. За счет растворяющих и отсасывающих свойств она очищает желудок от болезнетворной слизи. Этому же способствует и горький вкус, содержащийся в ней. За счет осмоса она насасывает жидкость и тем самым промывает секреторные клетки желудка, в результате чего они лучше работают. Ввиду того, что в ней содержатся ферменты, гормоны, противовоспалительные вещества, она способствует лечению, укреплению слизистой оболочки. Кислые свойства урины подавляют язвенные процессы в желудке, ибо язва желудка это деструктивный, то есть распадочный процесс, вызванный ощелачиванием, недополучением питания и энергии из язвленного участка. Прием урины радикально решает все эти вопросы, чем и объясняются хорошие эффекты при лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Но при этом урина должна быть малосоленой, поэтому исключите на период лечения поваренную соль, побольше кушайте овощей, свежевыжатых соков и каш. Рисунок А. Патологическая слизь в желудке заштрихована. Б. Прием урины. Насасывает жидкость в желудок и отрывает слизь. Стрелочками показано насасывание и отрыв слизи. Заштрихованные ленты, отошедшая слизь. Точки – это урина. И. В. Очищенный желудок. Рисунок А. Язва желудка, 12-перстной кишки в разрезе. Заштрихованный участок, загнивающий, деструктивный, ощелаченный. Б. Прием урины. Слой точек восстанавливает структуру ткани, препятствует загниванию. В. Уменьшение язвы в результате регулярного употребления утренней урины. Если в желудке имеются полипы, то желательно применять более концентрированную соля миурины. Для этой цели упаривать ее до 1, 2, 1, 3 или 1, 4 первоначального объема. За счет выраженного горького вкуса она будет действовать отрывающе и избавить легко и просто от ворсинчатых грибовидных разрастаний, каковыми являются полипы. Ввиду образования под воздействием повышенной температуры биологически активных веществ, ее действие будет более сильным и на слизистую оболочку желудка. Но для этой цели нужна упаренная урина другого вида, которую получают из пищи, указанной ранее. Язвенная болезнь. Знайте эти особенности и применяйте свою урину в каждом конкретном случае. Рисунок А. Патологическая слизь заштрихована и полипы в виде выроста в желудке. Подобно, но в более выраженном виде находится в толстом кишечнике. Б. Применение урины, особенно упаренной, отторгает слизь и отрывает полипы. Готовьтесь увидеть все это добро в виде сгустков слизи и белых лент. В. Чистый и здоровый желудок после уринотерапии. Из желудка, частично разбавленная урина, поступает в двенадцатиперстную кишку и далее в тонкий кишечник. За счет силы осмоса она продолжает насасывать воду в полость кишечника, тем самым очищая стенки. Двенадцатиперстные кишки и микроворсинки теперь лучше выполняют свои функции, а именно пристеночное пищеварение и всасывание расщепленных питательных веществ внутрь организма. Все это выражается в улучшении аппетита, нормализации веса тела. Урина способствует нормализации микрофлоры, а это в свою очередь избавляет от упорнейших дисбактериозов и всех неприятностей, связанных с ними. От себя еще добавлю, очень хорошо принимать тмин, семена тмина, примерно по одной трети чайной ложки утром натощак, не разжевывая, а просто запивая водой. Дальше тонкого кишечника урина не идет, за исключением тех случаев, когда она употребляется в больших количествах. Тогда она проходит через весь желудочно-кишечный тракт, вызывая послабление, как солевое слабительное, и очищение. Но и это может наблюдаться только в первые одну-три недели. В дальнейшем урина всасывается полностью и эффект послабления исчезает. Он становится менее выраженным, но более естественным. Итак, в тонком кишечнике происходит настолько сильное разбавление урины водой, что она сравнивается по своему осматическому давлению с межтканевой жидкостью и начинает всасываться. При этом следует заметить, что вредные для организма вещества и лекарства задерживаются кишечной стенкой. Ведь тонкий кишечник, помимо всего, выполняет и выделительную функцию, и выбрасывается через анус. Этим и объясняется эффект очищения урины при ее повторном введении. Из мутной она превращается в прозрачную жидкость, которая повторно выбрасывается из организма уже не как насыщенная вредными веществами, а просто как лишняя вода. Всасываясь через стенку тонкого кишечника, она попадает в кровь. И здесь начинает проявляться положительные и лечебные свойства веществ, всасавшихся с ней. Отметим, что урина, принятая ранним утром натощак, всасывается малоизмененной. Принятая в течение дня, она под воздействием пищеварительных ферментов, подвергается изменениям, в результате чего происходит инактивация гормонов, витаминов и других веществ в большей или меньшей степени. Попав в кровь, урина разжижает ее, делает более текучей. А так как вся кровь от желудочно-кишечного тракта поступает в печень, то первое благоприятное воздействие оказывается именно на нее. Печень очищается, нормализуется ее функция, желчь делается менее вязкой. Вот почему прием урины так быстро сказывается на улучшении здоровья больных желтухой. Разжижение желчи способствует тому, что плотные конгломераты, сгустки, образовавшиеся в ней, постепенно растворяются и рассасываются. Если в желчном пузыре имеются камни, то они подвергаются воздействию собственными наздодами и также постепенно разрушаются и растворяются. Вот другая причина успешного лечения желчно-каменной болезни с собственной уриной. Пройдя печень, составные части урины разносятся кровью по всему организму и оказывают все многообразие положительных влияний. Интерферационные эффектно-болезнетворные очаги, гормональную регуляцию за счет обратных связей с железами внутренней секреции, наличие растворяющих факторов, фермент урокиназа и другие, способствует растворению тромбов в крови, атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Мочевина, как естественно мочегонно, удаляет воду, вызвавшую отеки. Являясь противораковым фактором, она вовремя подавляет микроочаги опухоли и способствует их профилактике. Стимулируется деятельность сердца, почек. Оказывается, самое различное воздействие на организм для поддержания его в здоровом состоянии. Пройдя таким образом через все ткани нашего организма, оставив ненужную в полости кишечника, промыв, очистив, простимулировав, урина в виде чистейшей лишней жидкости образуется в почках, очищая и оздоравливая почечную ткань. Это другой эффект возрождающего действия урины помимо печени на почке. И затем в виде структурированной воды, насыщенной информации о нашем организме, урина выбрасывается. Если в организме человека имеются разложения, воспаления, вызванное болезнью какого-либо органа, ткани, то с закисляющими свойствами урина подавляет его. А наличие белковых тел способствует крессинтезу, то есть повторному использованию, восстанавливая разрушенное. Именно на этот эффект указывал Армстронг, говоря, что ни одно лекарство не способствует восстановлению разрушенных органов, кроме уринотерапии. Вот далеко не полный перечень эффектов, возникающих при применении урины внутрь посредством питья. Если вы будете пить урину детей, то к вышеуказанному добавьте иммунные и омолаживающие эффекты. Методики использования урины через рот. Прежде чем использовать урину через рот, познакомьтесь с основными правилами. А. Следует использовать среднюю порцию, то есть струю урины, за исключением случаев голодания. Из утренней первой урины всегда нужно брать только среднюю порцию. Б. Урину надо пить с залпом, не отрываясь. Только в этом случае полностью используется эффект интерференции. В. Наиболее ценной является утренняя урина, особенно между тремя и четырьмя часами. Г. Выпивайте по крайней мере 1 литр жидкости в день. Лучше всего талой воды. Д. Не следует применять урину, если используется медикаментозная форма лечения. Между окончанием приема лекарств и началом уринотерапии должно пройти не менее 2-4 дней. Е. Диета при более интенсивных формах применения уринотерапии 3 и более раз в день должна исключать соль. Употребляйте меньше белка. Избегайте очищенных и синтетических продуктов, таких как сахара, муки тонкого помола, консервов, колбасы, ролл. Некоторым людям рекомендуется отказаться от молочных продуктов. Пряная пища делает запах и вкус урины неприятным. Откажитесь от этой пищи. 1. Для санации ротовой полости и миндалин. Свежей уриной нужно полоскать ротовую полость в течение примерно 2 минут. В случае сильного поражения слизистой ротовой полости и при гноящихся миндалинах, фолликулярная ангина, после полоскания в течение минуты свежей уриной следует полоскать упаренное до 1,2 и даже 1,4 первоначального объема, если изменено питание и урина не так насыщена солями. Для этого заранее упаренную урину, ее можно держать в холодильнике в количестве 50 граммов, подогреть до температуры парного молока и полоскать горло. 2. Для укрепления эмалия зубов. Свежей уриной следует полоскать рот в течение 30 минут. Можно использовать и упаренную урину до 1,2 части первоначального объема. Такая урина вам больше подойдет. Какая урина вам больше подойдет, решайте на основании собственного опыта. Замечу, что при длительном полоскании дополнительно происходит лечение организма через активные вкусовые зоны, расположенные на языке. 3. Для оздоровления желудка и 12-перстной кишки. Нужно принимать свежую урину натощак и до еды 20 раза в день по 100 граммов. Постепенно к свежей урины добавляйте упаренную до 1,2 части первоначального объема. Например, 80 граммов свежей и 20 упарены. Через 2 дня 70 граммов свежей и 30 граммов упарены и так далее, пока не получите необходимого сочетания или эффекта. Помимо этих видов урины, можно использовать детскую, активированную холодом. Все эти виды урины особенно способствуют восстановлению слизистых оболочек и лечению язвенного процесса. Заодно полезно разобраться со своим питанием и образом жизни. Если не найти причину болезни, то эффект будет кратковременным. 4. Для избавления от полипов, различных новообразований в желудке и тонком кишечнике. Рекомендуется принимать упаренную урину до 1,4 части первоначального объема. Но принимать ее надо постепенно, заменяя свежую на упаренную. Например, в первый день следует принять 90 граммов свежей и 10 упаренной. И так постепенно довести до приемлемой дозы или до получения результата. При принятии такой урины внутрь следует отказаться от соленой, рафинированной и искусственной пищи. Все должно быть натуральным. 5. Для подавления дисбактериоза в тонком кишечнике. Пить свежую, либо активированную холодом детскую. 2-3 раза в день до еды по 50-100 граммов. И исключить дрожжевые продукты. 6. Для лечения желшекаменной и почечнокаменной болезней. Пить 3 раза в день до еды по 50-100 граммов с залпом. 7. При любых инфекционных заболеваниях. Пить с залпом от 50 до 100 граммов в период обострения. 8. Для повышения иммунитета и при гормональных расстройствах. Пить 2-3 раза в день по 50-100 граммов. 9. Для оздоровления и лечения почек. Пить как в случае номер 8 до полного исцеления. 10. В качестве пищевой добавки и для профилактики. Пить по 100-200 граммов 2-4 раза в день. 11. Для быстрого очищения всего желудочно-кишечного тракта. Пить всю урину, собранную за день, в течение 2-4 дней. Желательно повторить через неделю. Используйте такой прием урины во вторую и четвертую фазы лунного цикла. Для усиления эффекта к обычной урины можно добавлять упаренную. 12. Как мочегонное средство и при сердечных болезнях. Пить как в случае номер 8 до получения эффекта. Прием урины посредством клизм. Если при использовании урины через рот мы в основном воздействуем на верхние отделы желудочно-кишечного тракта, то применение клизм позволяет влиять на толстый кишечник, не затрагивая тонкий. Питье и клизмы дают возможность полностью проработать весь желудочно-кишечный тракт. Урина, а также ее различные варианты. То есть упарена до 1,2-1,4 первоначального объема. Детская, активирована холодом, насыщена микроэлементами и так далее. Самое лучшее средство для клизм. Во-первых, она отвечает главному критерию безопасности. Исключена возможность передозировки. Во-вторых, она дезинфицирует полость толстой кишки, не вызывая раздражающего эффекта на стенки. В-третьих, естественно, нормализует pH среды. Подавляется патогенная микрофлора толстого кишечника, не задевая нормально. В-четвертых, за счет осмоса она насасывает полость кишки в воду, чем очищает стенки толстого кишечника. В-пятых, своими противовоспалительными свойствами урина прекрасно восстанавливает слизистую оболочку, разрушенную колитом и так далее. В-шестых, изгоняет радикально, но мягко всех паразитов, обитающих в толстом кишечнике, полипы, глисты и прочую живность. В-седьмых, разгрузив толстую кишку, нормализовав ее деятельность, вы поднимаете собственную энергетику, иммунную защиту и продлеваете жизнь. Методики использования урины посредством клизм. Первое, для очищения толстого кишечника. Лучше всего начать клизменные процедуры собственной урины, подогревая ее перед употреблением. А старую прокипятить и остудить до температуры парного молока. Ввиду эффективности подобных клизм, дозировка небольшая, от полулитра до литра урины на одну процедуру. Далее, через 10-15 процедур, которые выполняют через день, после опорожнения кишечника, желательно сделать столько же клизм с упаренной уриной. В зависимости от переносимости упаренной урины, их можно делать с одной второй или одной четвертой. Дозировку следует увеличивать постепенно от 100 до 500 граммов, добавляя с каждой последующей процедурой по 50-100 граммов. Дойдя до полулитра, начинайте постепенно уменьшать дозировку, как и набавляли. В дальнейшем подобные клизмы нужно делать с различными видами урины, в зависимости от самочувствия, или в соответствии с лунным циклом, в особые дни второй и четвертой фазы. В дополнение добавлю, что урину можно насыщать солями и микроэлементами, например, из морской капусты. Для этого при упаривании в урину кладут столовую ложку сухой морской капусты, либо добавляют травяной чай. Чем больше состав трав, тем лучше. В итоге вы можете из 2 литров при упаривании до 1 четвертой получить 500 граммов упаренной урины, насыщенной микроэлементами и солями. Кстати, она лучше сохраняется и имеет другой запах. Второе, для лечения организма и подпитки его микроэлементами, для стимуляции энергетики. Для этого делайте микроклизмочки по 20-50 граммов, в которых содержатся отвары трав, морской капусты и другие ингредиенты. Если дозировка будет больше, то они действуют на выброс. Третье, для избавления от полипов, паразитов, различных расстройств и болезней толстого кишечника, используйте вариант 1. Четвертое, для профилактики запоров, стимуляции и восстановления перистальтики толстого кишечника, используйте микроклизмы из упаренной урины до 1,4 первоначального объема по 100 граммов через день до нормализации стула. Обратите внимание на питание и образ жизни. Вы должны устранить причину запоров. Если этого не сделать, то по прекращении применения клизм запоры вернутся вновь. Микроклизмочек с упаренной уриной не следует бояться. Это естественное средство, которое не разрушает организм и не дает привыкания. При достережении сильными очистительными клизмами с упаренной уриной не злоупотребляйте. То есть вариантом 1. Они мощно стимулируют энергетику организма вниз и в случае геморроя могут привести к выпадению геморродальных узлов. Умеренное их применение напротив лечит геморрой. Вообще знайте, что упаренная урина сушит слизистую, поэтому не злоупотребляйте. Если вы чувствуете, что начинает у вас скал быть сухим, прекращайте эти микроклизмы и переходите для нормализации на молочно-масляные микроклизмочки. Прием урины через нос. Йоговская очистительная процедура NETI промывание носоглотки путем втягивания урины носом и выплевывания через рот является очень сильным оздоравливающим лечебным средством для организма человека. Носовая полость обильно снабжена нервами, которые обеспечивают рефлекторную связь слизистой оболочки со всеми органами тела. Раздражение различных участков слизистой оболочки носа оказывает влияние как на функции отдельных органов и систем, так и на весь организм. В связи с этим в начале 20 века возникла методика внутренносовой терапии, которая заключается в том, что прижигая тот или иной участок слизистой оболочки полости носа, стимулировали ту или иную функцию организма. Помимо этого, обонятельные рецепторы наиболее тесно связаны с гипоталамусом, который вместе с гипофизом контролирует деятельность большинства желез внутренней секреции. Когда мы втягиваем урину с содержащимися в ней веществами, гормоны, ферменты, витамины, мочевина, соли, вещества-корректоры, осколки гормонов и так далее, носовую полость, то эти вещества раздражают обонятельные клетки и слизистую оболочку. Это в свою очередь строго специфично воздействует на гипофиз. Помимо этого, вещества, содержащиеся в урине, способны проникать в мозг через решетчатую кость и оказывать свое действие напрямую. Далее это воздействие распространяется на весь организм под цепочки гипоталамус, гипофиз, эндокринные клетки, железы клетки организма. Так осуществляется удвоенная обратная связь, которая через урину способствует выравниванию и координации функций организма, его внутренней среды, то есть излечению и оздоровлению организма. Некоторые вещества, содержащиеся в урине, посредством вышеописанного, могут оказывать симулирующий эффект на весь организм. Например, проведенные в лаборатории наблюдения показали, что после вдыхания паров аммиака, количество выполняемой человеком работы значительно возрастает. Производных аммиака много в человеческой урины, но особенно его много в очень старой. Таким образом, утверждение древних йогов о том, что втягивание урины в нос способствует излечению от болезней слизи, желчи и ветра верно и подтверждается научными опытами. Полезно и вдыхание паров очень старой мочи для общего стимулирования организма. Мы там вдыхаем пары аммиака. Здесь в отчасти прав Армстронг, рекомендующий массаж всего тела в течение двух часов со старой урины. Больной человек, вдыхая такой запах во время массажа, укрепляет свой организм. Следует сделать замечание по поводу обратных связей. Первая обратная связь осуществляется через рот. Вещества, выделенные эндокринными железами в кровь с помощью тока крови, доносятся до гипоталамуса и воздействуют на него, что в итоге регулирует их дальнейшую продукцию. И если по какой-либо причине эта связь нарушается, то есть понижается с возрастом чувствительность гипоталамуса, то коррекция не отображает действительных нужд организма. Прием урины через рот в этом случае малоэффективен. Гормоны активируются ферментами желудочно-кишечного тракта, печенью и так далее. Но если урина вводится через ворота мозга на соглотку, то здесь осуществляется удвоенная обратная связь. А. Посредством раздражения обонятельных рецепторов и Б. Посредством поступления самих веществ в полость мозга за счет просачивания через решетчатую кость. В результате такого дублирования точность регуляции возрастает, а следовательно и наше здоровье будет стабильным более продолжительное время. Методики использования урины через нос и уши. Первая профилактика и лечение организма. Для этого подходит обычное промывание носоглотки 1-2 и более раз в день в зависимости от степени поражения организма. Если урина очень концентрирована солями и раздражает носоглотку, разбавьте ее теплой водой. Для профилактики лучше использовать свежую собственную урину. Детскую, активированную холодом, но перед употреблением ее подогреть. Для лечения, кроме указанных способов, используйте упаренные виды урины до 1-2, 1-3, 1-4. Как разведенную со свежей, так и без нее. 2. Очищение головного мозга, восстановление зрения, обоняние памяти. 3. Закапывайте различные виды урины в нос по 5-20 капель несколько раз в день. 3. Восстановление слуха и профилактика ушных заболеваний. 4. Закапывайте различные виды урины в уши по 5-10 капель несколько раз в день. Вы можете опробовать все виды урины и подобрать для себя наиболее приемлемую. 4. Вдыхание паров урины. Старая урина с небольшим аммиачным запахом применяется для стимуляции работоспособности организма. Смочите ватку в урине и понюхайте некоторое время. Для излечения от инфекции, попавшей в легкие, очищения их от слизи, подышите парами старой мочи минут 5-15. Для активации творческих способностей нюхайте аромат, идущий от упаренной урины. Но для этого, как говорится в древних восточных текстах, подходит упаренная урина от очень чистого человека или просветленного. Ее аромат напоминает запах лучших восточных благовоний, сандала, ладана и т.д. Намажьте для этого руки, либо под носом и дышите. В ряде случаев для активации сексуальности полезно подышать парами свежей урины от представителя другого пола или понюхать ее. Запах влияет главным образом на инстинктивные центры, стимулируя многие из первичных биологических потребностей человека. Запах тела женщины меняется в зависимости от времени ее месячного цикла и степени, до которой она сексуально возбуждена. Запах тела мужчины претерпевает подобные изменения. Секреция половых органов женщины, капулины, своим запахом сильно стимулирует половое влечение мужчин. Попадая в урину, они придают ей возбуждающее качество. Такую урину полезно нюхать на ватке мужчинам с пониженной сексуальностью. Например, кортизанки в средневековой Европе использовали свои половые секреции в качестве духов за ушами и вокруг шеи для привлечения клиентов. Некоторым женщинам рекомендуется нюхать мочу мужчины, охваченного желанием. Если они фригидны или заторможены в половом отношении. Прием урины через кожу в древних текстах значительно внимания гораздо больше, чем приему через рот, уделяется массажу или смазыванию кожи урины и в особенности упаренной до 1,4 части первоначального объема. Чтобы досконально уяснить суть этого воздействия, познакомься с кожей человека, ее свойствами, функциями и многим другим. Первое. Образование кожи. Кожа образуется из наружного зародышевого листка, из которого возникает нервная система, все органы чувств и главные железы внутренней секреции. Гипофиз, эпифиз. Из этого сразу становится ясным, что воздействие на кожу мы активным образом воздействуем также и на нервную и эндокринную систему и этим самым добиваемся мощного стимулирующего эффекта через цепочку. Кожа, нервная система, эндокринные железы, клетки организма. Второе. Сегментация кожных покровов. На ранних этапах образования человеческого организма происходит разделение центральной нервной системы на сегменты. Так, спиной мозг разделен на 31 сегмент. Посредством многочисленных нервов мозговые сегменты, спиной и головной мозг связаны с соответствующими сегментами кожи, дерматомами. В результате получается, что каждый участок кожи находится в строгой связи с определенным участком мозга, внутреннего органа, который контролирует этот участок и костно-мышечной системы. Смотрите рисунки соответствующие. Раздражение физическими агентами, свет, тепло, электричество, тактильное воздействие и так далее. Кожные зоны сказываются на соответствующем сегменте центральной нервной системы, а через ее вегетативные ганглии распространяется на орган и костно-мышечную систему. Очень интересный рисунок. Советую посмотреть зоны Захарина Геда и их связь с внутренними органами. Далее рисунок рефлекторной участки ступней ног человека. Первая черепная коробка, вторая шишковидная железа, третий гипофиз, четвертая большие полушария мозга, пятая мозжечок, шестое затылок и область горла, седьмое щитовидное и паращитовидные железы, восьмое позвоночник, грудной отдел, девятое надпочечники, десятое желудок, одиннадцатая почка, двенадцатая позвоночник, поясничный отдел, тринадцатая крестец, скобчик, четырнадцатая мочевой пузырь, пятнадцатые органы таза, шестнадцатая геморроидальные узлы. На основе этого в Институте физических методов лечения имени Сеченова в Севастополе в 1928-1933 годах под руководством Щербака был разработан сегментарно-рефлекторный метод. Ввиду того, что в основном раздражения кожи применялись в районе шеи и поясницы, то и метод называется соответственно воротниковым и поясничным. Экспериментальными и клиническими наблюдениями показано регулирующее действие воротникового метода на кровообращение в головном мозге, на давление цереброспинальной жидкости, высшие вегетативные центры, сердечно-сосудистую систему, различные виды обменных процессов, функции щитовидной железы и гипофиза. Поясничный метод воздействия оказывает регулирующее влияние на половые функции, кровообращение и питание в области нижних конечностей, на функции почек и надпочечников, органов малого таза и нижние отделы кишечника. Естественно, локальное воздействие отражается благоприятно и на всем организме, особенно на кровообращении, терморегуляции и обмене веществ. Показания к применению сегментарно-рефлекторного метода весьма широки из-за многогранного влияния и ответных реакций со стороны различных физиологических систем и органов тела. Так, воротниковый метод показан при вегетотрофических расстройствах в верхней части тела, при воспалительных процессах в мозговом веществе и его оболочках, при заболеваниях органов зрения, слуха, обоняния, заболеваниях, связанных с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы, при невротических и некоторых психопатических состояниях. Поясничный метод показан при спастических и атонических колитах, спаечных процессах нижней половины брюшной полости, поражениях мышц нижних конечностей, функциональных заболеваниях мужской и женской половой сферы. При этом создатель метода Щербак подчеркивает, что наибольший эффект от применения сегментарно-рефлекторного метода проявляется в случае правильного подбора раздражающего физического агента, специфические свойства которого могут оказывать влияние на те или иные механизмы развивающегося патологического процесса, так называемый биологический резонанс. Из всего многообразия раздражающих физических агентов для биологического резонанса с болезнью лучше всего подходит собственная урина. Это вполне понятно. Явление интерференции, лечение назодами, но за счет каких механизмов урина попадает внутрь организма. Исследования ученых показали, что меченая вода с одинаковой скоростью пробивается через кожу как снаружи внутрь, так и изнутри во внешнюю среду. Это один способ попадания урины внутрь организма. Можете посмотреть рисунок рефлексогенной зоны кистей рук и щиколотки. Занятный такой рисунок и очень полезный. На коже человека имеется огромное количество рецепторов. Имеются они и в области расположения точек акупунктуры. Рецепторы. Эти представляют собой высокомолекулярные белки определенного состояния, способные воспринимать, трансформировать и передавать информацию и энергию от внешнего раздражителя в акупунктурную систему. Акупунктурный канал, согласно исследованию от детских ученых, представляет собой электронопровод-ускоритель, в котором возникает эффект сверхтекучести, в результате чего вещества с поверхности кожи, стоком жидкости, могут быстро попадать внутрь организма. Это второй способ попадания урины внутрь организма через кожу. Можете посмотреть рисунок рефлексогенные зоны кистей рук. В природе существует эффект дальнодействия. Сущность этого феномена заключается в том, что энергоинформационные свойства лекарств и так далее распространяются в пространстве подобно волнам. Если это излучение попадает на другой материальный объект, то часть энергии излучения поглощается, и поглощающий объект приобретает свойства излучающего объекта. Это третий, наиболее важный способ передачи информации с урины внутрь организма. Причем, согласно исследованиям, реакция после нанесения какого-либо лекарственного вещества на кожу проявляется уже через 3 секунды. Третье, что расположено на коже. В коже располагаются потовые, слезные и сальные железы, рецепторы, экстрарецепторы и биологически активные точки, акупунктурные, волосы на коже. Всего в коже человека имеется около 3 миллионов потовых желез. В сутки они выделяют от 300 до 800 миллилитров поток, а в экстремальных условиях до полутора тысяч. Больше всего потовых желез находится на коже ладони, ступни, лба, груди, живота и предплечьем. Общая потовыделительная поверхность около 5 квадратных метров. Состав пота, выделяемый этими железами, сложен и содержит много мочевины, в литре около 1 грамма и минеральных солей. Слезные железы выделяют слезный секрет, который существенно влияет на скорость заживления кожных ран. Так, смазывание ран слезами повышало их скорость заживления на 30%. За счет чего это происходит? Помимо того, что в слезном секрете имеются вещества, способствующие заживлению, он сильно насыщен солями. Для сравнения, в плазме крови содержится около 8% солей. В моче 30%, в тканевой жидкости 64%, в слезной секреции 72%, а в потовой 75%. Но если в потовой секреции содержание солей зависит от принятия их с пищей и значительно колеблется, кроме того, там содержатся токсины и шлаки, предназначенные для выведения из организма, то в слезной оно постоянно и токсинов там нет. Из такого беглого сравнения можно предположить, чем больше содержится солей, тем целебнее жидкость при прочих равных условиях. Если мы упариваем урины до 1,4 первоначального объема, то этим мы сильно концентрируем ее солевую часть, которая может превосходить в этом отношении слезный секрет, а следовательно и его ранозаживляющие свойства. Вот и еще один аргумент в пользу того, что лучше использовать упаренную мочу, а не обычную или старую, как это рекомендуют Армстронг и другие уринотерапевты. Они просто не знали этих особенностей. В коже человека располагается около 250 тысяч сальных желез. Из них 225 тысяч смазывают волосы жиром, а остальные предохраняют кожу от высыхания. У новорожденного они работают очень активно. После 40 лет сильно снижается выработка сального секрета, и кожа высыхает, что неблагоприятно сказывается на ее функциях, а следовательно на всем организме в целом. В среднем у человека насчитывается на голове от 30 до 150 тысяч волос. При этом у здоровых людей за день выпадает от 30 до 100 волос, которые замещаются новыми молодыми. Поседение волос происходит из-за уменьшения с возрастом производства пигмента меланина в пигментных клетках волосяной луковицы. Втирание урины в корни волос, компрессы способствуют нормализации производства пигмента и восстановлению естественной окраски волос. Многочисленная практика уринотерапии подтверждает не только восстановление цвета волос, но и улучшение их общего состояния, а в отдельных случаях и восстановление волос после их выпадения. Чувствительность кожи очень велика. Так в каждом квадратном сантиметре кожи находится от 150 до 200 точек, отвечающих за восприятие боли. От 5 до 13 холода, от 1-2 тепла и 25 давления. Отсюда рекомендации для уриного массажа следующие. Он должен быть энергичным до появления небольшой боли. Только такая проработка будет способствовать оптимальным ответным реакциям нервной системы и внутренних органов. В настоящее время насчитывается около 70, по другим данным, более 1000 биологически активных акупунктурных точек. Воздействие на эти точки с помощью укола, прогрева, надавливания, нанесения раздражающих веществ и так далее, вызывает соответствующие реакции в организме. В Древнем Китае эти точки назывались передатчиками. Ввиду того, что в этих точках, вернее через них, осуществляется эффект сверхтекучести, воздействуя на них, например, наложение компресса из урины, можно легко вводить урину внутрь организма. Четвертое. Уринотерапия и глинолечение. Наиболее эффективно действуют через кожу глиняные катаплазии, они же компрессы, за счет своей огромной поглотительной способности. Замоченные на урины и ее различных вариантах, они значительно усиливают эффект. Так урина расшевеливает и сгоняет болезнь, а глина как бы впитывает болезнь в себя. Данная процедура является эффективным способом лечения болезней и применялась с очень давних пор. Помните древнюю тибетскую рекомендацию, когда при поражении костей, блядь суставы, ноги крутит и так далее, советуют прикладывать глину, сваренную в моче в горячем виде. Замечено, что глина проваренной аурины лучше удаляет яды. Вообще при болезнях вата рекомендуется это способ лечения. Вата это когда в организме сухость и холод, которые особенно сильно воздействуют на суставы, они трещат. Применяют глиняные катаплазии из урины следующим образом. Глину замешивают на моче, старая, упаренная, детская и так далее. Консистенция глины должна быть как у густой сметаны, то есть не течь. Смачивают хлопчатобумажную ткань или шерстяную, кладут на больное место, а сверху толщиной в 2-3 см слой глины. Сверху накладывают ткань или вощенную бумагу, оборачивают тканью и закрепляют с помощью эластичных бинтов или другими способами. При этом надо помнить следующее правило. При всех болезнях вата глину прикладывают в горячем виде, при болезнях слизи и желчи в прохладном виде, чтобы болезнь вытягивалась из тела наружу. Итак, глиняную катаплазию помещают в холщовый мешочек и носят на пояснице, если человек страдает радикулитом, прострелом и т.п. При этом можно использовать глиняные катаплазии по методике Щербака. Еще один пример. Ганди помещал увлажненную мочой глину в продолговатый матерчатый мешочек, похожий на рукав от рубашки, и обвязывал им поясницу со стороны спины при радикулите. Русские лекари применяли также катаплазию в нескольких вариантах. Они замешивали глину на крутых отварах лечебных трав. Например, чистотел, перебродивший 2 месяца, черный на вид, дурно пахнущий, лютик, спорыш, перегородки грецких орехов, полынь, немного мумию, но не всегда. Состав трав не имеет решающего значения. Главное – использовать катаплазию во вторую и четвертую фазы луны, когда все в организме идет наружу. Иногда они увлажняли глину свежей или старой мочой, делали смесь мочи и отваров трав, подмешивали в глину муку из сухих трав, коровий, конский или козий помет, который состоит из ферментированных, прошедших через желудочно-кишечный тракт, луговых и лесных трав. Глина за счет своих свойств придает урины особую структуру, насыщает ее лучистой энергией, ведь в глине имеются радиоактивные элементы в естественных количествах и пропорциях, что благоприятно сказывается на здоровье человека. Помните, в околоплодной жидкости имеются радиоактивные элементы, чтобы ребенок быстрее развивался. Помимо этого, урина насыщалась микроэлементами. Некоторые поступают следующим образом. Выдерживают урину от 1 до 5 дней в сосуде из металла, олого красная медь, а затем уже на ней замешивают глину и применяют при ряде серьезных заболеваний. Такая моча старится и приобретает щелочные свойства, то есть способность аммиака оторгать омертвевшее мясо, насыщенная ионами металлов, медные ионы обладают энергией ян. Само свойство щелочности тоже относится к янским, сжимающим факторам. Таким образом, если рост опухоли – это инский, расширяющий процесс, то применяя противоположные янские, сжимающие, мы можем успешно воздействовать на опухоль. Примерно так действовали русские лекари при раке мозга. Они наставили мочу в медном сосуде несколько дней, пока не появлялся характерный аммиачный запах, а затем на этой моче замешивали глину. Этой глиной обмазывали больному раком мозга всю голову, будто надевали водолазный шлем, оставляя щелочки для рта, глаз и носов. Периодически шлем меняли, как только подсыхала глина, примерно через 2-3 часа. Глина наносилась на голову в охлажденном виде. Нагреваясь, она тянула на себя болезнь. Проведенное нами исследование показало, что кожа является наилучшим местом применения урины. Воздействуя на этот самый большой орган человеческого организма, с его уникальными и многогранными связами, мы воздействуем на весь организм и добиваемся со стороны организма более выраженных реакций, чем при приеме урины через рот. К тому же урина оказалась наиболее оздоравливающим веществом, воздействующим на кожу, на сохранение ее нормальных свойств. Теперь ясно, почему древние йогины столько времени уделяли не употреблению ее внутрь, а массажу тела с упаренной урины. Именно в массаже кожи и заключается секрет правильного использования уринотерапии. Методики использования урины через кожу. Урина применяется. Первое. Для очищения организма через кожные покровы. Для этого подходит массаж или растирание тела с упаренной уриной до 1,4 части первоначального объема. Появление высыпаний на коже указывает на то, что очистительный процесс начался, шлаки выходят через кожу. Продолжайте массажировать или смаживать тело до полного очищения кожи. Если высыпаний будет слишком много, то подождите 1-2 дня, а затем снова приступайте к массажу. Наряду с этим видом расшлаковки организма, применяйте парные процедуры, что облегчит и ускорит очистительный процесс. Второе. Для лечения, энергетической стимуляции и микроэлементной подкормки организма. Для этой цели хорошо подходит массаж, смазывание, а также ванной с добавлением урины. Продолжительность процедуры от 5 минут до 2 и более часов. Компрессы на ступни ног прекрасно стимулируют общую энергетику организма. Для лечебных целей больше подходит активированная холодом детская и старая урина, но не более 2-3 дней выдержки. Для рассасывания солей хорошо подходит очень старая урина, упаренная до 1,4 части первоначального объема. Ее едкость расширяет поры кожи, а повышенное количество солей способствует за счет осмоса вытаскиванию отложений из организма. Если после применения такой урины, наоборот, появляется обострение, то попробуйте просто упаренную урину. Если и это будет вызывать осложнения, которые не похожи на очистительные реакции, то прекратите процедуру, ибо происходит притаскивание солей из урины в пораженное место по тому же закону осмоса. В этом случае используйте другие очистительные процедуры, например, сокотерапию, голодание и так далее. Для энергетической стимуляции организма подойдет урина, активированная магнитным полем и упаренная до 1,4 части первоначального объема. Можете упаренную урину дополнительно активировать магнитным полем. Третье. Для целенаправленного воздействия на пораженные органы. Для этого используйте массаж по сегментам тела, а также компрессы из урины на них. Опробуйте различные виды урины и остановитесь наиболее подходящей для вас. Для целенаправленной стимуляции ослабленных органов подходит смазывание кожи или массаж с учетом времени работы органа, то есть биологических ритмов. Четвертое. Использование биологически активных точек. Как уже ранее указывалось, через эти входные ворота, которых особенно много в области рук, ног, до локтей и до коленей, а также на голове, лице и шее, можно весьма успешно использовать эффект сверхтекучести, вводя урину внутрь организма. Поэтому, когда у вас нет времени, вы можете воспользоваться этим способом введения урины и хорошо простимулировать свой организм. Рисунок. Некоторые основные точки окупрессуры на голове и ухе, которые связаны с внутренними органами через тонкие меридианы. Из книги «Тайны пола». Пятое. В косметических целях. Для этого лучше всего использовать свежую, активированную, там, холодом, магнитным полем, или упаренную урину. Смажьте ее лицо, руки и шею. После высыхания повторите эту процедуру еще несколько раз и смойте теплой водой без мыла. Конечное обывание проведите прохладной водой. Можете массажировать эти участки тела с уриной, а затем смыть ее. Полезно проследить, сколько урины впитывает ваша кожа. 20-30 граммов вполне достаточно. В результате ваша кожа лица, рук будет в прекрасной форме. Для роста волос лучше всего подходит старая, детская и активированная урина. Эти виды урины можно втирать в область корней волос или делать компрессы. Шестое. Омоложение организма. Для этой цели подходит массаж, натирание или в ванной с детской уриной. В ванной добавляете 500 или более граммов детской урины. Как смазывать тело уриной? При смазывании применяйте легкие поглаживающие движения руками. Далее можно усилить воздействие до появления легкой боли, а затем перейти на поглаживание. Если во время голодания на воде и моче не применять смазывание урины, то положительный эффект голодания не всегда удается реализовать из-за большой нагрузки на сердце. То есть возникает тахикардия, сердце стучит. Но если смазывать тело уриной, то нагрузка в значительной степени снимается и голодание проходит значительно легче. Это испытал Армстронг. Подтверждаю и я своим примером. Армстронг вспоминает, что когда тело смазывается мочой, кровообращение улучшается и пульс нормализуется. Силы значительно сохраняются и можно плодотворно трудиться на голоде. Особые рекомендации. Их необходимо придерживаться при введении урины через кожные покровы. В первой и третьих фазах лунного цикла лучше всего вводить вещества, находящиеся в урины, внутрь организма. Во второй и четвертой фазах лунного цикла организм работает на выброс и поэтому используйте урину для кожного очищения. После массажа и других накожных процедур урину смывают, как только подсохнет кожа, через 2-5 минут. Теплой водой, а затем прохладной ополаскивают. После чего нужно вытереться полотенцем. Подкожные и внутримышечные уколы с уриной. Открытые способности кожи поглощают урину посредством вышеопишенных механизмов, делают ненужными этот вид введения урины. Наоборот, при введении ее под кожу или внутримышечно, организм тратит силы на рассасывание введенного вещества. Неоднозначен эффект воздействия самых введенных веществ. Профессор Филатов разработал методику стимуляции и моложения организма, названную им тканевой терапией. Для этого берет кусочек трубной ткани, обработанный особым образом, например, кусок кожи, выдержанный в течение 4 дней на морозе в темном месте, и вводит его под кожу. Организм начинает активно взаимодействовать с ним, в результате чего происходит сильная стимуляция всего организма. В инъекциях с уриной задействован этот же механизм, но эффективность многократно возрастает, когда урина вводится через всю поверхность кожи. Вдобавок, введенное таким образом вещество гораздо длительнее распространяется по организму, чем нанесенное на кожу. Таким образом, инъекции урины представляют симуляцию организма не по естественному, а по патологическому типу. Что значит введение вещества? Вдруг, неожиданно, в организме появляется скопление веществ, которое не свойственно данному месту. Организм активизирует свои силы на его рассасывание. Далее рассасываемое вещество поступает во внутреннюю среду организма и проявляет свои действия. В этом целебный механизм уколов с уриной. Если произойти передозировку или длительно применять инъекции, то ответные реакции со стороны организма притупятся или извратятся, а может возникнуть инфильтрат. Вот почему инъекции по замкову и ханинеи проводились курсами, и эффект их был ярко выражен в первом курсе. Массаж с уриной по йоговской системе позволяет ежедневно вводить лошадиные дозы без боязни передозировки естественным путем в течение всей жизни и добиваться ошеломляющих результатов. Итак, мы с вами разобрали способы введения урины в организм, механизм их действий, и теперь знаем, как и для чего применять ее, чтобы добиться того или иного эффекта, а не действовать слепую, как часто это происходит. В заключении этой главы еще раз подчеркну, что наиболее эффективно применение урины через кожу, к чему должен быть готов человек, практикующий уринотерапию. Исходя из ранее описанных свойств урины, можно сделать вывод, что действие на организм человека многогранно и сильно. Поэтому первые же приемы урины внутрь или наружно у некоторых людей могут вызывать сильнейшие ответные реакции. У других подобные реакции наступают через несколько месяцев, а у третьих, кроме медленного, плавного, улучшения никаких кризисов не происходит. Неготовность людей к подобным кризисам иногда пугает и настораживает. Ряд ведущих специалистов в области медицины утверждает, что без ярко выраженного ухудшения, которое свидетельствует, что лечение зацепило и выводит из организма болезнь, исцеления не происходит. Украинский академик Болотов подчеркивает, однако следует помнить, что положительные результаты лечения не могут быть получены без стрессовых состояний в организме. Японский профессор Кацуза Ниши, изучивший и проверивший на практике свыше 70 тысяч источников литературы по оздоровлению и успешно лечивший рак, говорит, что без характерных внешних симптомов, по-японски это менке, излечение невозможно. Эти симптомы всегда выражаются в ухудшении здоровья больного человека. Выбросив из себя болезнь, организм затем быстро восстанавливается и болезнь исчезает навсегда. Этот же процесс описывает и Константин Бутейко, называя его ломками. Итак, у тех людей, у которых бывает обострение от применения урины, создается мнение, что они отравились. Медицинские работники, которым они сразу же обращаются за помощью, ругают этих людей, а заодно и всех распространителей уринотерапии, и особенно меня. Ввиду того, что подобный вопрос не разбирался, осветим его с разных сторон и подкрепим практическими примерами. Кризисные эффекты, возникающие при применении урины. Итак, человек начал принимать урину через рот несколько раз в день по несколько глотков. Обычно у большинства людей в желудочно-кишечном тракте находится много слизи и других болезнетворных веществ, о которых они не подозревают. Эти вещества начинают отторгаться и выводиться. Все это проявляется в виде очистительного кризиса, сила которого зависит от степени поражения и наличия жизненных сил для его осуществления. Приведем ряд примеров. Рассказывают конкретные люди, применявшие уринотерапию. Пример. С марта этого года под влиянием рассказов об успешном лечении уриной начала пить мочу один раз в день по 150-200 граммов. Через одну неделю после начала уринотерапии началось сильнейшее расстройство желудка, скорее всего, всего пищеварительного тракта, которое продолжалось две недели с выделением невероятного количества слизи. Дополнительно очистилась печень ночью самопроизвольно. Расстройство прекратилось неожиданно. При более серьезном поражении организма, особенно печени, сильной зашлакованности и общей слабости, возникают другие временные неприятности, которые необходимо преодолеть для получения положительного результата. Пример. У меня постоянно болело горло, особенно осенью и зимой. Печень побаливала, так как я два раза болела желтухой. Первую неделю пила всю суточную мочу. У меня был не жидкий стул, а наоборот, запор. Стала пить сырую теплую воду. Начались отеки. Я стала пить меньше мочи. Два-три раза в день. А потом только по утрам. Растиралась три раза за месяц в 23 часа. А под конец месяца лечения плохо себя почувствовала. Печень стала болеть. Появились сильные резы. Иногда весь бок болит. Я бросил лечение. Сейчас сижу только на соках. Есть нельзя. Врач сказал, что возможно. Где-то есть ранка, которую разъела моча. Вот я и думаю, что может быть и печень моча разъела. Моча стала мутная, густая и очень темная. Что мне делать? Пока не лечилась, моча была светлая, хорошая. Домашние ругают меня, что я всему верю. Я очень истощала, а есть не могу. Кто же меня теперь вылечит? Комментарии и рекомендации. Эта женщина приполнена шлаками. Частая простуда и больная печень. Массированное употребление урины внутрь в течение недели. Возможно, здесь и неправильное начало в лунном цикле для очищения желудочно-кишечного тракта. Лучше всего использовать вторую и четвертую фазы лунного цикла. Ввиду этого организм стал работать не на выброс, а на удержание. Это возможная причина запоров. Вызвало мощный выброс шлаков в кровяное русло. Это привело к перегрузу выделительной системы. Встал кишечник и заболела печень. Муч в моче говорит о запуске механизма выделения из организма. Это очень хорошо. Теперь этот процесс надо довести до конца. Начинать надо было с очищения кишечника толстого. Питье раз в день по утрам и компрессом на область печени и поясницы. Перед вами пример неправильного вхождения в уринотерапию. Теперь, чтобы помочь организму, необходимо пить урину 1-3 глотка по утрам, делать компрессы на печень, уриновые клизмы, пить талую воду и почаще посещать парную. Но находиться в парной в зависимости от самочувствия. Начиная уринотерапию, прислушивайтесь к реакциям своего организма, плавно увеличивайте дозировку урину. И не ходите к глупцам, которые могут сказать, что моча разъела печень. При очень сильном поражении организма, при наличии у человека достаточного количества жизненных сил и применении сильной мочи, очистительно-оздоровительный кризис бывает наиболее мощным. Пример. У меня болели суставы, выкручивала ноги, частые судороги, заклинило суставы рук и ног. Я рассыпался. Диабет, ревматизм, экзема, псориаз, грибковые заболевания. Все эти недуги практически оставили меня в покое и я стал неутомимым в танцах. Очень резко повысился мой жизненный тонус. Что ж он делал? Я два раза чистил печень. Первый раз оливковым маслом 200 грамм и 200 граммов урины. 100 граммов очень старой, более 7 дней выдержки. 100 граммов свежей, так как лимонов вообще не было. Значит, о том, как правильно очищать печень, смотрите книгу очищения организма и здоровья или переработанный первый том книги целительной силы, который я уже прочитал. Чистка была очень жесткая. Вечером немного пронесло, а утром, примерно с 3 до 7 часов, меня сжимало и выкручивало. Из меня текло непрерывно и коричнево, и черное, и хлопья, и какие-то сгустки выходили. За неделю я похудел на 12 килограммов. Комментарий рекомендации. Этот человек был переполнен болезнями и шлаками, но у него еще было достаточно жизненных сил, и его возраст 47 лет. Начало очищения с 4 до 7 часов, когда работает толстый кишечник на выведении. Говорит о наличии этих сил. Применение очень старой урины, в которой появились биологически активные вещества, а также ферменты, способствующие очищению эпителиальных покровов, сделали эти 100 граммов очень старой урины сильнейшим лекарством. Сила такого комбинированного очищения и последующий эффект уникальны. Избавившись от 12 килограммов патологически измененной ткани и шлаков, организм этого человека действительно воскрес. Когда урину принимают накожно, возможно возникновение специфических кризисных явлений. Пример. В 31 год я начала внезапно терять волосы. У меня был нервный стресс, и волосы выпадали пучками. Мой мастер-парикмахер, это была пожилая иранка, посоветовала мне делать перед мытьем головы компресс из теплой мочи. Я выполнял эту процедуру в течение 6 месяцев, и мои волосы восстановились полностью. Исчезла перхоть, зуд головы, волосы стали блестящими, шелковистыми. Компресс я делала 2-3 раза в неделю, только сначала я очень коротко стриглась. Помню, после первых 3-4 процедур у меня на голове появилась сыпь, был страшный зуд, болячки. Но я все перетерпела, так как мне сказали, что это все пройдет. Уже прошло около 17 лет с того времени, а я до сих пор благодарна за совет, комментарии и рекомендации. Накожное применение урины всегда приводит к очищению организма и тянет всю грязь наружу. Поэтому, когда у вас на коже появляется сыпь после 4-5 массажных процедур с уриной, знайте, что механизм очищения запущен. И продолжайте его поддерживать, выполняя смазывание кожи или массаж через день, а то и два. Почаще ходите в баню, потейте, помогайте кожу избавиться от шлаков. Можете поголодать, это еще лучше выведет шлаки из организма и ускорит ваше оздоровление. И еще раз предостерегаю от чрезмерного увлечения высокими дозировками на начальном этапе. Вы можете не подозревать, насколько ваш организм прогнил, сколько болезней обитает в вас и готовы проявиться в любой момент. Урина выводит их наружу, обнаруживает то, о чем вы не подозреваете. Пример. Я пробовала голову массировать с уриной. Сделала массаж три раза перед баней. Перхоть прошла, волосы стали очень мягкими. Потом, на четвертый раз, очень хорошо намассировала голову. А в воскресенье начались сильные головные боли и давление поднялось 160 на 100. Массаж я прекратила и пить урину стало один раз. Через неделю боль в голове стихла. Комментарии и рекомендации. У этой женщины был сильно поражен организм. Вместо вазочки с конфетами лежали лекарства. Скорая была раз в неделю. Массаж головы, ее акупунктурных точек и других рефлексогенных зон резко подействовал на организм, что привело к вышеописанным ответным реакциям. Необходимо очистить печень. Она загрязнена, что является одной из причин повышения давления. А вот симптомы, возникающие при рассасывании тромбов на ногах. Пример. Сейчас у меня печень после малярии больная. И на правой ноге закупорка вен. Прочтя вашу книгу «От корки до корки» и пью урину уже месяц. Стало сильно чесаться на ноге, где закупорка. Будто там прыщ. Смотрю, а закупорка прошла. Я очень обрадовалась и теперь пью три раза. Если у человека имеются камни в желчном пузыре или в почках, но он об этом не знает, а принимает урину от совсем другой болезни, то с мочой начинает отходить песок. Это не должно удивлять вас, ибо это благотворная работа урины по ликвидации разнообразной, в том числе и этой патологии. Пример. Я начал заниматься уринотерапией в 1990 году. За это время ушел шум из головы, стал слышать на левое ухо, перестали мерзнуть руки, расправились пальцы на руках и ногах, вышли камни из желчного пузыря. Три месяца шел песок, была опухоль в коленях, прошла. Когда вы будете очищать толстый кишечник, а с ним заодно весь организм с помощью уриновых клизм, то вначале могут быть сильные боли, моча будет сразу же выбрасываться. Все это свидетельствует о патологии толстой кишки и всего организма в целом. При применении клизм с упаренной уриной из вас могут выходить глисты, аскориды большого размера, цепни, медузообразные сгустки, черные как деготь образования, пленки, оторванные полипы и прочая нечисть. Выход этого добра – наглядное подтверждение целительной работы урины. Продолжайте делать клизмы через день-два, давая передышку организму, чтобы боли стихли, и опять до тех пор, пока все не придет в норму. И даже упаренная урина сможет держаться в вашем организме 20 минут и более. Пример о результатах чистки организма. Дважды почистила кишечник. Во время первой чистки вышел такой жгут, а к нему как будто подвесили бусы и скала. Сколько дряни вышло, не описать. А когда делала микроклизмы с упаренной уриной, такие шматки выходили. Мне иногда страшно было, неужели все это выходит из моего организма. Когда делала первую чистку кишечника, чистка совпала с воспалительным процессом. Как весна, так и обострение хронического колита. Такие адские боли были в животе. Помогла глина. Три раза в день приходилось менять ее. Комментарии и рекомендации. Эта женщина поступила очень правильно. Когда возникли боли, сняла их глиняными катаплазиями. Но первый цикл клизм был сделан. Во время второго цикла клизм, она выбила из себя глубинную патологию, которую ничто кроме упаренной до 1,4 урины взять не может. И само второе очищение прошло без всяких осложнений. Поэтому всегда очищение толстого кишечника начинайте с применения простой урины. А только после этого с упариной. Применение урины при гинекологических, проктологических и других подобных заболеваниях вначале вызывает сильную жгучую боль. Это результат воздействия кислой среды урины на гниющую, то есть щелочную поверхность раны и так далее. После нескольких процедур боль проходит и все быстро заживает. Пример. Пример взят из книги Масленникова «Тайна напитка богов». Больная М. 36 лет. Эрозия шейки матки. По ее словам, началось это 12 лет назад после трудных родов. Были разрывы. Последние три года болезнь находилась в стадии цветущей розы. Решено было делать утреннее спринцевание своей уриной, свежей, теплой и ночной. Обильные мочевые тампоны из собственной выдержанной, то есть старой мочи. После первого спринцевания больная почувствовала лишь небольшое как бы пощипывание. Через 2-3 часа после введения первого тампона во вторую ночь появились такие невыносимые боли, что больная убрала тампон и хотела совсем отказаться от них. Я старался убедить ее, что боли от цветущей розы, что пока моча не уберет из излезвление слизистой, пока не появится здоровая ткань, нужно пройти через эту боль. Рассказал ей о случае с гангреной ног, когда профессор заставил больную терпеть боль, пока моча не убрала распадающуюся ткань и пока не образовалась новая здоровая кожа, благодаря чему ноги были сохранены. И мне удалось убедить ее не прекращать лечение тампонами. Боли при тампонах продолжались 3-4 дня. Менее чем через неделю боли ушли совсем. Пить свою мочу больная стала только с третьего раза. Дважды у нее была работа. Дни через 10-15 она пошла к гинекологу. Участковый врач больной отсутствовал и принял ее другой врач. После долгого знакомства с обширными записями полугодовалой давности в учетной карточке больной и после тщательного осмотра ее, врач удивительно произнесла «Странно, в вашей карточке так много всего, а у вас ничего не вижу, у вас все чисто». Комментарии и рекомендации. Тампоны в таких случаях вначале делают не из выдержанной мочи, а из свежей, можно детской. Свежая урина обладает противовоспалительными и противоболевыми свойствами, и только после этого следует применять тампоны с упаренной уриной, либо старой, которая отторгает омертвевшие. Пример. У меня уже ранее был парапроктит. Была сделана по этому поводу операция. И вот теперь рецидив. Опухоль, скулак. Ходить почти не могу. Надо идти на операцию. Малахов, то есть я, посоветовал мне делать микроклизмы из упаренной урины и почаще прикладывать компрессы из нее же на область промежности. После первых микроклизм в районе парапроктита запекло, как от каленого железа. Но я терпел и делал. Раньше у меня был небольшой геморрой, который я не чувствовал. Но после микроклизм он вышел наружу в виде висюли. Я продолжал все выполнять. В итоге геморрой сам залез обратно. И через две недели полностью исчез парапроктит. Прошло уже три года, как там ничего нет. О том, какие боли могут возникать, автор убедился на самом себе. После наложения тампона со свежей уриной на внутренний геморрой и опухоль, которая перекрыла просвет прямой кишки и мешала опорожняться, начались жгучие боли, отдающие в ногу, спину, мошонку. Боли продолжались более двух недель, так как я продолжал процедуру регулярно. Хотя сократил время держания тампона, то есть такого жгутика или там турундочки, с двух часов до двадцати минут. Боли настолько ослабили и озлобили меня, что я никого не хотел видеть. Это было тяжелейшее испытание. Под конец я почувствовал, что боли в районе стенок толстой кишки стихли и уходят внутрь, выжигая метастазы. Далее я перешел на тампоны жгутики, то есть турундочки с упаренной уриной, и никаких болей уже не было, все нормализовалось, на что в целом ушло около четырех недель. Но первые две недели я не забуду никогда. Именно через них я понял, что испытывает раковый больной перед своей кончиной. Безумную, безысходную боль. Такого больного устраивает любой конец. Пусть отрежут хоть полтуловища, но боль прекратится, или уже быстрее помереть, чтобы покончить с адскими мучениями. Две недели боли произвели во мне перерождение. Пройдя через них, я стал совершенно другим человеком. Произошло не только физическое, но и нравственное очищение. Через боль сжигания кармы. Когда под влиянием уринотерапии убивается и отторгается опухоль, это выражается в других неприятных симптомах, через которые также необходимо пройти. Пример. В 1988 году у меня обнаружили рак левой груди. До 1990 года я ничего не делала, а опухоль выросла до размеров гусиного яйца. Боли не было. В октябре 1990 года я начала уринотерапию. Пила мочу натощак по утрам, а на груди делала компресс. До июля 1992 года никаких изменений не было, но рост опухоли приостановился. В июле из соска выделился гной, а затем и кров. В августе на соске образовалась ранка размером с двухкопеечную монету. Из нее стала бить струйкой кров. Из-под соска потекла ручьем. Вытекала сразу одна треть их ковша. Потом сама останавливалась. Мои дети привозили из больницы онколога. Он осмотрел меня и сказал, что так не должно быть. Он не знает, что со мной. Порекомендовал лечь в больницу для облучения. Я отказалась. Объяснил ему, что пью мочу и делаю уриновые компрессы. Он пожал плечами и ничего не сказал. В сентябре и октябре кровотечения были часто, через день. А с 1 декабря прекратились. Выходит только гной. Вокруг соска образовалось много водянок под дной или группами. Они лопались и из них выделялся гной и кровь. Комментарии и рекомендации. Отторгнутая раковая ткань выходит через кожу в виде гноя. Необходимо почаще делать компрессы, глиняные катаплазии для быстрейшего введения разлагающейся опухоли из организма. Уменьшение опухоли, выход ее в виде гноя и тому подобное – хорошие симптомы, указывающие на успешное лечение. Нужно продолжать его до победного конца. И наконец, под влиянием уринотерапии возникает эффект накопления. В начале первых месяцев уринотерапии все идет нормально, хорошо, но далее из организма начинает выходить скрытая глубинная патология тонких уровней. Например, с голографического тела. В результате с человеком происходят очень неприятные и болезненные вещи, через которые также необходимо пройти, чтобы освободиться от скверны, безоговорочно веря в положительный результат. Пример. В детстве, как и все маленькие дети, я переболел кучей болезней. Когда я учился во втором классе, я попал в больницу, мне удалили миндалины. Все анализы показывали, что у меня ревматизм. Почти до шестого класса хрустели суставы. Было больное сердце, избыточный вес, приходилось выслушивать насмешки и прозвища от сверстников. В 13 лет я начал заниматься спортом. Было великое желание поступить в летное училище. Мечта моя сбылась. В 18-20 лет я был нормальным, сильным, здоровым парнем. Но училище мне удалось закончить. Я получил психическое заболевание, которое приобрело хроническую форму. И через каждый год, а то и полгода, приходилось посещать нелицеприятное заведение. Мне дали вторую группу инвалидности. Другими заболеваниями до 25-летнего возраста я не болел. В промежутке 25-30 лет я стал восприимчив к гриппу. Но медикаменты никогда не употреблял. Считал, что с болезнью организм должен бороться сам. Ох, какой молодец. Наступили какие-то критические моменты. И вроде жить-то хочется. И в то же время жизнь не в радость. Сердце берет какая-то непонятная, невыносимая тоска. Постоянные заботы и тревоги отбирают все силы. Все в сером цвете. Да еще полтора года назад меня начали мучить зубы. Три зуба пришлось удалить и поставить протезы. А ведь по утрам я их чистил каждый день. Увы, наивно думать, что зубы сохраняются от чистки. Даже регулярно. Этого совершенно недостаточно. Крепость зубов зависит от здоровья всего организма и правильного питания. Поэтому обратите внимание на работу желудочно-кишечного тракта, на полноценность питания. И тогда зубы будут сохранены без щетки. Книгу вашу я обнаружил совершенно случайно. А именно, уринотерапия. Древние методы толкования практика. У меня мать медицинский работник, поэтому подобную литературу она собирает. Прежде чем начать пить урину, я несколько раз внимательно прочитал вашу книгу. Вот так и надо поступать. Пить начал сразу, без всякого привыкания. Три раза в день. Свежую, среднюю часть, не отрываясь. Нечетное количество глотков. С помощью компаса сориентировался на восток. Первый прием я делал с 3 до 5 утра. Второй с 11 до 13. Третий с 17 до 19. После 20 часов до 3 утра никогда ее не употреблял. Массаж я делать не стал. Все-таки присутствуют какие-то барьеры того, что люди, окружающие тебя, не должны знать, что ты занимаешься этой процедурой. До сих пор у меня в семье никто не знает, что я занимаюсь уринотерапией. Намного проще иметь часы на руках и в кармане складной стаканчик. Все это ты можешь использовать в любой момент в назначенное время. Я как-то хотел с матерью разговаривать на эту тему, но она мне дала понять, что у них в больницу с отравлением мочой различными осложнениями поступает немало людей. Тогда я этим словам не придал никакого значения, как все время пил, так и продолжал пить. И еще, меня не остановило то, что первый месяц приема во время эпидемии гриппа, причем грипп ходил очень коварный, я переболел им каких-то 2 дня. Раньше это было 4-5 дней. Первые 3 месяца у меня не было никаких ощущений, но я заметил, что испражняться стал каждый день регулярно утром в одно и то же время. Это лишнее доказательство того, что уринотерапия налаживает внутреннюю энергетику организма, согласует активность акупунктурных каналов с внешним проявлением энергии. Раньше такого я за собой не наблюдал, и где-то через 3,5 месяца возникла острая боль в запястьях рук и коленных суставах. Ноги начала выкручивать так, что хоть на стенку лезть. У меня часто крутило ноги под непогоду, но такого не было. Появился геморрой, сильные боли в половых органах, резь при мочеиспускании, половое бессилие, ужасные боли в пояснице, в самом позвоночнике, резь в животе, боли в правом боку, под грудной клеткой в области солнечного сплетения, сильная изжога, боли в легких, кололо сердце, болело горло, закладывало нос, болело правое ухо, заболели зубы. Некоторые из них начали шататься, непонятный осыпь на теле, прыщи, угры. До фурункулов, правда, дело не дошло. Появился грибок между пальцами ног. Около паха вообще грибок ужасный был. Температура тела не поднималась. Если нет подъема температуры тела, то это симптом, указывающий на кризис, а не на болезнь. Все это продолжалось месяц небольшим. Одна болячка сменяла другую без перерыва, потом угасала, потом опять возвращалась. Было такое время, что на день функционировали по 2, по 3, а то и по 4 болячки. Извините, но это был кошмар какой-то. Этот промежуток времени для себя я окрестил маленьким адом. Вот здесь я и вспомнил то, что говорила мне мать. И у меня сложилось впечатление, что отступать дальше некуда. Раненый зверь намного опаснее здорового. Появилось странное хладнокровие. Странное хладнокровие – это когда включается наша неизменная сущность душа. Она знает, что гибнет тело, но не она сама. Слепая вера, находящая до фанатизма, что все будет нормально. Я продолжал ее родимую пить. Шутки с шутками. А ведь тогда мне было не до шуток. Кроме этого, утром и вечером стал полоскать рот, горло, промывать нос урины. Применять вечером душ каждый день. Все это я делаю и по сей день. Конечно, я готовил себя к кризисным явлениям, о которых вы упоминаете в своей книге. Но вот такого не ожидал. По-моему, это было похоже не на кризисное явление. Этот человек правильно оценил ситуацию. Это не кризис, а изгнание овладевшего им демона. Это была беспощадная, жестокая война здоровых сил организма со всей нечистью, болячками, болезнями, которыми в большинстве случаев ты никогда не страдал. И от существа некоторых даже не подозревал. Маховик этой страшной борьбы был раскручен настолько, что мне казалось, остановить все это невозможно. Молился и крестился. Облегчение почувствовал на пятом месяце приема урины. На шестом попробовал заняться бегом. В молодые годы, я имею в виду после армии, несколько раз пытался бегать кроссы, но пробегал 2-3 километра. На следующий день у меня болели мышцы так, что отбивало всякую охоту дальше заниматься. Первый день я пробежал 3 километра, как когда-то бегал раньше. И велико же было мое удивление, когда на следующий день я не почувствовал никакой боли в мышцах. Тогда пробежал на следующий день 5 километров, потом 6. От нагрузки я чувствовал приятную усталость в ногах и теле. И ноги мои гудели, как трансформатор. Я начал бегать по 10 километров. И на этом не остановился. И если честно сказать, я никогда таких дистанций не бегал. А сейчас бегаю каждый день по 10 км без отдыха. Появилась какая-то странная выносливость. Ростом я 1 метр 80 сантиметров. Вес 92 кг. Для моих лет это еще не страшно иметь такой вес. Мне 31 год. На 7 и 8 месяце приема урины изо рта стали частично выходить волосы. Один раз вообще клубок вышел из 4 сплетенных волос. Вот это у меня никогда не было. Мать мне сказала, что это выходят болезни и волосы эти обязательно надо сжигать. Что я и сделал с большим удовольствием. Сейчас я вешу 80 кг. Как нормальный здоровый парень в 20 лет. Тело мое стало чистым, упругим, красивым, сильным. Исчезли морщины на лице. Большое спасибо вам за вашу брошюру. Только благодаря вам я взглянул на мир другими глазами. А самое главное, уже 2 года я не посещаю дурдом. Попросту говоря. Вот это для меня действительно неожиданность. Теперь по настоящему чувствую каждое время года. Которое по своему прекрасно. Даже в молодые годы я так не ощущал его. Сейчас я окончательно понял, что самая большая ценность для тебя это твое здоровье. Посредством которого ты воспринимаешь все то прекрасное, что дают тебе люди и природа. Люди ищут какие-то травы. Тратят огромные средства на химикаты, медикаменты. Не подозревая того. Какой совершенно простой нам шанс дает природа, чтобы выжить и жить. Письмо этого молодого человека я оставлю без комментариев. Судите сами и мотайте на ус. Продолжим дальше. Пример. Пью с нового года, мочу по утрам ее среднюю часть. После дня голодания я хожу в парную и там особенно чувствую эффект применения урины. В банке, где я нахожусь 3 часа, оздоравливаюсь, наслаждаюсь. Бедные люди, которые не знают этого наслаждения. 15 лет хожу в баню и питаюсь семьей грамотно. И поэтому твердо знала, что урина не вызовет рвоты, отравлений и других негативных явлений, о которых появились сообщения предостережения о прорежении в печати. Женщина-соседка, забитая шлаками, питаясь чрезмерно, обедаясь мясом, соленьями, кидаясь в крайности и ожидая немедленного результата, попила мочу день и якобы с отравлением отправили ее в больницу. Ей потом сказала, что надо с толком, с чувством, с расстановкой подходить строго индивидуально к любому лечению. Учитывая язвенный колит, гастрит и прочее, а потом от таких невежд пишут в газетах статьи, отталкивающие людей от истинного праведного лечения, поддерживающего и продлевающего жизнь. Обидно, слушай, обидно. Итак, в данной главе исчерпывающие показаны кризисные состояния, как результат стимуляции жизненных сил организма на выброс болезни. Мы настраиваем вас на серьезное, вдумчивое отношение. Не верьте другим работам, где все гладко и везде успех. Помните, рано или поздно вы встретитесь лицом к лицу с собственными болезнями, и они так просто не уйдут. Вот и закончилась эта глава. Применять или не применять урину, пусть решает сам читатель. Задача автора подробно разъяснить, с чем вы можете столкнуться, как это преодолеть и что ждет впереди. Который раз сбывается утверждение древних мудрецов. Урина – средство для смелых, а от себя добавлю, стремящихся к знанию и очень наблюдательных людей. Урина терапия в конкретных случаях. Ввиду того, что урина оказывает сильное многогранное воздействие на человеческий организм и может подаваться внутрь различными путями, существует множество методик ее применения, а также комбинированных взаимно усиливающихся сочетаний. Урина терапия голодания, урина терапия глиналечения и так далее. Отсюда вывод, что здоровому человеку в профилактических целях подходит одна методика, а при болезнях совершенно другая. Разберем эти вопросы. Как правильно начать урина терапию? Любая методика оздоровления только тогда действенна и приемлема, когда человек знает механизм действия данной методики, и сама методика отвечает следующим требованиям – безопасности, эффективности, наглядности и простоте применения. Итак, на первом этапе применения любой методики важна интеллектуальная подготовка, получение исчерпывающих знаний о данном предмете. Предыдущее изложение книги и есть эта подготовка. Другие страхи, связанные с использованием урины, завязаны на сексуальных проблемах. Урина выходит из половых органов и может бессознательно ассоциироваться с чувством запрета. Однако, сексуальный компонент урина терапии обладает большим зарядом энергии. Все неврозы связаны с подавлением, нравственным запретом. Запреты подавления нарушают естественное циркулирование энергии. Кроме того, энергия тратится на поддержание этого нелепого запрета. Знайте, природа осуществляет свои процессы таким образом, чтобы энергия вырабатывалась и циркулировала свободно, а использовалась спонтанно по мере необходимости. Так счастье и уверенность являются естественными состояниями ума. Они увеличивают энергетику и способствуют ее свободной циркуляции. Когда у нас развиваются неврозы, мы блокируем естественный поток энергии, прерываем ее нормальный выход. Отсюда невроз, возникающий на почве секса, традиций и еще чего-либо другого, создает блокировку и потерю энергии. Поэтому более свободное отношение к урине – большой шаг, особенно если предпринимаете его с мыслью, что мы устраняем как умственную, так и физическую блокировку. Даже древние отшельники утверждали, что урина обладает способностью освобождать энергию ума и тела. Как только мы разрушим шоры в своем уме, которые удерживают нас от использования урины, энергетический процесс, а вместе с ним и физиологический, пойдут беспрепятственно. Отсюда уринотерапию можно высоко оценить с психологической точки зрения, даже не учитывая физиологического аспекта. Если мы обнаружим, что урина может быть нам чем-то полезна и что она меняет наше отношение к чему-либо, что мы ранее считали неприятным, то мы почувствуем себя более жизнеспособными, энергичными, свободными для раскрытия других загадок жизни и своих собственных потенций. Таким образом, можно повернуть наше отношение к природе в более положительную сторону, чтобы неизвестное стало скорее предметом удивлений и загадки, чем то, что вызывает отвращение и страх. Когда психологический барьер снят, важно показать человеку, что использование урины безопасно, эффективно, просто и наглядно. Если человек на личном опыте убеждается, что то, что ему предложили, действительно соответствует услышанному ранее, сам чувствует улучшение и убеждается в безопасности, его теперь трудно в чем-либо разубедить, а тем более навязать обратное мнение. Итак, мы предлагаем вам методику правильного и постепенного вхождения в уринотерапию. Вы почувствуете первые результаты уже через неделю, более серьезные через месяц, еще более через полгода. Далее вы сами решите, стоит ли вам продолжать или нет. Когда начать практиковать уринотерапию и с чего? Любое новое дело начинайте с началом лунного цикла, то есть месяца. Это естественный природный цикл, причем полный, и важно действовать в согласии с ним. В особенности это касается мужчин и детей. У женщин начало уринотерапии можно приурочить к началу менструального цикла через 1-2 дня после месячных. Такое начало не будет вносить никаких существенных изменений в естественный ход физиологических процессов. Ввиду того, что у многих животных, а также после некоторых операций у человека, кал и мочеотделения соединены и осуществляется через прямую кишку, логично начать уринотерапию с клизменных процедур. С физиологической точки зрения это обосновывается тем, что у современного человека именно толстый кишечник является самым большим объектом интоксикации организма из-за грязи, образовавшейся в нем от неправильного питания. Клизмине с уриной быстро очистит толстый кишечник, что в целом даст выраженный оздоровительный эффект через неделю. Но это при условии, что в нем нет серьезных заболеваний. Процедуру можно делать так, сразу после опорожнения ввести посредством резиновой груши 200-400 граммов урины в 2-4 приема, один за другим. Можно использовать детскую урину, особенно до 10 лет, независимо от пола. О том, как правильно делать клизмы, более подробно и обстоятельно описано в книге «Очищение организма», том 1. Так поступайте ежедневно в течение недели. Это первый этап, который покажет вам, что урину применять просто, безопасно и полезно для улучшения здоровья. После этого вы можете приступать ко второму этапу, который продемонстрирует вам эффективность и наглядность. На этом этапы. Промывайте носоглотку свежей уриной, смачивайте кожу лица и рук, а также делайте клизмы с упаренной уриной. Помочившись утром, вы собираете урину в кружку и сразу же промываете ее нос и смазываете кожу лица и рук, можно и шеи. Как только кожа высохнет, обмойте ее теплой водой без мыла, а затем сполосните прохладной водой и вытрите с полотенцем. Если вы хотите использовать мыло, то вначале умывайте с мылом. Затем после вытирания смазывайте уриной. После высыхания кожи смывайте, как указано раньше. Помните, мыло сушит кожу, решает ее защитного кислотного покрова. Урина, наоборот, питает и улучшает функцию кожи. Вот эти две простые процедуры улучшают ваше самочувствие, настроение и кожу. Постепенно меняйте питание. Вначале с жидкости, потом овощи, фрукты по сезону, в холодное время тушеные овощи и сухофрукты. И только после этого каши из цельных круп с минимумом специй. Вместо каши можно есть орехи, картофель, мясо и другие натуральные продукты, но только раздельно. Перестроив таким образом питание, вы убедитесь, что урина на вкус стала значительно лучше, а вы здоровее. Из такой урины желательно готовить упаренную и ее употреблять для клизм. Клизмы из упаренной до 1 четверти первоначального объема урины делайте через день. Первую сделайте с 50 граммами, для смелых со 100 граммами. Через день добавьте еще 50 граммов. И так через день увеличивайте дозу на 50 граммов. Доведите количество вводимых за один прием упаренной урины до 250-500 граммов. А потом, так же постепенно, через день, сбавьте до 50-100 граммов. На этот этап у вас уйдет около 20 дней. Эти клизмы продемонстрируют, что у вас обитало в толстом кишечнике и как легко теперь жить без этих соседей. Теперь, когда вы познакомились с уринотерапией и разгрузили выделительные системы, приступайте к третьему этапу, который приурочит к началу лунного цикла. На этом этапе вы начинаете пить среднюю часть урины утром, нечетное количество глотков, промывать нос и делать 1-2 раза в день, можно и чаще, смазывание или массаж тела упаренной уриной. Попробуйте вместо массажа, если это вам обременительно, использовать компрессы на ступне ног, область поясницы и шеи. Вначале держите компрессы 10-20 минут. Если не будет сильных ответных реакций со стороны организма, время постепенно увеличьте до 2-4 часов. Можно и на всю ночь делать. Для женщин великолепная добавочная процедура будет подмывание и спринцевание половых органов свежей урины. Клизмы на этом этапе делать по необходимости. По окончании 6-месячного курса вы будете совершенно другим человеком. Если у вас проблемы со здоровьем, то вы пройдете через очистительные и оздоровительные кризисы и в конце концов обретете здоровье, которого раньше у вас не было. Приведу пример конкретного диалога. Когда вы начали заниматься уринотерапией? Уринотерапией начала заниматься 2 года назад в сентябре. Постоянно и ежедневно занимаюсь с января. Что вас побудило к занятиям уринотерапией? Безысходность. Абсолютная безысходность. При всем букете болезней и полном отсутствии медицинской помощи. Эту женщину лечили по знакомству самые лучшие врачи Воронежа на самом современном медицинском оборудовании с заграничными медикаментами. Лечиться к ним она пришла сама, а уйти не смогла. Ее отправили домой на носилках отекшую. Итак, букет болезней. Арахноэнцефалит. Хронический панкреатит. Хронический холецистит. Язва 12-перстной кишки. Хронический колит язвенный ремокардит. Вообще затрудняюсь сказать, какой бы орган ни болел. Аллергия страшенная. Кожа вся зудела. Чесалась. Есть ничего не могла. Аллергия лекарственная от перенасыщения. Помощью же не могло быть никакой. Предложили психушку. Что вы делали из уринотерапии конкретно? Сразу начала пить урину. Пила столько, сколько влезала. Нечетное количество глотков от 7 до 15. И глотки такие большие, что под 200 граммов выпивала. Пила один раз утром. Втирала несколько раз в день. Массажи делали столько, сколько могла по времени. И утром, и днем, и вечером. Но вечером отказалась. Наступало перевозбуждение. Клизмы тоже начала делать сразу. Год из двух лет урину упаренную пью. Втираю, спринцую, столько упарены. Изменив питание, я пришла к выводу, что урина стала лекарством. Приятной на вкус. Ароматизирована, без всяких осложнений. Когда ее кипячут дома и находятся чужие люди, они ничего не чувствуют. Над плиткой имеется вытяжное устройство. Примечание автора. Какие у вас достижения в оздоровлении организма? Мне 52 года. Я практически вернул на себе здоровье 35-летней женщины. Бегаю, прыгаю, скачу, хожу по снегу, плаваю до морозов. Одним словом, радую жизнь вовсю. В районе солнечного сплетения испытываю костер, который меня согревает. А из глаз, так сказать, два прожектора светит. Через некоторое время у этой женщины открылся третий глаз. Это мое примечание. Я вернул себе то здоровье, которое потеряла. Что с вами произошло в духовном отношении? За год рассеялись мрак и темнота, непонимание смысла жизни. Во-первых, пришла к вере, сознательно приняла крещение, уверовала в Бога, силы добра, света, любви однозначно. На себе почувствовала влияние этих сил. Всем телом и душой ощущаю все космические вибрации, которые проходят. Выросла несоизмеримо по сравнению с тем, кем я была. Мысли, чувства, ощущения любви, вселенской любви не привязаны ни к чему, ни к какому предмету. Чувство любви и вины перед землей, водой, воздухом. Чувство единства с космосом. Эти чувства заполняют и переполняют меня. Пришло чувство невероятной радости жизни, единения и служения. Я ощущаю, что встала на путь служения. Что бы вы хотели добавить об уринотерапии? Во-первых, люди должны поверить. Поверить однозначно. Вера беззаговорочно. Без нее не сработает система. Какие были осложнения при приеме урины? Осложнения были такие, как в калейдоскопе. Все мои болезни, сопровождавшие меня с самого детского возраста, в невероятно остром состоянии прошли. И невероятно остро. То есть, если это были почки, то губы чернели, лежало пластом. Гной тек из глаз. Буквально можно было собирать. Утром невозможно было открыть глаза. Все было залеплено. Но все это проходило очень быстро, за недельный строк. Например, почки болели 3 дня. Давление, кости, кожа. Я не могу назвать такого органа, который бы не болел. Еще раз повторяю, все проходило в очень острой форме. Бывали моменты, когда было невозможно встать с постели. Но вера, непреклонная вера и надежда, что все это поможет, помогли выдержать это. Люди, которые надеются на мгновенный результат, но у которых поражения глубокие, не достигнут его, если все время будут бояться чего-то оглядываться. Надо идти прямо. То есть, если ты решил, пей, втирай, став клизмы, все делай в комплексе. Пить надо, чтобы в желудке все залечилось, в желудке и кишечнике. Все отправления теперь столько раз, сколько принимаешь пищу. Стул осуществляется очень легко, одним моментом. Состояние благодати пришло в кишечник. Отсюда и тепло во всем теле. Как вы сейчас используете урину? Упаренную урину пью утром. Клизмочки по мере необходимости. Когда в летний период ем свежую пищу и мало крахмалов, почти не пользуюсь клизмами. В холодное время года, когда пошла вареная еда и каши, клизмами пользуюсь чаще, почти ежедневно. Жизнь без клизмы с упаренной уриной я не мыслю не из-за того, что не оправляюсь. Стол у меня нормален, а потому что клизмы дают заряд энергии, блаженства на весь день. Если вспомнить практику йогов, то они также следят за чистотой толстого кишечника с помощью различных клизм, промываний и тому подобного. С целью добиться максимальной чистоты и энергетики. А не налаживания работы кишечника, который и так работает безупречно. Вот так постепенно, последовательно необходимо начинать уринотерапию. Продолжать ее лучше с упаренной до 1,4. Я называю упаренную до 1,4 урину мочегоном. Это более эффективно. То есть для простоты изложения я назвал упаренную до 1,4 урины мочегоном. В дальнейшем я буду им пользоваться для обозначения упаренной до 1,4 первоначального объема урины. В других вариантах процедур уринотерапии могут возникнуть сильные ответные реакции организма, которые формируют отрицательный опыт негативного отношения к урины. Поэтому воспользуйтесь вышеуказанной схемой и возродите себя заново, как это сделала Галина Николаевна. В прошлом очень больная женщина из Воронежа. С какого возраста можно применять уринотерапию и кому она наиболее эффективно помогает? Урину можно применять в любом возрасте. Не делайте себе жесткой установки, что ее необходимо пить. Помните, что лучше всего она действует на организм человека через кожу. Грудной ребенок постоянно мочится и омывает ею свое тельце. Поступайте и вы так же. Делайте компрессы. Смазывайте тело. Если ребенок отстает в своем развитии, то сразу же начинайте уринотерапию. Почаще смазывайте тело ребенка уриное. Омывайте. Делайте массажи. Внутри ее применяют достаточно всего один раз утром по 50-100 граммов. Наиболее эффективно уринотерапия помогает тем людям, у которых внутренняя следа организма сильно сдвинута в щелочную сторону и идет тотальное гниение организма. Особенно часто это происходит в пожилом и старческом возрасте. Поэтому и прием урины в этих случаях дает наиболее поразительные результаты. Пример. Лидия Рудольфовна. 76 лет. Переболела. 4 операции. Сепсис. 46 лет. Эксудативный плюрид. 45. Гипертония. Тахикардия. Экстрасистолия. Гастрит. Больные желчные протоки. Уринотерапия начала лечиться с 20 марта 1992 года. Выпивала ежедневно около 400 граммов. За год исчезли серьезные заболевания. Аритмия. Прошли все боли в желудочно-кишечном тракте, а также в копчике и голове нормализовалось давление. Прошли второстепенные заболевания. Последствия плеврита в левом боку. Шея при поворотах не болит. Лучше стало видеть. Исчезли распухшие вены в области лобка. Ни одного простудного заболевания. Рассосалось липомо на груди. Прекратились явления стоматита. Исчез геморрой. Прекратилось выпадение волос. Они стали гуще. Наладился стул. Стал ежедневным. Исчезли вздутия в кишечнике и изжога. Исчезли болезненное состояние ребер и головокружения при наклоне. Стало сдержание в еде. Прошли ночные болезненные судороги. На улице перестали слезиться глаза. Исчезли темные точки, мурашки, зубчики в глазах. Не было ни одного обострения варикоза. Нормализовался сон. Пример. Вера Васильевна, 70 лет. Уринотерапией занимаюсь четвертый год. И сообщаю вам, какие результаты я получила. Ушел шум из головы. Стало слышать на левое ухо. Перестали мерзнуть руки. И расправились на них пальцы. На руках и на ногах. Вышли камни из желчного пузыря. Три месяца шел песок. Была опухоль в коленях. Прошла. Мою глаза. Стало проходить катаракта. Ходила к врачу. Он сказал, что у меня уже практически нет катаракты. Почти прошла подагра. Но я врачам ничего не говорю, потому что они не верят, что я вылечила у себя сахарный диабет. Сахара нет ни в крови, ни в моче. Доктор меня хвалит, что я придерживаюсь диеты. Но я ей не признаюсь, что пью урину. Болела очень сильная селезенка. 5 лет. Тоже вылечила. Прикладывала к ней компресс на 10-15 минут. Когда я пью урину 3 раза в день по 100 граммов, то в желчном пузыре как будто молотобойца работает. Я даже услышу, как дробятся камни. Еще я вылечила себя геморрой и вены на ногах. У меня всю жизнь лопались подошвы и кисти рук. Я не могла летом носить босоножки. После бронхита я очень мерзла и простывала. Летом по комнате ходила в безрукавке. А сейчас в квартире 14 градусов Цельсия. Я искупаюсь и хожу раздетая и не болею. У меня появился иммунитет. У меня был парадонтоз зубов. В течение трех лет вырвали 13 зубов. Но гнойные мешки на деснах так и не прошли. Благодаря урины я по несколько раз в день массажировала десны. И сейчас у меня ничего нет. Я перестала ходить к врачам. Они все равно не помогают. Раньше у меня был нарыв в левом ухе. И я перестала на это ухо слышать. После мытья ушей уриной слух вернулся. Сейчас слышу очень хорошо. Дочке своей вылечила экзему. А внучке астму. Одна женщина ходила летом в чулках. У нее на венах ног была открытая язва. Она очень большая и гноящаяся. Я ей посоветовала полечиться уриной. И рано зажила. Она нормально себя чувствует. Главное то, что я не ленюсь. Встаю рано утром и начинаю заниматься уринотерапией. И чувствую себя превосходно. Раньше я была безжизненна. А теперь у меня походка как у молодой. Выгляжу свое 70 лет моложе. Даже мне не верят, что мне 70. Я не знаю. Если бы не урина, я бы уже давно лежала в гробу. А теперь у меня тело легкое внутри. Себя я даже не чувствую. Пример. Сердечная благодарность за книгу. Речь идет о книге. Уринотерапия древней. Методы толкования. Практика. Мне 80 лет. Несмотря на это, я с большой пользой начал применять урину с апреля 1993 года. Применять начал смело и с удовольствием. Принимаю так. Ночью между двумя часами. Это первый раз. Второй днем в час дня до еды. Третий в 6 часов вечера. Также за час до еды. Четвертый раз на ночь я чищу зубы. Раньше я болел хроническим воспалением желчного пузыря. Аденомы. Мне ее оперировали 6 лет назад. Инсульт в тяжелой форме. Я им болел 6 лет тому назад. Гипертонией. Как видите, болел тяжелыми болезнями. От гипертонической болезни и инсульта я постоянно принимал лекарства. Идет перечень лекарств. Прекратил принимать таблетки с апреля 1993 года, как начал принимать урину. Питание у меня обыкновенное, рядовое. Болезни меня никакие больше не беспокоят. Иван Кузьмич. Город Старый Оскол. Уринотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пример. Я страдала пиареей, парадонтозом. Это инфекционное воспаление десен. Зубы потеряли свой цвет и блеск, что повергло меня в отчаяние. Зубная паста и тщательная очистка зубов не помогали. В течение двух дней я стала втирать мочу в десны и полоскать рот. Состояние улучшилось быстро. Через 4 дня исчез дурной запах. Теперь я применяю этот метод регулярно. Помимо этого, я установила, что моча снижает аппетит. Вообще, при зубной боли надо полоскать рот в течение 2-3 минут. И так повторять 5-6 раз в день. Тогда боль утихнет. Затем положить на зуб материю или ватку, смоченную в урине. Можно опробовать различные варианты урину. Старую, мочегон, детскую и так далее. И остановиться на той, которая лучше помогает. Пример. Мой отец в молодости вылечил язву желудку, принимая мочу в течение месяца по утрам. Причем брал не среднюю порцию, а всю. Выпивал по стакану и тут же запивал сладким чаем. Пример. Курс уринотерапии мама освоила с трудом. Но этот психологический барьер ей пришлось преодолеть. В результате у нее зарубцевалась язва 12-спертной кишки. Восстановилась функция щитовидной железы. У нее был тиреотоксикоз. И она сумела выжить после сложнейшей операции. У нее удалили огромную кисту, опоясавшую и чуть не задушившую органы брюшной полости и раковую опухоль. Пример. Дай Бог вам здоровья за вашу помощь людям. Мне повезло, что я приобрела вашу книгу прошлым летом. Если бы не она, не знаю, то было бы со мной. Мне 52 года. Работа сидячая. Уже более 20 лет страдаю упорными запорами. После двух родов не могла оправиться. И вообще не могла вспомнить, когда оправлялась по большому. Доходила до 5 дней с запоров. Подтолкнули к уринотерапии мои женские болячки. Начала пить урину утром и вечером. Как только узнала о своих серьезных женских болезнях. Пила недели полторы. Меня шатало из стороны в сторону. Крыжилась голова. Я боялась, что упаду. Не чувствовала твердой опоры под ногами. Потом немного прервала прием мочи. Очень начало крутить в животе. Чуть позже пошел черный кал сплошной массы. Думаю, надо промыться. И вот я увидела, что выходят вот такие черные ворсинистые масложирные хлопья. Рисунок вы можете посмотреть на эти хлопья. Запах такой, какой бывает, когда чистят батареи водяного отопления. То есть канализационные. Вы знаете, эти хлопья нельзя было смыть сразу с унитаза. Они были такие масляные, жирные и черные. Вот это как раз и старая черная желчь. После этого я начала ходить в туалет нормально. Во-первых, более регулярно. Во-вторых, колбасообразно, а не котишками. Извините, пожалуйста, за откровенность, но, по-моему, важны все детали. Образование в районе левого яичника, которое было обнаружено на УЗИ, после выхода этой грязи уже не прощупывается. Рисунок масложирные хлопья, вышедшие после применения урины. Можете глянуть. Комментарии и рекомендации. Женские болячки. Это результат упорнейших запоров. Нормализация стула убирает последствия запоров в женские болезни. Итак, следите за работой своего кишечника. И в случае надобности регулируйте его работу правильным питанием и уринотерапией. Дополнительная рекомендация от упорнейших запоров прикладывать влажные уриновые повязки на таз и область живота. Первая часть еда должна быть с содержанием грубоволокнистой пищи, различные салаты, морковь, капуста. Полезные регулярные пробежки по утрам. Пример. Приятель С говорил мне, что у него повышенная кислотность. При изжоге он пьет мочу. И приступы изжоги становятся реже. Из книги Масленника. Комментарии и рекомендации. Урина нормализует функцию желудка, что приводит к нормализации кислотности. Для более радикального лечения надо разобраться в питании. Ведь повышенная кислотность – это возбуждение жизненного принципа желчи. Спайки, рубцы после операции аппендицита и так далее. Армстронг описывает, как одна женщина избавилась от перитонита. Для этого она применила 35-дневное голодание на урине и воде с растиранием всего тела уриной в течение дня. Комментарии. Уриновое голодание действительно позволяет рассосать спайки, рубцы, удалить лишнее за счет нормализации голографического тела человека, на котором нет никаких спайек и рубцов. Итак, мы прошлись по всему желудочно-кишечному тракту и увидели, что урина во всех его отделах производит благотворную работу. Уринотерапия и инфекционные заболевания. Уринотерапия наиболее эффективна при различных инфекционных заболеваниях, благодаря своим интерферационным и назодическим воздействиям. Методика применения в этих случаях очень простая – пить залпом от 50 до 100 граммов, чтобы урина проскакивала одним махом. Если так не поможет, пейте нечетное количество глотков. При лихорадочном состоянии образуется высококонцентрированная урина, которую весьма неприятно пить. Это можно поправить с помощью обильного питья талой или кипяченой воды или травяного чая. Чтобы снять высокую температуру тела, воспользуйтесь древним советом – наложить компресс из урины на пульс. Пример. Когда я заболел трясучкой, меня лихорадило, знобило. В обстановке полного одиночества и отсутствии лекарств я вспомнил про уринотерапию. Матушка природа дала нам самое лучшее лекарство. Набрал стакан урины и с залпом выпил. Через 5 минут выздоровел. Это было в 2 часа ночи, 1988 год. Больше болезнь не повторялась. Пример. Случилось это во время войны. Лекарств от малярии не было никаких и больной должен был, по словам медиков, умереть. Всего лишь одна дюралевая кружка мочи, выпитая с залпом, поставила больного на ноги. Приступы малярии больше не возвращались. Из книги Масленникова «Тайна напитка богов». Вот что говорит Армстронг о лечении лихорада курины. Теперь несколько слов о лихорадках в целом. Об острых заболеваниях, сопровождающихся сильным жаром. Попытки врачей снижать температуру ненатуральными средствами только мешают природе, а в отдельных случаях даже угрожают жизни пациента или закладывают в его организме семена будущих недугов. Высокая температура тела в действительности лечебный процесс, созданный природой, чтобы уничтожить токсины в теле больного. Обычно говорят о чудодейственных эффектах жаропонижающих лекарств при воспалении легких. Однако многие люди умирают от сердечных болезней после такого лечения. По опыту я знаю, что самый эффективный и безопасный способ лечения лихорадок – уриновое голодание. В этом случае вся моча выпивается до капли и прием сырой воды дополнительно. При этом высокая температура всегда снижается за 36-37 часов, а через несколько дней всегда наступает полное выздоровление. Моча у таких больных бывает густая, скудная, с неприятным запахом. Это объясняется тем, что организм теряет много солей и других нужных веществ. С этим же связаны сильно слабость пациента, чувство пустоты в голове, бред и так далее. Уринотерапия помогает организму вновь обрести потерянное. Я неоднократно доказывал это лечением дифтерита, ветряной оспы, скарлатины, гриппа, лихорадок и других заболеваний с высокой температурой. При этом не наблюдалось никаких осложнений, которые так часто бывают при обычном медицинском лечении, например, скарлатины и ревматизмах. Осложнение, результат мер, подавляющих болезнь, а заодно и организм в целом. Эти слова Армстронга не потеряли свое значение и в наше время. Используйте эти ценнейшие советы и будьте здоровы. В заключении еще один простой, но наглядный пример. Итак, пример. У моей дочери глаза гноились так, что утром она не могла их открыть. Ресницы полностью слепались. Она стала промывать их своей теплой мочой. И всего за несколько дней прошло все. Уринотерапия и грибковые поражения кожи Согласно концепции академика Болотова, патокенные микроорганизмы растительного происхождения паразитируют на человеке и развиваясь продуцируют щелочную, то есть гнилостную среду. В том случае, когда кислотный скафандр кожи ослаб, они могут на нас паразитироваться. Простое усиление кислотных свойств кожи с помощью обычной или упаренной урины способствует быстрому выздоровлению. Для этого лучше всего применять компрессы на пораженные участки кожи. Пример. К сожалению, я познакомился с вашей книгой уринотерапии через год после операции на груди и удаления лимфоузлов. После операции меня облучили. Сделали три курса химиотерапии. После третьего курса сильно отекла рука. Сказали, лимфофиброз. Стала лечиться лекарствами. Немного сняла отек плеча. Но начались осложнения и лечение пришлось прекратить. Пыталась лечиться у травников. Подержала печень. Но потом, когда стала лечить руку, отвары были слишком концентрированы для меня и я отравилась. Спустя неделю попробовала и не смогла пить траву. И тут мне дали почитать ваши книги. Решила попробовать на себе, так как терять было нечего. Стала пить утром мочу около 100 граммов без комплексов. Легко. Мою мочой уши, нос. Не стало аллергии. Буквально сразу помогло. Правда, глаза краснеют, если не разбавлять водой мочу. Делаю микроклизмы из упаренной урины с водой. Руки и ноги массирую с упаренной урины. А после массажа компресс на больную руку и на ступни ног. На полтора-два часа. Кстати, пропадает грибок. Почти нет шелушения. С рукой стало лучше. Урина терапия занимается полтора месяца. Рекомендации. Когда будете делать микроклизмы из мочегона, то не разбавляйте его водой. А упарьте лишь до 1,2. Далее, по мере привыкания концентрацию увеличивайте до 1,3 и наконец до 1,4. Пример. 10 лет назад на ногах у меня появился какой-то грибок. Раствором с сибирского каменного масла я вылечил ноги, но не до конца. Видимо, лечение не довел. Инфекция осталась под ногтем большого пальца. И все эти годы палец очень беспокоил меня. С каждым годом ног оттемнел все больше и отслаивался. Так я и встретил прошлое лето. В летние путешествия по Сибири взял с собой горные ботинки. Раз за два носил их и грибок разошелся по всей ступне. К тому времени я уже был знаком с уринотерапией и помнил слова врачевателя Парфентия Иганлычева, что моча сгоняет всякую нечистоту. Перед сном я обмыл ноги мочой. На другой день снова обмыл их. Двух обмываний хватило, чтобы грибок исчез. Видя такой ошеломляющий результат, я со всех сторон обильно пропитал болтающийся ноготь уриновым маслом, то есть полувыпаренной на солнце мочой. Двух таких пропиток хватило, чтобы уничтожить инфекцию под ногтем. И теперь он уже не болтается, а сидит крепко. Из книги Масленника «Тайна напитка богов». Комментарии. Полувыпаренная на солнце моча, сквашена бактериями, ферменты которых с необычайной силой очищают кожу, а повышенная концентрация солей, как в слезах, способствует сильному ранозаживляющему эффекту. Пример. У нашего кота появился лишая. Стало протирать своей упаренной уриной и все прошло. Рекомендации. Великолепно урина помогает при фурункулах, как на начальном этапе, так и при вскрытии. Как только начинается развитие крупного фурункула, необходимо втирать не сильно в это место урину по 3-4 и более раз в день в течение 10 минут. После втирания урину не смывать. Можно сделать компресс, закрепить его лейкопластырем и регулярно в течение дня смачивать урины. Через 2-3 дня фурункул рассосется. Пример. У нашего кота Мурзика под хвостом образовался сильнейший нарыв. Обычно от таких нарывов кошки погибают. Моя жена из упаренной урины сделала коту несколько промываний из спринцовки с труей урины. Погибающий кот оправился за 2 дня. Уринотерапия и болезни почек. Важно понять причины, приводящие к почечным заболеваниям и устранить их. Если этого не сделать, то любое лечение малоэффективно и дает кратковременные результаты. Одной из основных причин возникновения инфекции мочевой системы является, это в 75-90% случаев, кишечная палочка, а также протеи, аэробактерии, кноеродный стафилококк, энтерококк, синегнойная палочка и прочее. Откуда берутся эти бактерии и как они проникают в мочевыводящую систему? Почечные лоханки, мочеточники, мочевой пузырь и сам мочеточник. Из толстого кишечника, когда там возникают гнилостные условия, на которых размножаются вышеуказанные бактерии, а кишечная палочка перерождается из необходимой организму в патогенную, а причиной загрязнения в толстом кишечнике является наше неправильное питание, поэтому цепочка лечения почечных заболеваний должна строиться так. Нормализация питания, наведение порядка в толстом кишечнике, то есть надежное закистение ее с помощью урины различных видов посредством кризм. И только после этого прямое воздействие на сам болезнетворный очаг. Массу разнообразных острых и хронических форм заболеваний почек можно успешно лечить уриной. Методика применения в этих случаях весьма проста. Пить раза в день до еды по 50-100 граммов с залпом. Накладывание компрессов из шерстяной ткани, смоченной в урине. Для себя подберите урину индивидуально, детскую, активированную, мочегон и так далее. На область почек на 2 и более часов. И обязательно очищение толстого кишечника. А в тяжелых запущенных случаях голодание на урины с массажем всего тела в течение 1-3 часов. Последний прием позволяет в очень большой степени закислять организм и уничтожать особо устойчивые формы инфекции в почках. Кстати, инфекция в почках и мочевыводящих путях является причиной образования камней песка в них. Поэтому приведенные рекомендации пригодны и для почечно-каменной болезни. Пример. Больная С возраст 30 лет. Врачи сказали, что ей осталось жить 2 дня. Дыхание затруднено. Моча очень скудная, густая. На вид эта смесь крови и гноя. Больная, судя по фотографии, была прежде хороша собой. Нормальный вес при ее росте должен быть 64 килограмма. Но когда я увидел ее, она весила не меньше 126 килограммов. Несмотря на приговор врачей, я не нашел ее умирающей, хотя состояние было крайне тяжелым. Мучили боли. К счастью, за больной ухаживали добрые сиделки медсестры, которые не преклонялись перед лекарствами. При взгляде на стол у постели я понял, что нет ничего удивительного в том, что медсестры потеряли веру в лекарства. Пузырьков было столько, что я возмутился, что над больной так экспериментировали. Несмотря на слабую сердечную деятельность и сильную одышку, я обещал больной быстрое облегчение и уверил ее, что спустя небольшое время выделение мочи увеличится. Настолько эффективен метод приема внутрь своей мочи. Прогноз полностью оправдался. За 4 дня суточный объем мочи возрос с 2 унций, это 56,6 грамма, горячий, зловонный, густой, мутный, до 200 унций, это 5 литров 600 граммов. Довольно прозрачной жидкости, приближающейся по виду к обычной дождевой воде. На 4 день больная выпила всю свою мочу до капли. Моча была практически без скуса, без запаха и не вызывала в этом отношении отвращения. Больной также было позволено пить воду по потребности. Потребность составила около 108 унций, то есть 3 литра в сутки. Хотя должен сказать, что на 4 день жажда почти прошла. За 23 дня больная настолько поправилась во всех отношениях, что одна из сиделок стала просить разрешения попробовать нарушить голодание и дать больной немножко морковного сока с лимоном. А результат был плачевным. Больной стало хуже. В течение двух часов после приема пищи на руках появилось обильное сыпь и сильное раздражение. Прекратилось выделение мочи. Появилось раздражение в области живота. На живот приложили примочку из мочи одной из сиделок. Руки осторожно омыли и растирали этой же жидкостью. Через 4 часа влага из примочек всосалась в полость живота и моча пошла. Ее тут же дали выпить больной. На следующий день состояние стало таким же, как и до приема морковного сока, но сыпь осталась. Потребовалось почти неделю, чтобы снять эти симптомы. Частью метода уринотерапии является массаж тела больного мочой в течение двух часов подряд. Если больной слишком истощен, чтобы применять эту процедуру, то с определенными интервалами. Больную растирали 2 раза в день по 2 часа мочой одной из сиделок. На 48 день состояние больной настолько нормализовалось, что на 49 день мы прекратили голодание и дали в полдень сок одного апельсина. А в 16 часов целый апельсин, чтобы она сама высосала из него сок. В тот же день она свободно опорожнила свой мочевой пузырь, что означало, что теперь все в порядке. Вся моча была выпита. В 18 часов 30 минут ей дали кусочек рыбы и 2 картофелины, сваренные в мундире на пару. Теперь больная весила 53,5 килограмма. На следующий день у нее были 2 небольшие трапезы. Причем всю пищу рекомендовалось разжевывать в кашицу, прежде чем проглотить. Через неделю больная встала и без труда могла ходить по комнате. После полного выздоровления моя бывшая пациентка продолжала принимать свою мочу, а также массажировала ей все тело. Самыми важными участками являются лицо и шея. В результате этой последней процедуры для кожи, волос, цвета лица и всей внешности, женщины были чудодейственными. Воистину моча – прекрасное питание для кожи, а также средство от любой кожной болезни. Из книги Армстонга «Живая вода». Комментарии и рекомендации. Это наиболее характерный прием уринотерапии. Почему в 30 лет у людей отказывают почки? Да потому, что от любой болезни человек начинает лечиться таблетками и прочими химикатами, экспериментируя. В итоге от медицинской интоксикации в первую очередь отказывают почки. Раз почки отказали, тело начинает отекать. Вода ведь не выводится. Нагрузка на сердце увеличивается. Оно слабеет. Сердце ослабло, значит в организме развивается недостаток кислорода. Отсюда сильная дышка. В результате всего этого человек отекает, слабеет, зашлаковывается и умирает, несмотря на наисовременнейшее лечение. Согласно протоколу. Прием урины внутрь, расстреление тела и всевозможные компрессы действуют восстанавливающие на почке, вызывают мочегонный эффект. В результате этого происходит восстановление сброса шлаков через почки, толстый кишечник, облегчается работа сердца, восстанавливается доставка кислорода к тканям. Все это внешне выражается в резком улучшении общего самочувствия и приобретении нормальных размеров тела. Почему прием морковного и лимонного сок на 23 сутки голода вызвал плачевный результат? В это время организм активно работал на вывод шлаков. Пищеварение было полностью отключено. И эта смесь соков оказалась чужеродным материалом, который, как и шлаки, надо было выводить. Дополнительная шлаковая нагрузка перегрузила слабые почки, в результате чего они отказали и опять остановились. Организм стал выбрасывать шлаки через кожу, поэтому сыпь и раздражение на коже. Подчеркнем особую роль компрессов из мочи на область живота. Сказано, что он начал действовать через 4 часа. Но если бы была применена упаренная до 1,4 первоначального объема урина, то действие его началось бы в несколько раз быстрее и сильнее. Поймите простейшую вещь. Моча в почках образуется за счет повышенной концентрации солей в почечной ткани. Подавая соли с упаренной уриной через кожу, мы тем самым подкармливаем ими почки, а энергетика этого вида урины стимулирует работу сердца, которое создает фильтрационное давление, что заставляет почки работать. Знаете, для почек компрессы из мочегона на область поясницы – наилучшее средство. Основательная расшлаковка организма произошла лишь на 48-е сутки голодания, что позволило прервать голод. Что касается выхода из голода, то он далек от идеального при болезни почек. Рыба и картофель, во-первых, плохо сочетаются при пищеварении между собой, во-вторых, в восстановительном периоде лучше всего усваиваются натуральные сахара. Что касается расщепления белков и крахмалов, то они требуют вначале энергии на расщепление повышенной активности ферментов. Сразу после голодания у редких людей наблюдается их полноценное усвоение. В большинстве же случаев они представляют неусвоенный организмом материал, который повторно зашлаковывает организм. Другие рекомендации Армстронга также верны. Хорошо пережевывать пищу, пить свою урину, хоть и в меньшем количестве, чем во время голодания, и продолжать массажировать тело. Вот так Армстронг вылечил миссис С в 1920 году, над которой экспериментировали врачи. Сейчас идет последнее десятилетие 20 века. А читая я уже это 20 год, 21 века, и вы думаете, что подходы к больным почечными заболеваниями изменились? Увы, нет. И история 17-летней девушки из города Воронежа тому наглядный пример. У меня был грипп, который дал осложнение на почке. В больнице лежало полгода с диагнозом острый глумеролонефрит с нефротическим синдромом. Меня лечили и антибиотиками, и гепарином, и противовоспалительными средствами. Делали по 9-10 уколов в день. Давали по 30-35 таблеток. Ставили капельницы. Но ничего не помогало. Потом начали давать гормоны и тому подобное. Наконец, стали делать переливание крови. Неизвестно, чем бы все закончилось, вот эти все эксперименты. И если бы мне не повезло, я случайно узнал о системе лечения Геннадия Петровича Малахова. Первое, чем я занялась, уринотерапией. И через 5-7 дней анализы стали нормальными. До этого белок был 2 единицы. Я отказалась от гормонов и продолжила принимать урину утром по 3 глотка. От гормонов у меня прибывался вес с 57 кг до 68 кг. Пошла сыпь по телу и прекратились месячные. Вот так лечение. Кроме того, стал болеть желудок и нарушилась работа кишечника. После 2-х недель уринотерапии нормализовались месячные. Сыпь почти прошла. Желудок и кишечник заработал как раньше. Убавился вес почти до нормы. Я стал лечиться по этой методике, предложенной в книге «Целительные силы». И теперь все отлично. Комментарии и рекомендации. Как видите, здесь обошлось без голодания. Важно лишь помочь организму убрать все лишнее, мешающее. И организм сам себя восстанавливает. В противном случае массированная химиотерапия, как у этой девушки, и в случае у Амстронга, вообще разладит работу организма. А тем более гормональное лечение, калечащее людей и приковывающее их к аптеке до самой смерти. Вселяющее безысходность, отнимающее веру в исцеление. Разбивающее людские судьбы. Как просто вернуть здоровье естественным путем за две недели? И сколько надо приложить ума, терпения, чтобы вновь наладить его через несколько лет сидение на гормонах? Изучайте свой организм и не доверяйте своему здоровью никому. Через вас струится божественная сила жизни. Вот за нее и держитесь. Ибо сказано в Библии, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе в водоеме. То есть пользуйтесь возможными методами лечения, которые не могут держать воды. То есть не способствуют поддержанию жизни. Пример. Армстон рассказывает, как он вылечил человека. Вдумайте сам термин. Вылечил человека. Лечит не кто-то, а жизненная сила, имеющаяся в самом человеке. Если человека врач ставит в нормальные условия существования, которые способствуют поддержанию этой силы, то он выздоравливает. И если нет, то умирает. Страдающего почечно-каменной болезнью это он вылечил. При рентгеновском обследовании у этого человека был обнаружен крупный камень в почечной лоханке. Хирург дал заключение, что если не удалить его, то это может быть опасным для жизни. Человек по совету Армстонга стал выпивать всю урину, что выделялось, периодически голодая по несколько дней подряд. За несколько дней его состояние улучшилось, прекратились боли, моча приобрела нормальный вид. Через 3 месяца обследование в больнице показало, что деятельность почки нормализовалась. Комментарии и рекомендации. Если на область почек прикладывать компресс и шерстяной ткани, смоченной в мочегоне на 2-4 часа ежедневно, то очищение почек и выведение камней пойдут гораздо быстрее. Пример. Почки моей тети были переполнены камнями. Ей сделали операцию. Из одной почки камни были удалены, во второй почки камни остались. Хирург говорил, что из другой удалит камни через полгода, когда хорошо заживет первая почка. Кто-то посоветовала тете, что камни можно вывести мочой, и она стала пить мочу своего 5-летнего сына. Через полгода хирург смотрел на рентгеновские снимки и удивлялся. А куда же исчезли камни из другой почки? Тетя себя чувствует хорошо. Сейчас ее беспокоит та почка, на какой делали операцию. А почка, которую хирург не трогал, работает нормально. Из книги Масленникова. Комментарии и рекомендации. Переполненность обеих почек камнями говорит о каком-то инфекционном процессе в почках, который клеит камни. Это, скорее всего, следствие проникновения инфекции из толстого кишечника. Поэтому надо нормализовать питание и внутреннюю среду в толстом кишечнике. Удивительное действие мочи 5-летнего ребенка объясняется не столько рассасывающими свойствами, сколько иммунными. Дополнительная иммунизация детской мочи позволила убрать инфекционный процесс в почках, клеивших камни. Остальные камни растворились сами собой. Что делать с оперированной почкой, чтобы она не беспокоила? Во-первых, ставить компрессы из мочегона на почечный сегмент, то есть на область пораженной почки. Во-вторых, почаще проводить небольшие голодания на урине от 3 на 7 суток. В-третьих, разобраться с питанием и все готовить на талой воде. Пример. А теперь я, автор, расскажу случай собственного исцеления с помощью уринотерапии. У меня постепенно ухудшалась работа почек, мочевого пузыря и мочевыводящих протоков. По каким признакам я об этом судил? Вначале, при приеме свеклы, свекольного сока, смеси с яблочным, моча крашивалась в свекольный цвет, но не всегда. В дальнейшем постепенно моча из чистейшей жидкости стала мутной, и в ней чувствовался запах принятой пищи, например, гречки. Количество жидкости при каждом мочеиспускании также сокращалось до полулитра и меньше за один раз. Часто стали возникать неприятные ощущения после мочеиспускания в мочевом канале. Когда меня осмотрела ясновидящая, то сказала следующее. В мочевом пузыре опухоль, в почках песочек, а в правой камень. Зимой, в знаке стрельца, когда особенно сильна функция почек, было проведено 23-дневное голодание. Выпивалась вся дневная урина и регулярно делались клизмы из мочегона, упаренная до 1,2-1,3 первоначального объема. Помимо этого, ежедневно применяли из горячей ванны и 2-3 раза в неделю парная. В результате сочетания вышеуказанных средств была проведена мощная очистка почек и всей мочеполовой системы с восстановлением ее функции. Моча стала чистейшей целебной жидкостью. Количество ей увеличилось до литра за один раз, то есть восстановилась функция мочевого пузыря и ушла опухоль. Никаких неприятных ощущений при мочеиспускании и после не обнаружилось. Исчезли все боли в области поясницы, все позвонки стали на свои места сами, восстановилась функция межпозвоночных дисков. Организм теперь вырабатывает больше тепла, лучше держит воду, быстрее набирает вес. Уринотерапия и болезни печени. В медицине аюрведы урина считается сильным средством для лечения тяжелых болезней, особенно печени. За счет чего это происходит, описывалось ранее. Лучшая методика лечения печени такая, пить урину по 2-4 раза, по 50-100 граммов в день, а на ночь на область печени делать компресс из шерстяной ткани, смоченной в мочегоне. Из всех видов урины подберите наиболее приемлемый для вас. Дополнительно пейте побольше крутого отвара шиповника. Если нет шиповника, то пейте теплую кипяченую воду. Например, при гепатите желчь вырабатывается печенью, но не может из-за лакировки желчевыводящих путей попасть в кишечник и поступает в кровь, а затем в мочу. При этом человек испытывает боль, слабость, тошноту и так далее. Из-за недостатка желчи в пищеварительном тракте не могут полноценно перевариваться жиры и белки. Врачи приписывают таблетки, компенсирующие недостаток желчи. Но ведь эти вещества имеются в урине. Желчь и другие ферменты печени, находящиеся в урине, могут повторно циркулировать, а не утрачиваться. Таким образом, повторное принятие такой урины способствует как пищеварению, так и нормализации функции печени за счет гомеопатического принципа и промывания желчных протоков. Пример. Каждое утро пью свою мочу вот уже год и три месяца. Делаю массаж супаренной урины. Результаты положительные. Не стала болеть ангиной и простудными заболеваниями. Сплю как младенец. Работаю на даче целый день и без устали. Меньше стал мучить остеохондроз. Печень в норме. Три раза почистила печень до этого. Вышло много черной желчи и размягченных камней. А еще до этого лечилась у врача. И у меня вышли 16 крупных камней и целый стакан мелких. Комментарии рекомендации. После чисток печени не было нормализовано питание. Поэтому камни росли опять. Урина, разжижая желчь, привела печень в норму. Но надо соблюдать диету и изменить образ жизни. Пример. Проводя уринотерапию, голодая раз в неделю, очистив кишечник и печень, я избавилась от депрессии, тяжелых сосудистых гипертонических кризов по ночам. Всегда это было с 3 до 5 часов утра. И вылечила гепатит. Питание провожу раздельно. Избавилась также от тяжелейшего, постоянного вздутия кишечника. Врач. Доцент из города Днепропетровска, Украина. Уринотерапия и сахарный диабет. Урина хорошо справляется с этим недугом. Для этого рекомендуется ее пить 20 раза в день по 50-100 граммов. Очистить толстый кишечник и печень. Делать компрессор на область поджелудочной железы наиболее приемлемым видом урины. В начальных стадиях диабета вы можете воспользоваться шанг-прокшаланой, добавляя в подсоленную воду мочегон или активированную урину. Такую шанг-прокшалану рекомендуется делать раз в 3 дня до полного исцеления. Общее количество жидкости в этих случаях колеблюется от 3 до 4 литров. Пропорция между подсоленной водой и уриной примерно такая. На 3 литра воды 50 граммов урины. Пример. Как-то я ехал в пассажирском поезде и встретился с читой довольно-таки пожилого возраста. Но что бросилось в глаза, так это их неемная энергия. Несмотря на возраст, у них был довольно свежий цвет лица. Я их спросил, как им удавалось сохранить здоровье и активность. Они мне сказали, что долгое время страдали разными недугами, в том числе и диабетом. Но однажды их дочь принесла с работы написанные от руки способы лечения урины. Так они стали принимать свою урину и продолжают принимать до момента нашей встречи. За это время исчезли все болезни, в том числе и диабет, и они стали чувствовать себя помолодевшими. К этому времени я сам болел диабетом много лет. Причем болезнь все усиливалась и содержание сахара в крови достигло 29,7 единиц. Я воспользовался опытом моих случайных спутников и стал принимать собственную урину. Принимал я только утреннюю порцию ровно 2 месяца. Никаких диет не придерживался. Через 2 месяца такого лечения сахар в крови стал 5,4 единицы, а в моче не обнаруживался. И вот на таких цифрах держится до сих пор. Ниже следующая серия выдержек из писем одного и того же человека покажет, как необходимо бороться с сахарным диабетом и сопутствующими заболеваниями. Письмо первое. Я болею сахарным диабетом, 7 год, и грибковой экземой, 5 год. С 15 апреля 1992 года начал лечиться уринотерапией. Урину употребляю внутридесятый раз в день, делаю массаж мочегоном, ладони, стоп, шеи, лица один раз в день после 23 часов. Все получается как вы описали в методиках. Но одно меня убивает, это то, что первое время у меня покраснел и опух половой член. К нему нельзя было прикоснуться. С этим вопросом я обращался к эндокринологу и урологу. За время лечения уринотерапии никаких лекарств не применял. Продолжать ли мне лечение уринотерапии? Какие советы были даны? Очистить толстые кишечники печень. Для лучшей расшлаковки организма применять парную баню и отказаться от неестественных искусственных рафинированных продуктов. Письмо 2. Как я вам уже раньше писал, у меня сахарный диабет и экзема. Промыл толстый кишечник один раз. Два раза промыл печень. Один раз промыл почки. Чистил организм подсолнечным маслом. Чистил сустава рисом и лавровым листом. Три дня голодал в мае. Экзема излечивается очень медленно. На ладонях рук в основном излечено. Хотя не полностью. На стопах ног хуже. Не проходят корки. На член по совету поставил компресс несколько раз. И сейчас нормальное положение. Ежедневно делаю массаж мочегоном на ладони, стопы, член. Положение улучшается, хотя и медленно. Это меня беспокоит. В прошлом письме вы мне советовали отказаться от хлеба, так как мой организм сильно зашлакован слизью. Это мне не совсем ясно. А именно, на какое время отказаться от хлеба. И только ли от хлеба, а булки, батоны можно есть? Или отказаться от всего хлеба, булок, батонов? И если да, то на какой период? Ведь полностью от хлебных продуктов отказаться нельзя. Я посетил парную и после нее чувствовал себя прекрасно, так как 5 лет я не купался, болея экземы. Таблетки от сахарного диабета не принимал 15 марта сего года. И экземы лечу только уринотерапией. Самочувствие у меня хорошее. Прошу вас совета. По первое, хлебному вопросу. Второе, экземы на ступнях ног. Постараюсь приложить максимум усилий при лечении уринотерапии. Пока получается хорошо, а трудности меня не страшат. 14 мая 1992 года. Какие советы были даны? Продолжать очищение организма. Придерживаться питания натуральных продуктов. Пить и готовить все на талой воде. Письмо 3. Опишу вам результаты моего лечения. За прошедшее время принимал урину внутрь 3 раза в день. И одновременно делал массаж мочегоном, подошв в ног и ладони рук по 5-10 минут. 4 раза лечился голоданием. 2 раза по 2 дня и 2 раза по 3 дня. С 1 июня принимаю урину по 5-6 раз в день. И исключил из пищи хлебные и мучные продукты. Хлеб, булки и другие мучные изделия. За прошедшее время я 2 раза прочистил толстый кишечник. 5 раз прочистил печень. 1 раз промыл почки отваром корней шиповника. Пил талую воду. Отвар лаврового листа. И ел вареный лист. Питался кашами, салатами, картофелем. В результате лечения уринотерапии я вылечил геморрой и похожий сахарный диабет. Так как симптомы сахарного диабета у меня сейчас не появляются. А это потливость, слабость, сухость во рту и другие. Как вы советовали регулярно, посещая парную раз в неделю. Подошвы ног очищаются от корки, но медленно. А ладони рук почти очистились от корок. И они меня не беспокоят. Очень хочется вылечить экзему. Жду от вас дополнительных советов. 14 июля 1992 года. Какие советы были даны? Добавить в пищу проросшее зерно, чтобы стимулировать организм витаминами группы В, микроэлементами. Вместо массажа на область поражения экземы делать компрессы из мочегона. И вообще шире применять мочегон. Голодать не 2-3 дня, а более длительные сроки для глубинного очищения. Письмо 4. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Экзему не прихлопнул. Не получилось. Добавил проросшее зерно натощак. Регулярно делал обертывание с мочегоном на ступни ног. Месяц не употреблял в пищу хлеб, булки и все хлебное. Провел голодание неделю. Пил 2 раза в день мочегон. Но к концу августа всего года экзему не вылечил. Диету соблюдал строго салаты, каши, проросшее зерно, соки. Но ожидаемого результата не добился. Хотя ступни ног почти очистились от корок. А ладони рук стали совершенно чистыми. Содержание сахара в крови и моче близко к норме. Твердо убежден, что уринотерапии поправлю свое здоровье. Комментарии и рекомендации. Итак, с начала лечения прошло всего 5,5 месяцев. А болезнь была длительной. 7 лет сахарный диабет и 5 лет экзема. Сахарный диабет практически исчез. А экзему необходимо добивать компрессами из мочегона, а также очень старой мочи, чтобы лучше оторгались корки. Сочетание окисления и ощелачивания будет действовать гораздо лучше. Что касается питания, то необходимо есть салаты или тушеные овощи. Это особенно актуально в холодное время года. Каши, мясо и так далее. Но только раздельно. Все готовить на талой воде, почаще употреблять хлеб из прожожженного зерна. Итак, видно, что человек обрел уверенность в своих силах, перестал замыкаться, избавился от комплекса неполноценностей, поверил в себя. Что может быть лучше веры в свои силы? И это благодаря уринотерапии, над которой смеются глупцы и которую почитают мудрецы. Интересная методика излечения сахарного диабета описана у масляника. Сахарный диабет сильнейший, страстнейший. Рано утром пила мочу своего ребенка и сразу после этого шла доить корову и пила парное молоко. Через год анализы. Никаких признаков диабета не обнаружили. Скоро сняли с учета. О таком комплексном лечении молоком и мочой упоминал и Авиценна. Вот строки из его канона врачебной науки. Моча человека и моча верблюдицы, особенно с молоком дойной верблюдицы, помогает от водянки из-за твердения селезенки. Передается слово пророка. Если бы вы пили молоко и мочу, то, наверное, были бы здоровы. Такое лечение подходит тем людям, которые могут усваивать молоко. Урина способствует симуляции функции поджелудочной железы, активируя ее ферменты. Парное молоко – идеальная пища, конечно, в небольшом количестве, которая переваривается во многом за счет собственных ферментов. К тому же самоценное, наисвежайшее молоко, особой энергетикой, содержащейся в ней, способствует восстановлению структуры, а следовательно и функции поджелудочной железы. Уринотерапия и болезни сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, необходимо очистить кровь и удалить всевозможные закупорки из кровяного русла. Чтобы очистить кровь, надо прежде всего очистить толстый кишечник, а для нормализации свободной циркуляции устранить портальную гипертонию, то есть очистить печень. Вещества, содержащиеся в урины, далее сделают остальное сами, а именно, простимулируют сердечную мышцу, растворят тромбы. Пить урину в этих случаях рекомендуется 2-3 раза в день. Нечетное количество глотков, это 50-100 граммов. Пример. 17 дней среднюю урину собираю между 3 и 4 часами. Пью по 3 глотка, упаренную до 1 четвертой, то есть мочегон. Думаю, что у меня стал работать кишечник, лучше работает клапан между желудком и 12-перстной кишкой, мягче стал живот и сердце лучше работает. Упаренная урина стимулирует сердце еще за счет своего специфического сжженного вкуса. До этого перенесла 8 операций под общим наркозом. Удалили пулю из протока печени. Желаю вам успехов в труде инвалид первой группы. Пример. Мне 54 года, я уже на пенсии. Чувствовала себя очень плохо. Два раза в год делали уколы. У меня ревмокардит, шумы в сердце, ревматизм суставов. Случайно попала в руки ваша книга «Уринотерапия. Древние методы толкования практика». Как я вам благодарна. Я вот уже полгода не делаю уколов, пью мочу, растираюсь, голодаю 1-2 раза в месяц, если я чувствую намного лучше. Пример. Искренне благодарю вас за создание истинно божественного труда по уринотерапии. Месяц назад этот труд попал ко мне. И за месяц такие разительные успехи. Я легко пишу вам правой рукой. Мой диагноз 1988 года. Ревматоидный полиартрит, аневризма брюшного отдела аорты. Сои было 60-75, а сейчас 30-40. Не пью никаких таблеток. Пример. Мне 54 года. 8 лет страдаю гипертонической болезнью. Головокружением. Постоянное давление с повышением вечерней и ночной часы до 200 на 120. В январе 1991 года я выпила 10 раз по полстакана урины натощак и год не знала, что такое давление. Пример. Его прислал мне врач. Женщина, 64 лет, страдает гипертонической болезнью 1-2 степени, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен нижних конечностей, лечилась уриной, прием урины 3 раза в день, растирание тела урина и диета. Результат хороший. Артериальное давление в настоящее время стойкое от 130 до 140 на 80-85 мм ртутного столба. Венозные узлы на ногах опали, улучшилась работа сердца, лечилась полтора месяца. А теперь рассмотрим несколько критических случаев, когда жизнь человека висит на волоске. Как надо вести себя, что делать и по каким признакам ориентироваться. Пример. Неделю назад пришла ко мне старая знакома и умоляла пойти. С ней к ее дочери она умирает и хочет со мной проститься, так как самое раннее детство мы провели вместе. Я пошла. Состояние ее было ужасно. Ноги опухли до размеров слоновьих и до колен черные с ранами. До пояса опухоль и кисти рук черные и неимоверно толстые. Она лечилась 7 месяцев в Ростове-на-Дону, а потом перевели к нам еще на полгода. А теперь выписали умирать. Она уже простилась с детьми. У нее два сына женатых и внуки. Посидел я с ней, поговорил и поняла, что она очень одинока. Невестки не хотят. Сыновья забегут раз в неделю на две минуты. Муж на работе и приходит только ночью. Лежит она одна и думает свою думу о смерти. Я пошла к ней еще. И так получилось, что в разговоре сказала ей об Армстронге и уринотерапии. Стала говорить, что надо бороться. Умирать-то рано. Она ухватилась за это лечение. Просила почитать книгу, а потом сказала, что принимает это и будет лечиться. Отбросила таблетки. Стала пить мочу. А выделялась она по 20 граммов несколько раз. Но первый раз выпила мочу мужа. Его мочой теперь обтирает и делает клизмы, а свою пьет. Сегодня седьмой день голодания. Состояние ее не ухудшилось. Мочи выделяется более двух стаканов. Последние два дня появились позывы на рвоту и отплюваются с желтыми сгустками. После двух дней клизм из урины по 100 граммов два раза в день пошла чернота с черными сгустками. Опухоль не спадает, но и не увеличивается. Воды пьет уже по три стакана в день. У нее сердечная недостаточность и цирроз печени. Подскажите, что нам делать дальше? Комментарии и рекомендации. На область отеков и ран постоянно делать компрессы из мочиона. Особое внимание уделить клизмам. Все зло в толстом кишечнике. Продолжать принимать урину и голодать. Рвота и выход черного кала – симптомы, указывающие на выход болезнетворного начала. Это хорошо. В таком духе надо продолжать и дальше. Больше пить урину. Использовать талую воду. Тем более, что самочувствие не ухудшается. Если самочувствие будет ухудшаться, но при этом выходит патологическое образование, это очистительные и оздоровительные кризисы. Их надо пройти. Если ухудшение происходит без этих симптомов, вы опоздали. Болезнь дошла слишком далеко. Пример. Больной и возраст средний наблюдался у терапевта в течение года по поводу заболевания сердца – клапаны. Часто терял сознание на улице и его приносили в ближайшую аптеку, где ему оказывали необходимую помощь. Давали лекарства, которые он всегда с собой носил. Ему была предписана диета, спокойные прогулки, запрещено купание. Постепенно приступы участились. Он пришел ко мне, и я рекомендовал ему пить свою мочу. Моча, как я и ожидал, была мутная и с сильным запахом, но вскоре она стала прозрачной. Я объяснил больному, как растирать тело мочой. А вначале растирал его около двух часов с собственной. Должен заметить, что наиболее важными частями для растирания являются лицо и шеи, а также ступни, включая подошвы. После массажа больного обмывали теплой водопроводной водой. Больной стал каждое утро приходить ко мне на эту процедуру, если ему позволялось один раз в день, но только разрешенную мной пищу. Спустя месяц состояние его настолько улучшилось, что он смог вернуться к работе. Через 12 недель осмотр показал, что он совершенно здоров. С первого дня лечения у него не было ни одного приступа. Из книги Армстронга. Комментарии и рекомендации. Мутная, с сильным запахом моча, говорит о зашлаковности организма, толстого кишечника, печени. Особенно резкий запах об этом говорит. Отсюда важность очистительных процедур для разгрузки организма. Растираться лучше всего в полдень с 11 до 13 часов по местному времени. В это время работает канал сердца и процедура попадает в точку. Рекомендую профилактические курсы по укреплению сердца проводить в середине лета, когда она наиболее способна к самовосстановлению. Кроме растирания, можно и нужно делать компрессы на сегмент кожи, связанный с сердцем и из мочегона. Что касается еды, обязательно есть хлеб из проросшего зерна или 2-3 ложки проросшей пшеницы. Возможно, что одной из главных причин возникновения пороков сердца является грязная прямая кишка. Уринотерапия и глазные болезни. Урина хорошо помогает при разнообразных болезнях глаз. Методика применения ее проста. Закапывать или промывать глаза. В более сложных случаях компрессы и свежие урины на глаза и голодание. Хорошо подходит для лечения глаз детская или активированная моча. Можете воспользоваться древними рекомендациями. Использовать соли мочи. Для этого необходимо выпарить мочу на солнце и осадком лечить глаза. То есть немного посыпать в глаз. При бельме в глазу следует взять медную посуду, налить в нее 50 граммов меда и 100 граммов мочи. Варить до тех пор, пока не останется половина. Этой смесью закапывать в глаза по 5 капель. Дозировку начать с одной капли. Смесь используйте и при других глазных болезнях. Пример. В глаз попала металлическая стружка. Отек глаза снят в течение 7 часов. Гиперемия слизистой века и склеры за 12. Гнойное выделение из глаза прекратилось через 4-5 часов после начала лечения. Применялась свежая теплая моча через каждые 30-40 минут в виде промывания глаза и прочее. Материал прислал, кстати, врач-педиатр. Пример. Год назад в результате простуды у меня случилось воспаление роговицы на левом глазу. Появилось какое-то темное пятнышко и мне пришлось месяц пролежать в больнице. Когда я выписался, пятно у меня все-таки еще оставалось, но было меньше и светлее, чем в начале. Мне говорили, что оно пройдет, но оно не проходило. Некоторое время спустя решил попробовать закапывать урину в глаз и нос. Пятно на глазу у меня пропало. Пример. В Киеве в 1989 году врачи определили мне диагноз катаракта. Я не мог читать. Через 5 минут чтения все сливалось. Лекарство не помогало. Тогда я стал регулярно промывать глаза уриной собственной каждый день после сна. Курс 2 недели. Теперь зрение нормальное. Пример. Врожденная катаракта обоих глаз. Решил испытать метод уринотерапии и проголодал на урине и воде при ежедневных втираниях 9 дней. Но вынужден был прекратить из-за негативных реакций желудка. Но положительные результаты все же были. Начиная с 6 дня зрение улучшилось и даже сама форма катаракты несколько изменилась. Комментарии и рекомендации. Армстронг в своей книге «Живая вода» пишет. Во многих случаях 10 дней уринового голодания оказывалось достаточно, чтобы пленки, покрывающие глаза, рассосались в самый длительный срок 28 дней. Поэтому для того, чтобы свести врожденную катаракту, необходимо было голодать на урины дольше, прикладывать компрессор на глаза из урины, упаренной с медом в медной посуде, тогда бы был полный успех. Также подается лечению уринотерапии другое заболевание глаз – глаукома. Но после хирургического вмешательства эффекта может не быть. Уринотерапия и опухолевые заболевания. Уринотерапия, как ни странно, на первый взгляд, невероятно эффективна против различных опухолей, в том числе и раковых. В простых случаях достаточно пить урину, делать компрессы, обязательно, на пораженную область или массаж всего тела, а в более запущенных случаях – сочетать голодание с уринотерапией и глинолечением. Все эти мероприятия, выполняемые в комплексы, позволяют вернуть человека к полноценной жизни. Познакомимся на практике, как это делается. Пример. У меня на виске родинка. Я все время вечером до этого протирала лицо и руки свежей уриной. Кожа стала мягче и цвет лучше. А тут родинка. Это стало меня беспокоить. Я начала делать компрессы из старой мочи. Через неделю она прорвалась, пошел гной. Появилось уплотнение около уха, за ухом и по сосудам, идущим в углубление около ключицы. Стало болеть. Я прочитала еще раз вашу книгу и стала прикладывать упаренную урину. Родинка уменьшилась, гной прекратился и боли стали меньше. Комментарии и рекомендации. Этой женщине необходимо пройти полный курс очистительных процедур. Толстый кишечник, печень. Почаще париться для расшлаковки ткани. На область родинки постоянно делать компресс из упаренной урины. Пример. Моя жена 4 года назад нечаянно сорвала родинку на спине. На месте родинки образовалась язвочка, которая не заживала все эти годы. Всевозможное лечение результата не давали. Она то покрывалась корочкой, то открывалась вновь. Имела нездоровый темно-красный цвет с синеватым оттенком. После накладывания компресса из упаренной урины язвочка исчезла. Кожа, образовавшаяся на месте язвы, имеет здоровый розовый цвет. Мы удивлены и поражены неожиданным результатом. Пример. Благодаря вам и вашей книге я переступила барьер брезгливости. И около года, как принимаю урину по утрам, у меня прошел геморрой. Исчезла бородавка на бедре. Очищение идет с жидкого стула безболезненно. Пример. Я уже лечилась мочой. У меня был грудной ребенок и часто воспалялись молочные ходы. Молоко застаивалось и я прикладывала подгузник, пропитанный детской мочой. Воспаление снималось за считанные часы. Рекомендую всем знакомым этот простейший метод. Итак, если у вас на груди открылось сильное капиллярное кровотечение, тракт мочи остановит кровь и мгновенно стягивает оголенную язву. Очень физиологично, без рубцов. Рекомендации 31-летней женщины. Пример. Одно время были сильные боли в груди. Затвердение. Хотела идти к врачу в больницу. А здесь эта книга. Да я думаю, попью. Пила утром и в обед. Затвердение в груди прошло. Пример. 6 лет назад была удалена киста правого яичника. И вот опять киста, но слева. Врач посоветовал операцию. 10 дней голодала. Пила 4 раза в день по 75 граммов свежей мочи. Сначала киста уменьшилась в 2 раза. Ну а сейчас ее не обнаружили. Просто фантастика. Комментарии и рекомендации. В письме эта женщина указывает, что у нее все время были проблемы с кишечником. Их надо устранить. Так как киста является их следствием. Пример. У сестры мастопатия правой груди. В прошлом году ее облучали. Она приняла 24 сеанса. Все было нормально. Но в этом году, в апреле, у нее снова воспалилась грудь. Покраснела. Но она не ходила в больницу. У меня оказалась ваша работа по уринотерапии. И я предложил ее сестре. Сестра голодала 10 дней. На фоне полного голодания пила урину. И делала массаж с упаренной уриной. Прикладывала компрессы на грудь. На второй день после голодания из груди пошла сукровица. И продолжала идти все дни. И после выхода из голодания. Температура груди спала. Краснота уменьшилась. Но меня пугало, что кровь иногда была алой. Что вы можете посоветовать? Как ей поступать дальше? Комментарии и рекомендации. Голодать надо не сразу. А вначале очистить себя. Одновременно с началом очищения. Пить урину 20 раза в день по 100-150 граммов. А на грудь постоянно делать компрессы из урины. Различные виды подобрать самостоятельно. Лучше в виде глиняных катаплазий. Если через месяц не пройдет. То тогда сделать голодание на урине. Пример. Это было в декабре 1991 года. Я сильно простыла. Начался кашель. Который обычно у меня держался месяца 3. Знакомая посоветовала. Пей мочу. Мне себя психологически подготавливать не надо. Уж если я пила керосин. То мочу тем более. Начала пить по 100 граммов. Несколько раз в день. Не меняя общего режима питания. И о чудо. В течение недели я перестала кашлять. В паху была опухоль лимфоузла. Ее можно было увидеть невооруженным глазом. В течение двух месяцев рассосала. Пример. Об этом лечении я рассказала своей соседке по дому. Она страдает опухолью мочевого пузыря. Она пила теплую, то есть свежую мочу. И промывала кишечник от шлаков. Я не знаю точно, какое время она принимала. Но знаю одно. Что когда я ее встретила и спросила о результатах. То услышала, что впервые за 5 лет болезни у нее нормальная моча. Пример. Пишу радостно. Так как я избавился от злокачественной опухоли. В правом углу левого глаза. У носа. Величиной с хорошую горошину. Я начал ее лечить упаренной уриной. Не втирая, а легонько дотрагиваясь. Я даже не скажу вам, за сколько дней она исчезла. Но на вторую неделю обнаружила однажды утром, что ее не стало. Пример. По вашим советам. За год не голодая, избавился от геморроя. Боли в ногах, поясницы. Не хожу с поясом. Забыла насморки, гайморитии и даже аденоме. Которую мне дважды предлагали удалять хирургическим путем. Инвалид отечественной войны второй группы. Пример. Хочу рассказать вам о том, как моя мать лечилась уриной лет 20 тому назад. У нее был диагноз опухоль и трещина прямой кишки. Пила она мочу год, не прерывая, по несколько раз в день. Трещина зажила, опухоль рассосалась. А посоветовала ей пить урину женщина, которая вылечила себя от рака прямой кишки. Пример. Год назад моя дочь стала плохо слышать. 1988 года рождения. Из-за полипов. Уже прошли две операции. Но примерно через год после каждого операционного вмешательства полипы появлялись в ногах. Я стала закапывать дочери в нос ее свежую теплую урину по одной и второй пипетке в каждую ноздрю столько раз в день, сколько у нее было мочеспасканий. Курс лечения длился две недели. Помимо этого в уши я закапывала ей упаренный урин. В результате вернулся стопроцентный слух, а врачи ставили диагноз тугоухость второй степени. Большое вам спасибо. Пример. Два дня назад я познакомилась с одной женщиной. Мы случайно разговаривались. Она три года назад упала и сильно ушибла грудь. Так что грудь стала красно-синего цвета. Появилась опухоль на левой груди с куриным яйцом. Онкологи назначили операцию. Она этого страшно боялась и по совету знакомых стала пить среднюю порцию мочи утром и вечером. На ночь прикладывала компрессы из подогретой мочи с добавлением одной чайной ложки соды и одной чайной ложки уксуса. У нее был сильный сдут. Даже небольшие ожоги. Она на время прекратила ставить компрессы, но потом опять все повторяла. Через месяц опухоль значительно уменьшилась. И хотя говорили, что операция неизбежна, ее отменили. Еще через месяц опухоль совсем рассосалась. Комментарии и рекомендации. Никогда в урину не добавляйте вышеуказанные ингредиенты. Именно они и вызвали ожог кожи. Пример. С уринотерапией я познакомился всего год назад, когда мою семью постигло несчастье. Мой отец 51 год, серьезно заболел. И врачи поставили диагноз рак гортани 4 степени и сказали, что оперировать уже поздно. И предложили только облучение, от которого мы отказались, так как положительного результата оно мало кому давало. И вот в это время один мой знакомый предложил попробовать лечение уриной. Сначала отец не мог с этим согласиться, но затем начал употреблять. Сначала разводил компотом, так как сразу не мог привыкнуть. Затем стал пить, запивая водой. Теперь после прочтения вашей книги уже пьет мочу, не запивая. Вот уже прошел год, пока жив. У моего отца сейчас началось, как у вас описано, кризисное состояние. Рвота, сильный кашель, слезеотделение, температура. До прочтения вашей книги мы думали, что это уже все и боялись, что это уже перед смертью. Но прочитав вашу книгу, поняли, что это началось очищение. Большое спасибо вам за такую замечательную книгу. Комментарии и рекомендации. На область Гортони ставить компрессы из мочегона или детской урины, желательно ребенка до 5 лет. Прочистить толстый кишечник и печень. В дополнение можно делать полоскание горла поглубже упаренной урины. Но для этого необходимо изменить питание. Пример. Мне вашу книгу выслал племянник из города Старый Оскол. Там она как раз печаталась. У него жена болела. Врачи признавали рак крови. Она учительница, имеет высшее образование. Ей давали вторую группу. Но она упорно лечилась. Втирала, пила. И все прошло через год. Пример. Моя знакомая несколько месяцев занимается уринотерапией при раке лимфоузлов. Это после того, как она много месяцев пролежала в больнице города Бухара. Выписали ее с плохими анализами. После этого она начала заниматься уринотерапией. В настоящее время она почувствовала себя гораздо лучше. У нее цвет лица изменился. Появился румянец. Кожа стала мягкая, эластичная. Анализ крови хороший. Все это благодаря вам. Пример. Больной R около 30 лет. Состояние малокровия. Вес ниже нормы. В одной груди затвердения примерно с куриное яйцо. Диагноз рак. Рекомендована срочная операция, от которой больная отказалась. Прием своей мочи внутрь на фоне полного голодания. Ежедневно она выпивала 1 литр 420 граммов обычной холодной воды из-под крана. Муж растирал ее мочой с головы до пальцев ног в течение двух часов ежедневно. А примочки из мочи накладывались круглосуточно на обе груди. Поправилась за 10 дней. Пошла к прежнему доктору на 12 дней после первого своего визита. И он не смог обнаружить и следа каких-либо нарушений в груди. Кроме того, больная избавилась от малокровия. Она обрела полное здоровье. Из книги Армстронга. Комментарии и рекомендации. Сочетание двух сильно закисляющих внутреннюю среду средств, голодания и уринотерапии, с таким массированным воздействием на кожу, действительно может творить чудеса. Улучшить данное лечение можно было бы компрессами и массажем изупаренной урины, а также очищением толстого кишечника с помощью микроклизма. А теперь несколько примеров с опухолями другого рода. Пример. Коллега по работе А рассказала мне, что она тоже испробовала действия выдержанной мочи. У ее ребенка 10 лет. На подошве ноги выступила подкожная опухоль величиной с копейку. Назвала она эту опухоль шипицей. Хотя, на мой взгляд, это было что-то другое. Опухоль все увеличивалась, затрудняя движение ребенка. Хирург предложил вырезать ее, пока она маленькая. Но мать решила не спешить с операцией. Она хорошо была знакома с уринотерапией. После трех компрессов из выдержанной мочи на ночь опухоль сморщилась и исчезла. Из книги Масленников. Пример. Назначена была операция шишки, то есть гематомы на голове. Стала самостоятельно принимать урину, то есть голодание с уриной 7 дней. Анализы нормализовались, но операция была назначена. Стала класть глину из упаренной урины. Шишки прорвались, но до конца не поняла, обратилась к врачу. Прошу посоветовать, как быть, если рана открылась и рану врач чистил. Рекомендации. Накладывайте обычные компрессы из упаренной урины мочиона, либо свежую урину ребенка до 5 лет. Пример. У меня был случай. Я употреблял виноград, который был опрыскан бордоской жидкостью, в результате чего у меня опухло все горло. Я не мог говорить и глотать. В больницу я не пошел, а начал полоскать горло своей мочой. За 3 дня полоскания опухоль прошла, и я смог говорить и глотать. Уринотерапия и простудное заболевание. Питье урины и полоскание ее горла дает великолепные результаты при простудных заболеваниях. Если добавить промывание носоглотки, то дополнительно очищаются гайморовые и лобные пазухи, а также близлежащие области мозга. Уринотерапия в этих случаях радикально решает простудные проблемы. Пью урину натощак 9 золотков, промывая нос. Всю жизнь, сколько я себя помню, болело горло, хронический танзелит. Теперь кефир пью холодный, воду, а то ведь было нельзя. Пример. Простыла, сильно кашляла, стала пить по утрам урину. Все прошло. Пример. Я стала лечиться уриной. Пью по утрам и один раз в неделю голодаю с уриной. Еще. Полощу нос, горло, лечу десны. Весна. А я не заболела простудой. Это же чудо. Нос стал чистым и горло не болит. Раньше я за год болела 5-6 раз. Десны укрепляются. Появилось у меня уплотнение размером с горошину. Я месяц на ночь прикладывала бинтик, смоченный в урине, и все рассосалось. Пример. Я начала пить урину с 5 июля 1992 года. Утром регулярно до 200 граммов, а днем иногда. За это время у меня прошли такие болезни. Запор уменьшился гомерой. Через 2 месяца с начала приема начался сильный насморк. Шел настоящий гной больше месяца. Комментарии и рекомендации. Рядовой человек не может представить себе, до какой степени у него может быть наполнена слизью голова. Прием урины, особенно промывание носоглотки, выталкивает эту слизь, и она выходит в виде гноя или гноеподобной массы. Как правило, после этого улучшается обоняние, слух, исчезают головные боли. Вот так получилось и в этом случае. Началось отделение слизистого содержимого из области носоглотки, лобных и гайморовых пазух. Это очень хорошее явление. Организм освобождается от патологии. Поэтому необходимо продолжать промывание носа до тех пор, пока слизь не перестанет идти. После этого вам останется лишь для профилактики по утрам делать промывание носа свежей уриной. Пример. У меня болели уши. Я почти теряла слух и истекала гноем. Не могла дышать носом. После промывания ушей и носа, полоскания горла по утрам, у меня все нормализовалось. Меньше стало болеть. Спасибо вам. Ниже следующий случай наглядно описывают картину с дошлаковки головы от запоров. В настоящее время меня мучают головные боли, шум в ушах и голове. Ужасны. Потеря слуха. Запорю уже лет 15. Но по этому поводу я стеснялась обращаться к врачам. Я бросила пить все таблетки. Начала пить свою урину с 5 до 6 часов натощак. Закапывала упаренную урину в нос, уши. Через 2 недели из носа и рта полилась слизь сгустки гноя. Все это шло у меня дня 2,5-3. Я уже думала, что этому не будет конца и края. Беспрерывно идет-идет слизь из носа. Муж говорит, может и простыла. Что мне делать дальше? Клизмы. Диагноз врачей. Стеноз слуховых артерий. Ишемия сосудов головы. Бесконечные головные боли. Головокружение. Неустойчивость при ходьбе. Меня качает то влево, то вправо. Боже мой, что мне только за это время не делали врачи здесь, в городе. В Москве я лежала в отделении сосудистой хирургии в институте имени Бакулева. А сколько я приняла лекарств и принимаю до сих пор. Все вены исколоты. Постоянные капельницы. Внутривенные уколы и так далее. А самое главное, мне сказали, что я должна примириться со своим состоянием. Потому что ничего нельзя сделать сосудами, чтобы был не временный эффект, а постоянный. Но после вашей книги я поверила в положительный результат. Как мне продолжить дальше? Комментарии и рекомендации. Воистину, нет большего врага человеку, нежели он сам себе. И если бы эта женщина вовремя почистилась, правильно питалась и избавилась от запоров, ей ничего бы не потребовалось. За шлакубка произошла страшная и двойная от запоров и лекарств. Ее стеснение и неграмотность обернулись серьезнейшими расстройствами. Но урина чудо-жидкость. Лекарство для смелых. Быстро начало заводить порядок в ее организме. Необходимо промывать нос, пить урину и очищать толстые кишечники печень. Далее необходимо наладить правильное питание. Все готовить на талой воде, есть проросшую пшеницу и почаще ходить в баню. Дополнительно втирать урину в голову день свежую или мочевод, а на другой день старую с запахом. И так чередовать до полного исцеления. Обращение к читателям. Прежде чем лечить сердце, голову, сосуды, легкие, кожу и так далее, очистите толстые кишечники печень. Нормализуйте питание. Если после этого болезнь не пройдет, только тогда начинайте применять медицинские процедуры, но лучше уринотерапию. Уринотерапия и кожные болезни. При кожных болезнях урина применяется следующим образом. Внутрь в виде питья обязательно чистка толстого кишечника и печени. Ибо сказано, кожные болезни сидят в кишечнике. И только после этой подготовки начинайте усиленно использовать урину на пораженные участки кожи, растирания, компрессы. Причем используйте все варианты урины. Для отторжения омертвевшей кожи на топтыши очень старую, как упаренную, так и простую. Для заживления – простую детскую, активированную, упаренную. Для смягчения – свежевыпущенную детскую и собственную. Рекомендуем пересмотреть образ жизни и питание. Твердо уясните себе, от чего возникла эта болезнь и устраните причины. К примеру, в конце прошлого года заболела опоясывающим лишаем. После недели медикаментозного лечения, особых сдвигов в сторону улучшения не было. Начала голодать и пить мочу. Ввиду того, что моча была горько-соленого вкуса, от питья вскоре отказалась. В течение всей болезни несколько раз в день смазала прыщи. И это заметно уменьшило боли. Обезболевающее действие мочи было сильнее, чем настойки и страв, сделанные для меня фитотерапевтами. Голодала на урине неделю. К концу месяца прыщики прошли без медикаментов. Комментарии и рекомендации. Голодание в этом случае заменило очистительные процедуры и способствовало более сильному закислению организма, что благоприятствовало лечению. Пример. Застарелая жирная сиборея и дермографизм кожи тела. Кожа жесткая и грубая на ощупь. Первая неделя дали эффект очень хороший. Кожа стала явно глажем, но образовалась сыпь на коже. То есть пошла реакция очищения, которая очень долго и мучительно одержалась. Была снято вегетарианским питанием, клизмами, питьем урины и регулярными голодовками. Раз в четыре дня. Пример. Я участник Отечественной войны, поэтому имею много болячек. Применяя урину, избавился от кожного заболевания герпеса. Эту болезнь я лечил у дерматолога. Лечение было продолжительным, а результаты слабые. Стал втирать старую мочу, зуд сразу прекратился и болезнь быстро прошла. Герпес был не на губах, а на ягодицах. То есть кожный герпес. Пример. Псориаз, больному 60 лет. Голодал с применением мочи и воды в течение одной недели в июне и сентябре два раза. Во время голода его растирали собственной мочой три раза в день по часу. Совершенно излечился. Продолжал принимать мочу ежедневно в течение 10 лет. Когда ему было 70 лет, он выглядел не старше 55. Комментарии и рекомендации. Я отношу псориаз и экзему к наиболее легко поддающимся уринотерапии. Разумеется, если они не запущены. Излечивается и волчанка. Гораздо более серьезное заболевание. Правда, на ее лечение уходит больше времени. Из книги Армстронга. Пример, я лет 15 страдаю псориазом и в прошлом году при очередном обострении обратился к докторам, которые начали меня лечить гормональными препаратами дексаметазон в 8 таблеток в день. Когда дозу постепенно по мере улучшения снизили до 3, я прочитал вашу книгу «Уринотерапия». Начал лечение с приема урины утром и растирания упаренной урины. Одновременно я применял и гормоны, но уже по 2 таблетки. Состояние мое постепенно начало ухудшаться и в конце концов болезнь обострилась до такой степени, что выкручивало суставы и все тело покрылось скоростой. Снова мой доктор, он кстати кандидат медицинских наук, включил дексаметазон. Начали с 8 таблеток ежедневно. На этот раз, дойдя до 4 таблеток, я опять ощутил ухудшение. Стало еще хуже, чем первые 2 раза. Снова доктор велел применять по 8 таблеток. Одновременно мне сделали гемосопцию и плазмофорез, то есть очищение крови и лимфы. Сначала стало несколько лучше, но по мере снижения дозы гормонов ухудшало состояние. Я бы с удовольствием, если бы мог, избавился от этих гормонов и начал бы лечение по вашему методу от чисток, голодания и так далее. Доктор, который меня лечил, думаю, сам не знает, как дальше меня лечить, несмотря на его ученую степень, которую ему присвоили за диссертацию по псориазу. Одним словом, сделал меня калекой, хотя я уверен, можно было обойтись без применения гормональных препаратов. Геннадий Петрович, очень вас прошу помочь. На вас последняя надежда. Сейчас я инвалид второй группы по болезням в свои 35 лет. Комментарий и рекомендации. Я плакал, читая это письмо. Как просто было избавление в предыдущем случае и до чего дошло в этом? Что делать? Расшлаковку всего организма. Клизмы, очищение печени на фоне приема минимального количества гормонов. Изменить питание, которое зашлаковывает. Изъять плохие продукты, питаться натуральными. Нормализовать время поступления пищи в организм. Утро и полдень, никаких перекусов. После месячной подобной подготовки пойти на голодание. Дополнительно париться в бане. Пить и все готовить на талой воде. Пример. Я уже писал вам о своем заболевании. Красная волчанка. Спешу рассказать о проделанной работе. За это время я дважды почистила печень. Прошла курс лечебного потения и продолжаю принимать теплые ванны с пихтовым маслом. Дважды почистила кишечник по 25 дней с соком чистотила. Урину продолжаю пить и растираться. Курсами по одному месяцу. А в промежутках пью травы с чистотелом. Чувствую себя гораздо лучше. И настроение изменилось. Временами кажется, что я совсем здоров. Но вдруг опять пухнут суставы и появляется боль. Конечно, таких болей нет, как раньше. И самочувствие можно назвать стабильным. Занимаюсь гимнастикой. О чем раньше и речи не могло быть из-за сильных болей. Хожу очень много. По дому все делаю сама. Короче, я ожила, стала человеком. И еще я перешла на раздельное питание. Исчезло урчание в кишечнике. А сам кишечник стал буквально в смысле работать как часы. Я очень сильно сбросила вес на 14 килограммов. Что мне нужно сейчас делать? Комментарии и рекомендации. Необходимо еще несколько раз очистить печень и толстый кишечник с мочегоном. Чистоте для подобной очистки не годится. Он сушит слизистую кишечника и подходит для тучных людей. В питании добавить проросшую пшеницу и хлеб из нее. Продолжать лечебное подтение. Сброс веса объясняется распадом патологически измененной ткани. Как только эта ткань распадется и выйдет из организма, вы начнете поправляться. Пример. В марте этого года я обратился к вам по поводу красной волчанки. От которой уже несколько лет пытаюсь избавиться. Вы выслали свои рекомендации с просьбой сообщить результаты через 2 месяца. В том, что результаты будут обнадеживающими, я не сомневался. И потому задержался с ответом. Хотелось сообщить вам что-то конкретное. Да, лето прошло хорошо. Пятна на лице исчезли. Никаких припухлостей и шелушений. Лишь изредка появлялись намеки на то, что болезнь не ушла. А в августе, когда было жарко, исчезло и это. Но осенью, заметив ухудшение, я решила почиститься по уокеру с добавлением чистотела. Так как у меня те самые бородавки. На второй день курса было резкое обострение. На десятый просто отлично. А после десятого, последнего дня чистки, снова обострение. Из которого вот уже дней 20 я постепенно выбираюсь. Такое впечатление, что я нажал не на ту клавишу, а может быть на ту. Одним словом, нужен совет, рекомендации. Необходимо проделать то, чтобы и в предыдущем случае. Использовать не чистотел, а мочегон, детскую урину. Поголодать и, конечно, разобраться в собственном питании и образе жизни. Причина, скорее всего, в том, что возбуждается ветер от похолодания. А сухость от чистотела сразу дает обострение. Пример из книги «Мочевая терапия» о лечении лейкодермии в Витилиго. Один индус имел белые пятна по всему телу в течение 15 лет. Даже его волосы стали белыми из-за лейкодермы. Он искал мудрецов, говорил с ними о йоге и других духовных вещах. Заинтересовавшись йогой, он читал книги по хатха-йоге, где нашел ссылку на Шивамбу Кальпа. Прочитав эту книгу, он стал испытывать на себе многие описанные там рецепты мочевой терапии. Он улучшил свое зрение, тягивая мочу через нос. Но главный его успех заключался в успешном лечении лейкодермы. Применяя смазывание кожи и питье урины внутрь, ему удалось сначала уменьшить размеры пятен, а затем пятна стали постепенно исчезать. Волосы стали опять черными и тело приобрело естественный цвет. Рао Джиапхай, увидев его после лечения, был поражен результатом. В заключении раздела лечения кожных заболеваний, я приведу слова народного целителя Парфиния Янгалычева. Застаренные болячки и вреды исцеляются примачиванием урины. Также она вылечивает высыпание пятен лишайных, коросливых и чистоточных с свербежом и действует вытравительным и съедающим образом, нечувствительно, производя крепость кожи, сгоняя всякую нечистоту. Уринотерапия и отложение солей. Полиартрит. Урина прекрасно очищает наш организм от солей, восстанавливает утраченную подвижность. Методика применения простая. На область поражения компрессия с мочегоном или очень старой уриной чередовать. Действуя на очах отложения солей кислой и щелочной средой, мы ускоряем процесс рассасывания. Петь урину несколько раз в день и обязательно очистить толстый кишечник и особенно печень. Нарушение обмена минеральных веществ в печени приводит к отложению солей. Желательно соблюдать диету, овощи, каша, все готовить на талой воде, обязательно посещать парную или принимать горячие ванны. А сразу после этого смазывать кожу пораженных участков маслом. Масло топленое или оливковое. А теперь несколько примеров, как это происходит на практике. Пример. В 28 лет, через год после событий в Чернобыле, заболела полиартритом. Это совпало с беременностью. Пару лет пыталась с компрессами бороться с полиартритами. И еще через год, зимой, со слезами обувала сапоги. Были воспалены суставы. На них синюшные припухлости. Тоже появилось и на пальцах рук. Да и печень была не в порядке. В 1990 году начала голодать по брегу 24 часа в неделю. С начала 1991 года прошла курс очистки без очистки лимфы по Семеновой. Поскольку суставы здорово поджимали, совместила очистку печени с интенсивным голоданием. За полтора месяца, примерно две недели голодала. Три очистки с интервалом 3-4 недели. После первой же очистки печени на утро спали отеки с пальцев рук. Но осталась болезненность суставов. Потеряла примерно 10 килограммов веса. Стала себя гораздо лучше чувствовать. Но печень довольно часто побаливала. И суставы воспалялись после очень небольших перееданий. Сдержать себя было очень трудно, так как из-за интенсивного голодания и, наверное, аханий ближайших по поводу худобы, был сильный аппетит. При дачу нарушился менструальный цикл. Сейчас я знаю, что голодание было слишком большим стрессом для моего организма. Кроме того, причиной было примерно двухлетней давности воспаление придатков. О чем я и не подозревала. Хотя по скудности месячных чувствовала, что что-то неладно. Пробовала пить душицу, но малорезультативно. С марта этого года, под влиянием рассказов знакомых об успешном лечении мочой, начала пить мочу раз в день по 150-200 граммов и голодала раз в неделю по 36 часов с приемом мочи раз утром за час-полтора до еды. В течение дня голодания пила воду. Через одну неделю после начала уринотерапии началось сильнейшее расстройство желудка, которое продолжалось две недели с выделением невероятного количества слизи. Дополнительно очистилась печень ночью самопроизвольно. Расстройство прекратилось неожиданно вместе с восстановлением менструального цикла. Это произошло через три недели после начала уринотерапии и после годового перерыва менструального цикла. Восстановился прежний вес за эти три недели. Набрала, наверное, 6-7 килограммов. Еще через две недели полностью спали опухоли суставов, руки, ног и осталось болезненно суставов второго пальца. Раньше были затронуты почти все пальцы. Через месяц или семь недель с начала уринотерапии полностью восстановился менструальный цикл. Менструация прошла совершенно безболезненно и обильно, как раньше. Через восемь недель с начала уринотерапии прошла болезненно суставов, успокоились печень и желудок, были гастритные явления. Настолько успокоились, что съеденное на Пасху огромное количество сдобы сошло с рук. Раньше обязательно бы болела печень и воспалялись суставы. Комментарии и рекомендации. Для того, чтобы нормализовать минеральный обмен в организме, надо очистить печень, что и было сделано. Отсюда первый положительный результат. Однако, осталась слизь, которая мешала работе всего организма. Чтобы выгнать ее из организма, необходима была урина. Отсюда второй успех. И третий успех наступил после того, как урина нормализовала функцию печени и растворила соли. Выгнала инфекцию из области суставов. Ошибки этой женщины в том, что она не нормализовала питание. Сдоба, обычный хлеб и так далее содержат много соединений кальция, которые не усваиваются организмом и откладываются в суставах, печеночных ходах и так далее. Если не перейти на цельные каши и хлеб из проросшего зерна, болезнь вернется вновь, даже несмотря на уринотерапию. Пример. На второй день применения урины, упаренной и свежей внутрь, результаты просто поразительные. Стало тепло, настроение хорошее, ноги перестало сводить, поясница не болит, боль ощущалась слабо, где-то в глубине 3 дня. Через 6 дней боли совсем исчезли. Резиновые сапоги перестали влиять на ноги. Рекомендации. Резиновые сапоги носить только тогда, когда сыро. При постоянном ношении они вредно повлияют на ваше здоровье. Пример. В 1979 году моя мама вылечила шпоры на обоих пятках. Она делала на ночь компресс из мочи, а днем в носки вкладывала пучки травы повелики и так ходила весь день. За 3 летних месяца она полностью избавилась от шпор. Делали рентгеновские снимки и врач очень удивилась ее результатом. Комментарии. Здесь наглядно показан процесс ощелачивания с помощью травы повелики и закисления с помощью урины. Пример. Моему мужу очень помогли компрессы на ступни ног. Крупные наросты исчезли после трех компрессов. Большое вам спасибо. Пример. В 1990 году заболели ступни ног. Ходил с большим трудом. Работал на заводе. Много потрудились врачи завода, но безрезультатно. Отправили в Ялту на курорт. Там тоже ничего не помогло. Решил применить уринотерапию. Собрал мочу от всех членов семьи. Всего 3 литра. Стал подогревать и делать на ночь в ванночке в течение 15-20 минут. После второй ванночки боли прекратились. Всего принял 10 ванночек. Уринотерапия и женские болезни. Женские болезни в основном есть результат несоблюдения элементарных правил. А именно вовремя опорожниться. Запоры, недостаточный стул, бич современных женщин. Результат их неправильного питания рафинированной пищей, неестественными продуктами и тому подобное. В результате этого содержимое толстого кишечника скапливается, спрессовывается, гниет и отравляет близлежащие органы и всю кровь. От этого воспаляются органы, прилежащие к толстому кишечнику и начинаются разнообразные женские болезни. Первым делом очистите толстый кишечник, затем печень. Далее пить раз в день от 50 до 100 граммов с долпом собственную урину. Ею же спринцеваться, вводить тампоны. Вначале из свежей своей или детской урины. Далее из мочегона. Постепенно применять горячие полуванночки с добавлением в воду 500-1000 граммов мочегона. Дополнительно на ночь можно применять тампоны из различных видов урины. Если произошли нарушения менструального цикла и другие гормональные расстройства, например, рост волос на лице по мужскому типу, то пейте раза 3-4 в день от 100 до 150 граммов урины. Смазывайте тело уриной или мочегоном. В упорных случаях можете после изменения питания употреблять внутрь мочегон по 50 граммов утром натощак. Все эти мероприятия позволяют вам выровнять гормональные перекосы и избавиться от неприятностей. Пример. Мне 45 лет. Оперировалась по поводу кисты яичника. Пила мочу 3 месяца. Менструальный цикл нормализовался. Исчезли боли. Пример. Эрозия шейки матки. После оплечения детскую урину подогреть до кипения, резко остудить до температуры парного молока и сделать спринцевание. Комментарии и рекомендации. Моча должна быть ребенка до 10 лет. Чем меньше возраст, тем лучше. Когда она нагревается и резко охлаждается, то сильно насыщается энергией. Пример. У женщины была увеличена матка, фибромиома с болями. Она безуспешно лечилась у врачей из нахарей. Ей посоветовали пить мочу и вкладывать смоченные мочой ватные тампоны во влагалище. Через некоторое время все прошло. Пример. Больная и 20 лет. Замужем. Имеет ребенка. Воспаление яичников. Запущена эрозия шейки матки. Очень плохие анализы. Больная стала делать ночные тампоны из своей мочи и утреннее спинцевание. Пить мочу не смогла. Лечилась таким образом 14 дней. После чего пошла к лечащему врачу. Анализы показали, что яичники на стадии излечения воспалительного процесса там почти нет. Эрозия стала значительно меньше. Остался лишь совсем небольшой участок. Комментарии. Собственно, моча прекрасное следство для профилактики женских заболеваний. Во-первых, она нормализует кислую среду, что убивает паразитов и так далее. Во-вторых, если имеются боли, то она их снимает своим противоболевым эффектом. В-третьих, моча может являться средством, предохраняющим от нежелательной беременности. Пример. Это было обнаружено случайно. Дочь вышла замуж. Долго не было детей. В какой-то период дочь с мужем попали в такие условия, что заниматься подмыванием урина не могла и вскоре забеременела. В дальнейшем о противозачаточных свойствах мочи говорили и другие женщины. Комментарии и рекомендации. Спринцеваться необходимо мочой после сношения. Для этого мочу заготавливают заранее. Кислая среда парализует сперматозоиды. Пример. Женщины ставили диагноз фиброматозные узлы матки, кистома яичника, эндоцервицит. Применялась урина один раз в день в течение месяца. Принцевание тампоны с уриной ежедневно на ночь в течение месяца. Результат. При функциональном осмотре диагнозы сняты. Прислал врач. Мне очень понравился раздел «Женские болезни» из книги Масленникова «Тайна напитка богов». Раздел чисто описательный, но я решил соединить его со своими разъяснениями и думаю получилось то, что надо. Пример. Об успешных случаях исцеления фиброматозной матки мне сообщило несколько женщин. Способ их лечения оказался еще проще предыдущего. Утром один раз в день делать спринцевание своей свежей еще теплой мочой. Таким же способом излечивается и двустороннее воспаление предатков. Вот что рассказала мне Эс из Комсомольска на Амуре. При двустороннем воспалении предатков она делала спринцевание мочой своего сына. Сколько дней лечилась? Неделю. По утрам один раз в день. Если случаются рецидивы, когда простыну, то на поправку хватало и трех дней. Эти спринцевания, как я заметила, благотворно действуют и на всю женскую половую сферу. Кстати, а вас не удивляет, почему женская половая сфера соединена с мочеводелительной системой? Сама природа позаботилась, чтобы это место было надежно защищено благотворным влиянием урины от инфекций и других расстройств. Простудные заболевания женских половых органов легко поддаются урине, свежей либо подогретой, потому что она обладает собственными горячими свойствами. Урина, соединенная с другими веществами, дополнительно усиливает целительное воздействие. Например, вот что писал Авиценна. Моча человеческая, сваренная с пареем, если садится в нее пять дней по одному разу в день, полезна от боли в матке. Теперь разберем вопрос бесплодия женщины. Что в этом случае может сделать урина? Первое, если бесплодие является результатом заболевания половой сферы женщины, то спринцевание, очищение толстого кишечника, тампоны приведут все в норму. Второе, если бесплодие вызвано нарушением гормональной регуляции или недоразвитостью женских половых органов, то массируя тело с урины и употребляя ее внутрь, а также делая сидячие в ванны, можно убрать эти проблемы. Урина за счет обратных связей наладит гормональную регуляцию и сделает возможным протекание нормальной беременности. Третье, в трудных случаях, чтобы стимулировать детородную функцию, надо поголодать на урине 2-4 недели. Особенно это касается тех женщин, которые имеют одного ребенка, а второго при всем желании родить не могут. И наконец, у некоторых женщин наступает зачатие, но нет полноценного вынашивания, самопроизвольный выкидыш. Как поступать в этом случае? Вначале пройдите полное очищение организма. Далее массируйте собственное тело несколько раз с активированными видами урины или мочегонов и регулярно употребляйте натощак проросшую пшеницу или хлеб из нее. Хлеб из проросшего зерна делаете так. Большую чашку высыпаете промытое зерно, заливаете его водой, оставляете на ночь. Утром воду сливаете. День это зерно еще стоит. К вечеру оно прорастает. Появляется такой выклювочек 1 примерно миллиметр. Как только появляются проростки длиной 1-2 миллиметра, чашку заворачивают в целлофан и ставят в холодильник, чтобы не росло дальше. По мере надобности из чашки берут зерно, мелют на мясорубке, делают котлетки толщиной от половины до одного сантиметра и поджаривают на сливочном масле 30-40 секунд. Кстати, о том, как проращивать зерно, вы можете посмотреть у меня на канале ютубовском. В плейлисте «Целебная кулинария». Отсылаю вас туда. До зачатия активно занимайтесь физкультурой, бегайте, принимайте контрастный душ. Теплое, холодное, теплое, прохладное, теплое, прохладное. Пить собственную урину во время беременности можно раз утром по 50-100 граммов. Вот еще несколько рекомендаций по борьбе с бесплодием. К жидкостям с особыми свойствами принадлежит слоновая моча, которую дают пить женщины. Это замечательное средство, чтобы вызвать зачатие. И делать это следует незадолго до сношения или во время сношения. Дают также пить опилки слоновой кости. Они тотчас же помогают. Об этом говорил Авиценна. Активирована холодом урина. Собственно, урина, выдержанная в темном, холодном месте при температуре плюс 2, плюс 4 градуса Цельсия в течение 4-5 дней, стимулирует организм невероятно сильно. Применять ее лучше на кожно. Поделайте с нее массаж с неделю, и вы почувствуете ее могучее влияние. А теперь пример из книги Масленникова. Прочитав Авиценну, я вспомнил об одной своей знакомой. Молодая женщина, 18 лет, только что вышла замуж. Киста, разрыв яичника, срочная операция, воспаленный набухший шов, врачебный диагноз, возможен рецидив, возможно повторная операция, удаление второго яичника. Очень вероятно, что детей у вас не будет. Аутоуринотерапия, то есть питье, компрессы на шоу, спринцевание. Сейчас эта женщина чувствует себя хорошо, так хорошо, как уже давно себя не чувствовала. По ее словам, попутно она заметила, что перестала болеть простудными заболеваниями, особенно в морозное зимнее время, хотя раньше болела ежегодно и по нескольку раз в зиму. Еще она заметила, что если раньше, месячные были настолько болезненными, что почти всегда приходилось прибегать к обезболивающим средствам, то теперь месячные проходят совершенно безболезненно, хотя и дни их увеличились на одни сутки. Но главное, сейчас она беременна, а в апреле 1990 года она пришла к нам в гости счастливая румяная с 11-месячным сынишкой. Комментарии и рекомендации. Милые женщины, девушки, девчата, следите за работой своего кишечника. Если он плохо работает, то отравляют в первую очередь ваши детородные органы. Первые признаки этого – простудные заболевания и болезненные месячные. Прием обезболивающих средств только ухудшает общее состояние организма, дает дополнительную лекарственную зашлаковку. Увеличение месячных на одни сутки вполне нормально и хорошо. Ваш организм стал полнее очищаться. Лучше работать. На это указывает безболезненность. Помните, урина поможет вам в решении подобных проблем. В противном случае вас может постигнуть жизненная катастрофа. Уринотерапия при легочных заболеваниях. Согласно Аюрведе и Джудши, все расстройства выше диафрагмы возникают от чрезмерного скопления слизи, то есть возбуждения доши капха. Что собой представляет эта слизь? Студенистая масса, увеличивающая тяжесть, то есть инертность, и холод в организме. Скапливаясь в легкой грудной полости, она приводит к массе разнообразных легочных заболеваний. Урина за счет слизерастворяющих и горячих свойств, противоположных охлаждающему действию слизи, великолепно разжижает и выводит слизистые шлаки из мест их скопления, что способствует исцелению. Добавьте сюда лечение назодами, противоотечное действие мочевины, и тогда вы поймете, что мощнее уринотерапии, голодания и теплых процедур ничего нет. Итак, наилучшая методика для лечения высшей указанной патологии следующая. А. Прием урины внутрь 2-3 раза в день по 100 граммов. Б. Обертывание грудной клеткой шерстяной тканью, смоченной в мочегоне, на 1-2 часа, с тем, чтобы больной обильно потел и шла расшлаковка через кожу, разжижение и отход мокроты. В. Желательно голодание на урине. Сроки голодания зависят от степени поражения организма. Что касается приема мочи, то лучше пить детскую, насыщенную иммунными телами. А теперь несколько примеров из практики и комментарии к ним. Пример. Женщина лежала в больнице с тяжелой формой плеврита. У нее накопилось много гноя в грудной клетке, и никакие методы лечения не помогали. Мать стала носить ей жидкость, закрашенную вишневым сиропом. Через некоторое время лечащий врач, видя, что больная по непонятным причинам стала поправляться, спросил, чем вы лечитесь? Но о лекарстве врачу сказали в конце лечения. Когда женщина совсем поправилась, мать сказала ей, что она пила мочу своего сына. Комментарии и рекомендации. Почему эта женщина не могла вылечиться обычными средствами? Во-первых, она питалась пищей, которая вызывает в организме переизбыток слизи. Во-вторых, гной накопился от разложения слизи, то есть возникла щелочно-гнилостная среда в организме, благоприятная для гноеродных бактерий. Лекарственное воздействие на патогенные микроорганизмы привело к ослаблению организма, отравлению его. Ведь никто не работал над нормализацией среды в нем. Моча сына, во-первых, сделала общее закисление организма, то есть лишила инфекцию среды обитания. Во-вторых, подействовала на нее иммунными телами молодого организма. Вот и все, что задействовано в этом примере. Пример. Девочка полтора года, плеврит, 10 ребер в воде. Более полугода лечили безрезультатно. Видя, что врачи справиться с болезнью не могут, бабушка забрала девочку домой и вылечила своими средствами. Тыроза поила теплой свежей мочой, а что оставалось от питья, пила столько, сколько могла выпить. Использовала на компрессы, на ребрышки. Комментарии и рекомендации. Плеврит, возникающий в полуторагодовалом возрасте, результат порочного питания крахмалистой пищи, на которую в организме ребенка еще нет пищеварительных ферментов. Крахмалистая слизь выделяется в виде сопли, слизи, то есть через верх. Вот откуда образовалась вода. Моча подействовала на излишек воды, как мочегонное средство. Компресс на ребрышке, как разогревающее, что быстро привело организм ребенка в норму. Пример. У миссис С. Врач признал бронхит и начальную стадию туберкулеза. Состояние весьма плачевное. Дыхание затруднено. Услышав об уринотерапии, в течение двух недель провела уриновое голодание, но без массажа. Через три дня после начала лечения наступило заметное улучшение, свободное дыхание, сон по нескольку часов без перерывов. Прекратив голодание, ела дважды в день, продолжала принимать мочу. Однако голод был слишком коротким и болезненные явления вернулись. Рекомендовалось продолжать голодание и непременно втирать в кожу мочу. Дано указание, как питаться. Наступило полное выздоровление. С тех пор пациентка здорового продолжает принимать свою мочу и время от времени возобновляет короткие голодания. Из книги Армстронга. Комментарии и рекомендации. Голодание позволяет более эффективно выводить шлаки из организма, но необходимо поддерживать этот процесс достаточно длительное время, что не было сделано вначале. Втирание мочи в кожу и голодание наряду с приемом урины внутрь. Надежное средство для общего закисления организма и прекращения любого патологического процесса, в том числе туберкулезного. Бронхит – следствие переизбытка слизи. Рекомендации по питанию, прежде всего, направлены на то, чтобы убрать из пищевого рациона слизообразующие продукты. Молоко, крахмалы – это хлебобулочные изделия, картофель, жиры и концентрированные белковые продукты – яйца, мясо и т.д. Возможно, у этой женщины конституция слизи, и она склонна к постепенному накапливанию слизообразующих шлаков. Поэтому периодические курсы голодания весьма и полезны, и предотвращают рецидивы заболевания. Используйте эти нюансы в своей практике. Пример. 37-летний больной списан с воинской службы во флоте. Астмой начал страдать 14 лет. Море, по-видимому, принесло обострение. По ночам больной минимум по 4 раза вставал, чтобы подышать лекарствами в виде аэрозоля. В течение 3 месяцев он пил мочу по 1,5-2 литра в день и провел 2 коротких голодания по 36 и 40 часов каждое, во время которых пил только мочу. Состояние за этот период настолько улучшилось, что он и не вспоминал об аэрозоле. Все страхи его покинули. Общее состояние улучшилось. В другом случае подобного заболевания здоровье пациента поправилось за 4 дня уринового голодания, в то время как трехнедельное лечение в широко известной натуропатической больнице не принесло облегчения. После каждого приема мочи выделялся сгусток мокроты. В последний день голодания пациент счел возможным испытать свои силы и свободы дыхания, забравшись пешком на холм, не испытывая при этом ни малейшей трудности. Прекратил лечение и вернулся к трудовой деятельности. Комментарии и рекомендации. К бронхиальной астме предрасположены люди с конституцией слизи. Поэтому нет ничего удивительного, что у этого больного заболевание возникло в 14 лет. Влажный климат дополнительно способствует увеличению слизи в организме, что приводит к обострению бронхиальной астмы. Поэтому служба на флоте в условиях сырого прохладного климата не по-видимому, а точно привела к обострению и ухудшению здоровья. В некоторых случаях больным бронхиальной астмой достаточно сменить свое место проживания на сухой, степной климат, как их здоровье быстро нормализуется. Как правило, современное лечение начинается с безобидных аэрозолей и кончается гормонами и прочими более серьезными препаратами, от приема которых человек становится инвалидом без надежды на будущее. Урина за счет горячих свойств подсушивает организм, очищает его, что приводит к выздоровлению. Короткие пищевые воздержания 36-40 часов с приемом урины еще более подсушивают организм. Если теперь перейти к разбору второго случая исцеления, то более длительные сроки еще лучше действуют на организм, быстро отторгая мокроту. Пример. Уринотерапию на фоне голодания нужно проводить в комплексе с растираниями. Кожа также дышит и полощает урину, что благотворно влияет на восстановление обмена веществ. Этот метод, по мнению Армстронга, тем и примечательный, что предусматривает комплексное лечение, голодание, прием урины и растирание всего тела. Отдельно голодать или пить урину или растираться не приносит желаемого эффекта. По данным Армстронга, улучшение состояния здоровья для людей разного возраста происходит в такое время. Для подростков 14 дней, для 36-летних 42 дня, 50-летних 53 дня, 75-летних 60 дней. Как утверждает Джон Армстронг, если вы будете выполнять все его предписания, то кроме исчезновения основного заболевания у вас улучшится цвет кожи лица, обостряется зрение и слух, да и сами вы будете более активны и энергичны. После выздоровления необходимо продолжать принимать урину, начать легкий бег, водные процедуры, закаливание, проводить профилактические голодания. Я предложил этот метод попробовать одному своему другу, страдающему бронхиальной астмой. Он был инвалидом второй группы. 8 лет не расставался с аэрозольными лекарствами. И что вы думаете? Он через три месяца вылечился. Группу сняли. Сейчас работает водителем. Ему 51 год. И Соколов из газеты «Советский спорт». Поймите главное, бронхиальная астма это переполнение организма человека слизью, сильнейший сдвиг внутренней среды человеческого организма в щелочную загнивающую сторону. Для излечения необходимо наоборот сдвинуть среду организма в кислую сторону, что приведет к вытеснению патогенных щелочных свойств внутренней среды, отходу слизи и восстановлению здоровья. Сделаем небольшой анализ, кто и как успешно борется против бронхиальной астмы. Первое. Бутейко предложил метод болевой ликвидации глубокого дыхания, в результате которого происходит накапливание в организме углекислоты, другими словами, лица, применяющие этот метод закисляет свой организм с помощью углекислоты. Второе. Юрий Николаев Войтович, это специалисты по голоданию лечебному, рекомендуют для этой цели использовать голод, что они говорят, что в процессе голода происходит закисление организма кетоновыми телами и углекислотой. И наконец-таки третий. Армстронг лечит уриной и голодом. Уринная жидкость с сильными кислыми свойствами, вырабатываемая самим организмом. Какие закисляющие факторы содержатся в самой урины? Тетруемые кислоты и водородные ионы. Если теперь сравнить по силе лечебного воздействия названные методы, то оказалось, что уринного голодания включают в себя все три закисления организма с помощью углекислоты, кетоновых тел и водородных ионов с тетруемыми кислотами. Все это вместе взятые позволяют быстро выравнивать перекос внутренней среды, возвращать ее в нормальное состояние и добиваться излечения. Поэтому нет ничего удивительного, что после каждого приема урины на фоне голода из организма выходят сгусток мокроты, появлялись сила и свободное дыхание. Натуропатическое лечение, рекомендующее использовать натуральные продукты растительного происхождения, которые способствуют ощелачиванию организма, насыщению влагой и прохладой, фрукты и овощи в свежем виде охлаждают организм, действительно, в случае бронхиальной астмы не принесет облегчение. Здесь необходим другой подход. Резко закислить внутреннюю стюду организма урина и голодом, делать на область груди компрессы и шерстяной ткани, смоченные в мочегоне. После голодания живите в сухом, теплом климате, питайтесь сухофруктами, хлебом из проросшего зерна в подсушенном виде, тушеными овощами без масла. Вот такой подход принесет в борьбе с бронхиальной астмой стопроцентный успех, уринотерапии и венерические заболевания. Армстронг описывает случай излечения молодого человека от сифилиса. С сифилисом он заразился во Франции, а до этого у него был псориаз. Сначала он пытался лечиться голодом, чтобы заморозить болезнь. К концу второго дня голода болезнь усилилась. Голоданию на воде, которую пил больной, была добавлена его собственно моча, внешне и внутренне. Результаты были вполне удовлетворительными. К концу десятого дня исчезли симптомы основного заболевания, а еще через неделю был вылечен и псориаз. Еще было обнаружено, что улучшилось зрение, восстановилось обоняние, слух и вкусовые ощущения стали такими же острыми, как много лет назад. Комментарии рекомендации. Как видно из описания, удар назодами не выдерживает и сифилис, всеобщее возбудителем сифилиса. Вот так на практике подтверждается наблюдение Болотова, что на организме человека могут паразитировать микроорганизмы растительного происхождения, но при том условии, что внутренняя среда организма будет благоприятна для этого, то есть сдвинута в гнилостную сторону. Любое медикаментозное лечение без нормализации внутренней среды организма безрезультатно и подрывает силы самого организма. Интересно и поучительно описание Армстронгам и другого заболевания воспаления яичка. Эта болезнь может появиться в результате травм, гонореи или другого инфекционного заболевания, когда среда организма уже готова и необходим провоцирующий фактор гноеродная инфекция. Далее все развивается по накатанной схеме воспаления, отек, боли, гной и тому подобное. Можно легко прервать этот процесс голоданием, уринотерапией внутрь и наружно. Лечение проводит до полного исчезновения опухоли и нормализации всех отправлений. В упомянутом Армстронгам случае на полное выздоровление ушло 26 дней. Уринотерапия и гангрена, незаживающие раны, ушибы, ожоги, укусы и другие случаи. В несложных случаях надо пить урину один раз утром, делать массаж, а также компрессы из мочегона на область поражения. Это дает хорошие результаты. Закисление пораженной части тела или всего организма способствует выздоровлению. Ввиду того, что днем раны заживают лучше, основной упор при лечении уриновыми компрессами переносится на ночное время, которое крайне неблагоприятно для заживления. В результате такой раскладки процедур эффект более выражен. Согласно древним наблюдениям, смесь урины с пеплом успешно используется для лечения ран и ожогов. В тяжелых случаях, в дополнение к указанному, использовать голодание. Пример. Лечащий врач наставил на ампутацию ноги почти два года назад. Больная лечилась, но состояние ухудшалось. Она страдала от запоров, геморроя, экземы, малокровия, бессонницы, общей депрессии, болела ротовая полость, язык, в уголках рта были трещины. Все больше появилось гангренозных участков на ноге. Женщина была сильная духом. Я без труда убедил ее принимать всю мочу и до полулитра холодной воды в день. Первые пять дней стали исчезать разрывы и трещины на коже. Лицо перестало болеть и на третий день больная могла крепко спать. К концу третьей недели кишечник и почки активно работали, прошел геморрой. Через четыре недели не осталось следа от гангрены, новая кожа покрывала все гангренозные места. Больная нога, которая была вдвое толще здоровой, полностью пришла в норму. Первую неделю после голода я посадил пациентку на строгую диету. Виноград, бананы и сырые помидоры. Все в небольших количествах. На вторую добавил свежее, непастеризованное молоко. И, наконец, на третью разрешил питаться нормально. Из книги Армстронга. Комментарии рекомендации. Запоры отравили весь организм и сдвинули его внутреннюю среду в гнилостную сторону. От этого женщина начала медленно гнить. Появились малокровие, экзема, попытка кожи выводить шлаки. Очень сильно был поражен гнилью толстый кишечник. Отсюда депрессия, болезни ротовой полости. Лечение можно было назначить так. Клизмы для нормализации работы толстого кишечника и общей детоксикации организма. Растирание тела мочегоном и питье раз в два в день. Голодание применить через неделю после этой предварительной очистки, так оно будет легче переноситься. Выход из голода в наших условиях пить свежевыжатый морковный сок, отвары трав с медом на талой воде и есть проросшую пшеницу. Проросшая пшеница сразу же будет снабжать организм микроэлементами, витаминами в таком огромном количестве, которое не содержится в указанных Армстронгом продуктах. Далее переходить на овощи, тушеные овощи зимой, фрукты по сезону, цельные каши, хлеб из проросшего зерна. Очень важна рекомендация Армстронга пить воду. Во время голодания количество урины значительно уменьшается и она делается сильно концентрированной. Если пить побольше воды, желательно талой, то этого можно избежать и дополнительно лучше промыть и очистить организм. Пример. Впервые об уринотерапии я услышала в больнице после полостной операции. После выписки у меня образовалась большая культя шоу кровоточил. Мне так не хотелось снова ложиться в больницу, что я решила пить урину и ставить компрессы из нее на шоу. Через 4-5 месяцев у меня шоу рассосался, культи не было, и меня сняли с учета в гинекологии. У меня на зубе под коронкой старый свищ. Сейчас он стал маленький и не беспокоит. Пример. Автор книги Тайна напитка богов масляников рассказывает, как он сам себе вылечил свищ. Со свищем я знаком очень близко, потому что сам много лет ходил с парапрактитом. Случилось это лет 30 назад. Потом после долгих и мучительных обследований попал под скальпель красноярского профессора. Мне не повезло. Если до операции был один наружный выход свища, то после операции стало два выхода. На вторую операцию я не согласился и еще лет 10 носил эту прелесть при себе. А потом нашел таки способ избавиться от парапрактита. Способ оказался очень простым. Несколько микроклизм из густо настойных на кипятке свежих цветов календулы и питья одного курса сибирского каменного масла. С тех пор живу без рецидивов. Похоже, что свищ закрылся навсегда. Встретиться со свищем мне пришлось еще раз. Случилось это уже после прочтения книг по уринотерапии. Итак, у меня образовался нарыв, причем так близко от внутренней полости одного из органов, что я опасался прорыва в эту полость. Стал смазывать нарыв уриновым маслом, нечто среднее между натуральной мочой и микрокосмической солью беруни. Буквально через сутки наметился прорыв. Я помог нарыву освободиться, вскрыв его и удалил содержимое. Но рядом стал образоваться новый нарыв. Поняв, что помогать насильно нарыву нельзя, что внутренний врач мудрее моих дилетантских знаний во врачевании, я ограничился смазыванием нового нарыва уриновым маслом. Очень скоро и этот нарыв созрел, сам освободился от своего содержимого. Но после его освобождения образовался свищ. Осторожным прощупыванием я определил, что свищ глубокий. Я еще отлично помнил свой первый свищ парапроктит и решив, что терять мне уже нечего, продолжал свое лечение. Для этого я приготовил свежее уриновое масло. Готовил его на водяной бане, чтобы оно стало более стерильным. Этим маслом заполнил свищ. Делал это ежедневно. И что интересно, при каждом очередном смазывании свищ сам приоткрывался, как бы прося его заполнить, и я удовлетворял его просьбу, заполняя уриновым маслом. Наружным прощупыванием определил, что ствол свища укорачивается, что дно свища становится все меньше и меньше. Дней через 10 на месте свища образовалась обыкновенная здоровая ткань без каких-либо уплотнений, ничем не отличающаяся от тканей соседних участков тела. Комментарии и рекомендации. Еще Авиценна указывал, как с помощью урины лечить свищи. Свищи берут детскую урину и непрерывно размешивают ее в оловянной ступке, пока не сгустится и не высохнет, а затем употребляют. Уриновое масло один из вариантов упаренной урины. Помните, упаренная до 1,4 урина превосходит слезу, которая считается наилучшим ранозаживляющим средством в лечении ран. Почему у человека возникает свищ? Отход из раны гноя указывает на всеобщее гнилостное состояние организма. Это состояние, как правило, поддерживается нашим неправильным питанием. Операционное лечение в этом плане ничего не дает. Вот почему вместо одного свища возникли два. После операции свищи были вылечены искусственными препаратами с большим содержанием солей, настойка календулы и сибирское каменное масло. Повторное образование нарыва указывает на то, что порочный образ жизни не был изменен. Применение упаренной урины местно способствовало сильному закислению гнилостного участка, что быстро привело к восстановлению нормальной ткани и полному излечению. Так необходимо поступать при парапрактитах с вещах. Но помните, если у вас следа организма сдвинуто в гнилостную сторону, меняйте питание, образ жизни с целью ее нормализации. Если этого не сделать, ваш успех будет временным, как это и продемонстрировал Масленников. Пример Отец фронтовик, перебитый пулей позвоночник, туберкулез кости, стал расти горб, паралич от груди вниз, уже и ходил под себя, чувствительность тела совсем отсутствовала, иголку загонял и до кости без боли. Выписывая из госпиталя, родственникам сказали, месяц полтора и Богу душу отдаст. Дома стал пить мочу, ходить стал, поправился. После излечения жил еще 26 лет. Из книги Масленникова. Пример сотрясения мозга, учащийся старшего курса одного из красноярских училищ. На первом году обучения упал и ушиб голову. С тех пор его преследовали постоянные головные боли. Часто боли были такими, что приходилось уходить после двух трех уроков. Лечилась она в больнице безрезультатно. Провела курс иглорефлексотерапии. Временное облегчение. Собиралась уже бросить учебу, потому что сомневалась, что в дальнейшем может работать по специальности. Уринотерапию питье начала в воскресенье утром, а в понедельник после 8 часов занятий почувствовала только усталость. В течение месяца был только один приступ головной боли в связи с резкой сменой погоды. С тех пор прошло более года. Девушка чувствует себя хорошо. Раньше у меня как весна, так болела голова. А теперь все в порядке. Голова чистая, ясная. Комментарии и рекомендации. При любых отклонениях от здоровья организм самостоятельно производит коррекцию и вырабатывает вещества, которые выводятся с уриной повторно и дают эффект выздоровления. Помимо этого произошло уплотнение голографического тела, которое от травмы было смещено. Не обязательно пить. Можно урину втирать в голову, в тело и так далее. Пример. Сильный ушиб печени, падение с лошади. Месяц пила мочу. Врач удивилась, что я вылечилась, потому что от удара печень, по их словам, растрескалась. Из книги Масленникова. Комментарии и рекомендации урина, всасываясь через желудочно-кишечный тракт, сразу же поступает в печень. Исцеление в первую очередь связано с тем, что урина как жидкость, насыщенная гравитационной энергией организма, быстро произвела сцепление растресканного. Кислые свойства способствуют биосинтезу, а соли и вещества, растворенные в урину, являются цементом, который все быстро скрепил. Пример. Упаренной уриной за полутора суток вылечила ожог от открытого огня на руке, от кисти до локтя на внутренней стороне. Вместо пузыря таяниющие раны, присохшая темно-вишневая пленка. С компрессом ходила день и ночь, потом просто смазывала. За это время утихла боль и спал отек. Сейчас пятый день, немного чешется. Спасибо вам. Филипп Семенович Ханинея в своей работе специфические мукополисахариды для терапии некоторых инфекционных заболеваний описывает случаи исцеления от клещевого энцефалита. Для этого пораженному человеку женщины вводили стерилизованную урину ее собственную по 2 мл через каждые 2 часа. Уже после второго введения температура начала снижаться и к концу суток была только 37 градусов. А на следующий день 36,7. Больная быстро пришла в сознание. Через 24 часа стали ослабевать и другие симптомы болезни. утихла головная боль, уменьшились боли в мышцах и суставах и так далее. На третьи сутки лечения было констатировано клиническое выздоровление. Впоследствии на добровольцах мы применяли этот метод для лечения ангин, гриппа, пневмонии, радикулита, ревматизма, брюшного тифа, острой дизентерии, панкреатита и других болезней с хорошим терапевтическим эффектом. Как и в литературе наш опыт подтверждался. Первое быстрое снижение температуры. Второе быстрое уменьшение болевых ощущений. Третье быстрое снижение интоксикации. Четвертое отсутствие побочных явлений, осложнений, рецидивов. Пятое более быстрое выздоровление чем при обычных методах лечения. Комментарии и рекомендации. А мы с вами знаем, что урина через кожу действует через 3 секунды после нанесения и всосаться может от простого массажа просто и физиологично. 20 мл за 2-3 минуты. Для быстрого снижения жара применяйте компрессы из урины на область пульса. Пример. Мальчика укусило какое-то насекомое. В области укуса сильный отек, краснота, чувство жжения и зуда. Потом появилась боль. Прикладывали на пораженный участок свежую мочу. Через 30-40 минут исчезли боль и чувство зуда и жжения. Через 3-4 часа на спине ничего не осталось от пораженного участка. Пример. Мою жену Нину Михайловну укусила оса. Возникла острая боль и на глазах начала надуваться шишка. Сразу по моему совету была приложена моя личная упаренная урина. Мочегон. Через 15-20 минут от укуса ничего не осталось, будто ничего и не произошло. Хотя раньше в подобных случаях она мучилась часа 2-3, а следы от укуса были видны еще 2-3 дня. Пример. Одна иркутянка рассказывала, что когда она работала воспитателем в детском саду, в ее группе случилась эпидемия чесотки. Заразилась вся группа, включая воспитателя и ее дочь, ходившую в ту же группу. Прослышав где-то про уринотерапию, воспитатель сначала вылечила себя, затем свою дочь и уверовав в эффективности и безвредности этого метода, вылечила всю группу, протирала зараженные места ваткой смоченной моче. Из книги Масленникова. Комментарии и рекомендации. В этом случае еще лучше действует мочегон или очень старая урина. Протирать пораженные участки. Пример. Есть у меня в Феодосии приятель медик. Полежал он как-то весной на травке под Киевом недалеко, но и не близко от Чернобыля. И клочками полезли волосы на голове. Как медик, увлекающийся натуропатическими методами лечения, он был хорошо знаком с уринотерапией, стал лечиться. На ночь мыл голову своей мочой, делал компрессы, втирал старую мочу в кожу головы, пил свою, выделяемую в течение месяца. Результат очистил кровь от последствий радиации, отрастил пышную шевелюру, то есть волосы хорошо укрепились. Из книги Масленникова. Он же рассказал мне о другом случае, но из той же области. Девушка, проживавшая недалеко от Чернобыля, попала под облучение. Анализы показали рак крови. Нормализовала состав крови она также питьем мочи. Она была также знакома с уринотерапией, лечилась этим методом еще до трагедии Чернобыля от рака гортани с метастазами. Комментарии и рекомендации. Разберем первый случай. Урина, способствуя уплотнению голографического тела, вытесняет из организма радиацию. В данном случае человек был облучен, на жидкостных средах его организма была записана эта радиация. При направлении обратно урины внутрь через рот кожу за счет интерферационного эффекта произошло взаимоподавление последствий поражения радиации. Последствия ее в виде выпадения волос легко подаются биологически активным веществам находящимся в выдержанной урины. Во втором случае я подчеркну только одно. Почему возвратился рак? Питание привело к предрасположенности этой девушки к раковым заболеваниям. Вылечило его убрав основу рака за счет уринотерапии. Но после этого уринотерапия была забыта а патологическое питание продолжалось. Радиация Чернобыля была тем пусковым механизмом который вызвал новую вспышку как у масляника появление нового свища. Поэтому следите за своим питанием не допускайте ощелачивания организма и пейте в профилактических целях утреннюю урину. Урина и косметика Ранее описывалось почему урина улучшает состояние кожи и волос. Ее можно использовать вместо мыла для удаления въевшейся грязи. Это вполне возможно за счет растворяющего действия мочевины и аммиака. Дополним это рекомендациями и примерами из практики. Армстронг в своей книге «Живая вода» пишет Одно из наиболее редких и дорогих сортов туалетного мыла недавно производилось на основе обезвоженных солей и жиров из мочи коров, которые паслись на зеленых лугах. Некоторые дорогие кремы для лица содержат гормоны мочи. У масленника читаем следующее. Очень полезно протирать вечером лицо не лосьоном, к тому же он не всегда имеется, а свежей мочой. Первой смоченной в моче ваткой надо очистить кожу от косметики и загрязнения, а другой еще раз смочить кожу и оставить так на 30-40 минут. Затем смыть прохладной водой. Некоторые женщины в течение этого получаса постоянно увлажняют лицо пальцами, одновременно делая легкий массаж. Кожа становится гладкой, нормализуется выделение жира и не требуется крема. В результате этих процедур улучшается цвет лица, появляется естественный румянец. Я по своему опыту знаю, что применение мочегона делает кожу еще лучше, подпитывает весь организм и дает огромное количество энергии. Когда урина упаривается, то соли концентрируются, а структура воды приближается к наиболее естественной для здорового сильного организма. Вы можете воспользоваться и другим вариантом урины, активированной охлаждением. В ней сохраняются все гормоны, но дополнительно вырабатываются биологически активные вещества. Прекрасно использовать и детскую урину, особенно урину ребенка до 10 лет. Эта урина насыщена программой развития и передаст ее вам. В итоге это стимулирует не только кожу, но и весь организм. Пример. У меня 8 лет было испорчено лицо. Красные угри. И врачи уже отказались. Я была в Москве, но и там мне не помогли. А вот начала протирать мочой и все наладилось. Пример. Я страдал от прыщей со времени полового созревания и это очень угнетало меня. Я стеснялся своих друзей и у меня развился комплекс неполноценности. Пользовался различными кремами, но это только усугубило положение. Когда я впервые стал прикладывать мочу, прыщи стали более многочисленными и я прекратил это занятие. Но спустя неделю прыщи стали исчезать, поэтому я вновь прибег к куринотерапии, но на сей раз принимал мочу внутрь. Через две недели мое лицо очистилось, все прыщи полностью прошли. Комментарии и рекомендации. Вот так читаешь отзывы и поражаешься. 8 лет человек страдал, тратил свои средства в поисках лекарства на стороне, то есть высекал водоемы, которые не держат воды. А твое здоровье, красота, источник воды живой были всегда с тобой, но ты им не пользовался. И когда наконец ты повернулся к нему лицом и стал пить его чудодейственную влагу, все сразу нормализовалось без импортных кремов. В дополнение скажу, изменяйте питание. Прыщи признак того, что вы перенасыщены крахмалистой и белковой пищей. Ваша кровь загрязнена и эта грязь прет через кожу. В принципе, вы уже больны и прищи лишь первый симптом этого. Сочетание уринотерапии и голода, производя сильную расшлаковку и стимуляцию угасших сил, резко способствуют обновлению человеческого организма. Ниже следующий пример из книги Армстронга доказывать это. Пример мужчина 60 лет перенес два паралича. Первый после попытки избавиться от гриппа с помощью диеты из свежих фруктов и фруктовых соков. После второго потерял память и по всей видимости впал в старческое слабоумие. Приговор медиков несколько недель жизни. Уриновое голодание с массажем в течение 59 дней, затем перерыв в две недели, я позволил одноразовое питание, затем еще 35 дней лечения. Память и речь вернулись к больному на 20-й день первого курса лечения. Лечение было завершено во время второго периода, когда была снята первопричина заболевания артрит. У этого же пациента выпали все седые волосы. Во время лечения он не только отрастил шевелюру снова, но во время второго курса лечения, когда ему ежедневно втирали в кожу головы мочу, восстановил цвет волос. Должен заметить, что многие сообщали мне об избавлении от облысения и восстановления первоначального цвета волос в результате ежедневного втирания в кожу головы старой мочи. Комментарии и рекомендации. Старая моча воздействует на луковицы волос биологически активными веществами, образующимися в ней в процессе умирания, а также едкостью аммиака, который дополнительно стимулирует кожу головы. Свежевыпущенная урина, цельная, светящаяся жидкость, янская по своей природе. Старая урина, распадающаяся, издающая запах, помутневшая и так далее, инская. Нанесение ее на область головы будет способствовать стимуляции инским процессом. Рост волос на теле есть инский процесс. Складывая свойства старой урины, мы понимаем, почему она стимулирует рост волос на голове. Другие виды урины уступают в этом отношении старой. Дополнительная рекомендация. Усиленно втирать урину в кожу головы и делать компрессы из нее необходимо в первую и третью фазы лунного цикла, когда организм тянет все внутрь, сжимается. При выпадении волос приема мочи внутрь и наружно, то есть на голову, делает волосы блестящими, крепкими, свободными от перхоти. При смазывании или компрессах волос с уриной дополнительно можно использовать репейное масло. Некоторые читатели моей предыдущей книги присылали в конвертах свои волосы, которые восстановили естественный цвет, стали гуще. Пример. 15 лет страдала моя мать экземой. Какая-то старушка на рынке, увидев ее страшно изъеденные экземой руки, посоветовала мыть их мочой. Мать потом мне рассказывала, как она лечилась. Сколько раз вставала ночью, столько раз и промывала руки своей мочой. Днем было неудобно этим заниматься. Примерно через месяц заметила вдруг «А руки-то чистые!» из книги Масленникова. Комментарии рекомендации. Необходимо было мыть руки дневной уриной с 3 часов утра до 15 часов дня. Далее этой женщине необходимо разобраться со своим образом жизни. Почему возникла экзема? Изменить питание? В противном случае все может повториться. Вот так просто можно вернуть былую красоту своим рукам, особенно женским. Собственной уриной я, автор, смазывал кожу после бритья для дезинфекции. Лучшего средства из всего, что я опробовал нет. Кстати, когда мой организм более-менее очистился и было изменено питание, мочегон стал пахнуть ароматом, как от дорогих благовоний, типа сандалом начал пахнуть. Нанесенный на кожу, он издавал аромат, как от лучших губных помад. Вот такой сандаловый запах. Напоминает собой запах ладана. Наслаждаться как прекрасными духами. Из этого собственного опыта до меня в полной мере дошло, что моча может действительно быть амритой благовонной целебной жидкостью. Уринотерапия и омоложение организма. Многие люди применяют уринотерапию просто для поднятия собственного жизненного тонуса и весьма успешно. Следующая информация предлагается тем людям, которые хотят отодвинуть собственную старость, почувствовать себя несколько моложе. Сколько вы мне дали бы лет? Спросил фермер в разговоре с проходящим путником. Где-то около пяти десяти. Собеседник удовлетворительно кряхнул. Восьмой десяток разменял. И все благодаря извиняюсь моче. Этим фермером был Джон Армстронг. Пример. Отлично действует упаренная до одной четвертой урина в виде компрессов на подошвы ног. Не чувствую ног. Мне 63 года. Я много тружусь на даче. Легкость необыкновенная. Много энергии. У меня впервые в жизни заболел зуб после пломбирования. Всю ночь промучилась. Даже выпила анальгин. Вообще лекарств никогда не употребляю. Но он потихоньку болел и болел. На третий день начало опухать щека. Тогда я приложила компресс упаренной урины. Отечность почти полностью спала. И через день все прошло как будто никогда не болело. Пример. Мне 64 года. Послушав ваши рекомендации я стала употреблять урину. Сначала полоскала рот, умывала лицо, мазала волосы. В течение двух с половиной месяцев регулярно употребляю. Пью 150 граммов ежедневно по утрам среднюю порцию. Могу поделиться с вами результатами. Они поразительны. Первое. У меня стали хорошо расти волосы. Раньше я была почти лысая. Светилась макушка. Сейчас уже делаю прическу и очень рада этому превращению. Восстановился и цвет волос мой первоначальный. Второе. Похудела на 5-6 килограммов с 86 до 80 килограммов. Третье. Помолодела. Стало меньше морщин. Несмотря на мое похудение, улучшился цвет лица. Четвертое. Стало более энергичной и жизнерадостной. Появились жизненный тонус и сила. Хочется горы ворочать. Пятое. Улучшилась память. Исчез шум в ушах, который наблюдался раньше, особенно при утомлении. Шестое. Нормализовалась артериальное давление. Было 140 на 80 а сейчас 130 на 70 миллиметров ртутного столба. Седьмое. Исчезли боли в суставах и тяжесть в стопах, которые беспокоили почти всю жизнь. У меня суставной ревматизм. Просто чудо. Спасибо вам. Пример. Я Афанасий Григорьевич. 1926 года рождения. Инженер механик пенсионер. Шестой год как на пенсии. Сидячая работа. гиподинамия. И в результате нажил целый букет заболеваний. Болел гепатитом, воспалением легких несколько раз. У меня хронический бронхит, эрозия желудка и двенадцатиперстной кишки, частые запоры, насильственный стул, гипертония. Сердце тоже работает с перебоями. С 9 апреля всего года начал употреблять утреннюю урину и клизмы по уокеру после опорожнения кишечника. Из толстой кишки выходило зловонное содержимое. Неделю тому назад решил упарить урину до 1,4 первоначального объема и делать клизмы. После первой микроклизмы выходила слизь с калом. После третьей микроклизмы вышла больная ткань в виде слизистых лохмотьев. Точно так, как вы пишете. Стул нормализовался, подтверждая, что микроклизмы с упаренной урины являются лучшим естественным очистителем для толстого кишечника. От внутреннего применения урины один раз в день выходило и выходит с каждым днем все меньше. Мокрота при откашливании, а также износа. Состояние здоровья заметно улучшилось. Цвет лица становится розовым. Дыхание мое улучшается. Раньше была дышка. Приобретаю постепенно бодрость и выносливость. Пример. В течение одной недели я натираю стопы ног и верхние конечности с захватом плечевых суставов и почувствовал значительное улучшение. Пример. О том, как певица улучшила свой голос и вылечила горло. Моя методика. По утрам полощу рот свежей мочой и несколько глотков пью. И голос все более крепнет. Улучшается его тембр. Чудеса. Да и только. из книги Масленникова. Комментарии. Если добавить дыхание по методу Стрельникова, то с голосом пройдут еще более разительные метаморфозы в лучшую сторону. Пример. Лично на себе испытал эффект лечения урины и двухдневными голоданиями в течение двух месяцев. Когда вернулась из отпуска домой, то родные и знакомые были поражены моим внешним видом. За два месяца я похудела на 20 килограммов. Вместо 80 стало 60 с половиной. Большое вам спасибо. Пример. Имеем ваш труд. Изучаем каждую строчку. Это клад жизни. Я читала в газете советский спорт об уринотерапии и в 1991 году 10 дней голодала и пила и растиралась только старой мочой, не выпаренной, потому что не знала. И только по два часа. И что же? Эффект поразительный. Помолодела. Желтизна с лица ушла. Легкость в теле. Исчезла ноющая боль в паху слева, от которой болела нога, колено, кость. Болели три года. Пример. Мой дед прожил 124 года и не умер, а трагически погиб в лесу от удара грома. Отец рассказывал, что дед применял мочу, когда чувствовал, что ему плохо и летом и зимой купался под холодным душем. Комментарии и рекомендации. Лучше купаться под контрастным душем. Теплое, прохладное, теплое, резко холодное на 2-5 секунд. Все делайте с учетом индивидуальной конституции. Послесловие. В данной главе охвачено огромное количество болезней, которые успешно подаются лечением урины. Можно вновь и вновь приводить примеры, но важны не примеры, а суть. Зная механизмы действия урины, вы сами выберете для каждого расстройства или болезни собственную индивидуальную методику. Если вы все же сомневаетесь, то прочтите, как правильно начинать уринотерапию и не спешите приступать. Некоторые могут спросить, а что думают по этому поводу врачи? У меня имеется множество отзывов и заявок на мои книги от врачей. Вот некоторые из них. Пример. Спасибо вам за этот ценный труд, который нам посчастливилось добыть, прочитать и начать применять. Я по специальности врач-терапевт, имею 10-летний стаж практической работы и в последние годы все больше и больше склоняюсь к лечению больных нетрадиционными формами лечения. По вашей просьбе спешу поделиться теми результатами, которые получил, применяя эти методики. Больная П. 45 лет. В январе попала в инфекционное отделение с диагнозом болезнь Боткина. Лечилась 30 дней. В апреле повторная желтуха, снова инфекционное отделение, где была детально обследована и с диагнозом механическая желтуха переведена в хирургическое отделение. При лопаритемии рак головки поджелудочной железы четвертой степени выписано домой. Голодание в течение 10 дней с приемом урины внутрь и растиранием всего тела. Выход из голодания в течение двух недель. До сих пор не ест мясного, осторожно с молочным. Тяга к соленому острому. Через три недели после окончания голодания сдала анализы, оказавшиеся в норме, выписано к труду. В данное время самочувствие хорошее. Хочется еще отметить, как указывает христианская литература, что если больной верит в метод, его ждет успех. Если нет, а начиная готовиться к этому испытанию, многие советуются с родственниками, знакомыми, врачами, получают отрицательный результат. Пример. Ознакомился с вашей книгой о ленотерапии древние методы толкования практика. Многие ваши мысли, в том числе и механизмы действия напитка богов, созвучны с моими. Я врач-терапевт, имею небольшой опыт применения лечебного голодания и уринотерапии в нашем большом городе. Три года занимался разгрузочно-диетической терапией. Первым пациентом был сам, используя РДТ, больше с профилактической целью. Прошел почти три года назад специализацию по РДТ у профессора Николаева. В течение года применяю амороли, то есть урину. В течение прошедшего времени лечил амбулаторно и в стационаре около ста больных. Надо иметь в виду, что этой работой я занимаюсь параллельно со своей основной работой в общей терапевтическом отделении в лучшей медсанчасти города. У меня создалось впечатление, что наиболее поддающимися, но зоологическими формами являются все аллергические заболевания, различные виды бронхиальной астмы, тяжелые пневмонии и эксудативные плевриты. Хорошие результаты получены мною у больных хроническими энтероколитами, бронхитами и панкреатитами. Единичное наблюдение позволяет сделать вывод о хорошем эффекте лечения хронического пиелонефрита. Хорошо поддаются ремотоидные артриты первой степени активности, а вот больные второй и трепей степени активности имеют лишь небольшие положительные сдвиги. Все больные проходят у меня предварительную подготовку, раздельное питание, уклон на вегетарианство. Некоторые больные переходят на сыроедение. Да, я не указал еще об одной группе болезней, которая хорошо лечится. Это кожные болезни, экзема, нейродермитр и конечно ожирение, обменные полиартриты. У некоторых людей возникают разнообразные вопросы. В основном они освещены в предыдущем изложении, но вот на некоторые я отвечу. Пример. Начал применять уринотерапию. Вот болячки, которыми страдал. Болела печень, желудок, почки, был запор, частые головные боли, одышка, типа бронхиальной астмы, гайморит, колики в животе и многое другое. Они у меня прошли. Обострился остеохондроз. Применил белую глину, замешанную на упаренной урины до 1,4. Применил всего один раз. А каков результат? Хондроз оставил меня. Почти исчезла седина, но волос стал какой-то темно-желтый и это видимо от того, что я втираю в голову упаренную урину. Геннадий Петрович, для меня неясно одно, почему не оговорено можно пить упаренную урину, если она так эффективна. Я стал пить ее со свежей урины в пропорции 190 граммов свежей и 25 упаренной. И знаете, после приема где-то минут через 10-15 меня прохватывал понос, но я продолжал пить, хотел добиться адаптации, но этого не произошло и решил оставить. Первый вопрос, этим самым я не наносил себе вред? Ответ, нет, она действует как сильно солебое слабительное. Пробовал пить одну упаренную до 1,4, через 2-5 минут после приема бежал в туалет и знаете, что я ощущал? Как будто во мне внутри эта урина закипала и анус сильно жгло как кипятком. Разъяснение, у вас упаренная урина является сильным солевым раствором, который вызывает явление жжения внутри. Если изменить питание на бессолевое, то эти явления исчезнут и вы сможете спокойно пить мочегон. Можно его с медом. Второй вопрос, если нельзя пить женскую урину, то при массаже с упаренной уриной это не скажется отрицательно или женскую упаренную урину можно применять все же для массажа и для замеса глины. Ответ, при упаривании моча теряет специфичность, гормоны разрушаются, она становится обезличенным материалом, насыщенным солями, биологически активными веществами, замешанными на жаропрочных кристаллах воды. Третий вопрос, можно ли закапывать в уши глаза, а также промывать нос упаренной уриной? Ответ, если изменить питание на бессолевое, то вполне можно, в противном случае будет щипать, как от насыщенного солевого раствора. Четвертый вопрос, упаривать можно только утреннюю порцию с 3 до 4 часов и лишь среднюю порцию или для этого можно использовать всю и любое время. Ответ, для упаривания подойдет любая урина, даже 5-летней давности, как это было у самого автора. Пятый вопрос, для частого мочеиспускания я применяю лимонную кислоту, 1 чайная ложка на 2 литра сырой воды. Нет ли с моей стороны нарушений? Ответ, пейте побольше талой воды, урины и мочеиспускание будет очень обильным. От искусственных препаратов откажитесь. Шестой вопрос, можно ли практиковать уринотерапию людям, перенесшим вирус гепатита В? Ответ, нужно, урина его быстро уничтожит.